уже раз расписывать начинаем план у меня следующий нет наверно надо отталкиваться от текущей ситуации для тех кто смотрит в записи 13 часть знакомства с long war мод даже не хочется это называть модом как скому хотя бы формально это является модом но по сути это новая игра на основе xcom 2 который значительно интересен значительно сложнее глубже с измененной механикой по многим фронтам в данный момент какая у нас ситуация три регионы есть в одном регионе сил адвента уже шесть мы сворачиваем деятельность партизаны уходят подполье 13 человек все в конспирации здесь собираем ресурсы за один день только-только начался новый типа месяц три недели на самом деле собираем 172 материала тем более материалов 6 далее вполне возможно возьмем на черном рынке посмотрим какие специалистам кажется парочка товарищей есть два других регионов в одном из них идут активные активная разведывательная деятельность во главе с одним ученым берем разведданные и здесь появляются собственно миссии в третьем регионе а сила адвента здесь ты в следующем регионе мы при помощи инженера добываем материалы здесь также сила адвента 3 что касается исследований последнее важное исследование это лазерное оружие и броня у пятерых у шестерых бойцов основного состава и есть и то и другое уже в данный момент идут основы исследования очередной раз следующим шагом скорее всего разберем быстренько и леревый реактор для получения лере опять же и я думаю делать сплавов не хватает конечно не хватает сплавов для для мобильной брони очень хочу мобильную броню попробовать то что она зайдет и для с нинс и для штурмовиков и для рейнджеров то есть это видимо броня которая будет добавлять а там кошка уцелевший цивилинале упоминают ранний прототип с облеченку с криком кошка это еще до снайпера до очень хорошая штука то есть с обилкой можно будет прыгать на уступы сразу же воды действиях половинку действия но дорого дорого плане сплавов и долго в плане времени до сплавы тоже можно купить на черном рынке недостающие что касается инженер очки у нас с вами три инжа один напомню работает на добычу материалов в регионе южная африка двое других пока что расчищают последние третьего уровня вот тут вот блок так но потенциально 2 инжей мы ставим сюда реле питание питаем здесь скорее всего спутниковая связь тоже будем питаться гремлиным увеличивать эффективность работы что касается строительства отсеков лаборатория нет скорее всего средства но в станции связи с сопротивлением но этот не такой серьезный приоритет еще деньги можно потратить на исследование в партизанской школе мне больше всего импонирует новая тактика это стрелять ник каждый раз когда противник ранее трофеи с ограничением по времени из них попадает дополнительный предмет очень хорошо для миссии которые нацелены на ну не только прокачку основного состава где там все убивается но и на получение новых модулей потому что с модулями у меня проблема и с персональными боевыми и апгрейдами оружия вот поэтому скорее всего 150 материала будет в первую очередь кинуто именно вот в этот апгрейд офицеры уже в достатке в центре военных технологий постепенно ключевым товарищем ну во первых лечим усиленно при помощи ученого и ключевым дополнительные обилки изучаем в общем то это все планы на предстоящие на ближайшее будущее это полная конспирация в базовом регионе учитывая сил адвента 6 все ушли в подполье никого там не осталось ок здесь продолжаем активно фармить миссии пока сил адвента 3 ученые и разведданные 7 человек работают здесь получаем баблом есть еще найдите и уничтожьте региональный центр управления может быть разведданные нам принесут эту миссию но пока что ладно поехали а вот миссия незначительная персонал сопротивления хорошо спасите сторонников сводите пленных это уже начать операцию незначительная важная миссия не полный кто на нее идет может быть стоит с незначительность спустить пониже за тридцаточку потому что разведданных мне и так хватает а сторонники сопротивления здесь мега важны проникновение давай так минимальный хорошо поехали привет привет всем да это там четыре лемминга это очень важная миссия потому что 74 как бы сразу эффективность подрастет плане разведданных кошка вроде действий не тратила возможно да здесь у нас вижу пекаре не фанду справа человек не узнаю алиссориус все алиссориус стримфест кстати анонсирован адульфа пригласили здорово там и дэн будет и ой кого-то там только не будет хорошее мероприятие будет но через через там три месяца кажется нас пятеро как мы видим это не основной состав ни в коем случае и деньги я не успел собрать соответственно дополнительно лут получить не могу да я бы и не стал на самом деле с такой тимой это не основной состав у них уже оружие хуже броня это лемминги да это лемминги и их задача в первую очередь добраться до точки эвакуации а пекарь который слева находится и постоянно курит будет учитывая то что маневренный ниндзя у него хорошие обилки будет пытаться спасти сторонников сопротивления задача остальных повторюсь в первую очередь прийти к точке эвакуации потому что за успешное выполнение миссии дают значительно больше опыта и это безопаснее поехали так вижу бэску еще кстати эти товарищи во многом проходили обучение в центре военных технологий 1 2 как неудачно они стоят 56 5 человек 5 человек сторонников сопротивления почти максимум будет в регионе если спасем их черт ладно внимательно значит михаил лисецкого обилка какая во первых он кидает гранату на пол хода и у него две светошумовые вообще светошума здесь очень много у марии шишины тоже 22 светошума специалист а и у нее еще есть один на один обилка очень классный так это собственно пекарь с призраком мантич с маневренностью офицер защиты от критов и повышенным рейнджом на гранатке да без кашкода стандартных эвик базовые базовые все так ну смотрим что по карте 12 ходов здесь у нас угол врагов 69 бежать достаточно далеко я вот не помню внешний вид может быть потом будем сейчас по пакам ориентироваться кто там кто где как и почему не сразу предлагают на крышу забраться потому что так мы срежем хотя нет может быть и на правую тим а точки эвакуации как проще к ним пройти она также за зданием очень наверное нужно вправо уходить сейчас как можно дальше поехали раз врагов пока не видим вижу вышку это потенциальный взлом но мало вероятно что он что надо его делать в общем стараться при прикрывать потенциальные фланги чтобы чтобы не означая вылетевшие дроид какой-нибудь не согрел нас всех прям по курсу вот такой вот может спалить так это уже осложняет продвижение дальнейшем я могу конечно его выключить но тут еще и вышка протокол блокировки еще не работает на самом деле учитывая наличие ниндзи можно и политься сейчас нежелательно но возможно дело в том что я даже и вышку не обхожу нормально понимаете допустим допустим я его отключаю на ход на 2 как-то пытаюсь обойти в этот ход вышку не видимо надо его вырубать просто сейчас нежелательно на новом чёрт возьми или еще не поздно свернуть но мне флангануть может так что мне в любом случае надо либо выключать только беска надо сначала подойти поближе хотя бы на половинку так дальше так протокол блокировки 70 процентов а если протокол нападения как у тебя там 45 до то есть можем ваншотнуть его не но если выключим мы просто можем чуть дальше пройти так а если вышка что вышка нам дает небольшой кэш данных и персональный боевой модуль можно вышку ломануть тревогу на карте это не такое да не такое событие жесткое короче тогда мы начинаем с него нет проблемы его убить на самом деле но нет проблемы его убить вообще никакой вопрос то мы выключаем мы его или да давай пробуем блокировать 70 процентов час какая разница нет надо его надо его протокол нападение протокол нападение завершит ход да так а может тогда мы сначала вышку сломаем все равно палимся но он может успеть выстрелить тогда ультра уровень вот то надо будет брать один к трем пытаться ладно давай тогда на следующий ход вышку будем ломать это же не критично правильно протокол нападение короче говоря может ваншот ним тут 50 на 50 4 или 5 урона ты мимо брони нанесешь вопрос 5 все минус но мы раскрываем свою позицию кроме ниндзя естественно а ниндзя я хочу проверить если там дальше паки как двигаться дальше и лучше вот так покажет особенно важно его не сдавать пока тут проходим тут подходим тут овер пусть уже тут на фул я думаю можем ну с богом слушаем так никого то есть сейчас мы можем ломать относительно спокойно вышку только сначала опять же пекарем проходим дальше это чтобы понять где там еще враги могут быть пока никого хорошо вижу только нескольких мирных подходим а вы марии желательно чтобы конечно был кавер но времени маловато учитывая то что там может быть еще народ тревога на карте интересно не по тревоге бегут сюда или нет разве данным не особо не нужны вот если ультра уровень выпадет а он не выпадет не дотянули но все равно тихо уровень понемножку будет повышаться так пекре по-прежнему невидимый да и вот так чуть поближе что было справа прям по курсу еще один летит а тревога сатки на карте на вот так вот работает они все идут еще один дроид протокол блокировки у меня есть его спокойно положу еще верну я его точно не пробью то есть как бы по нему главное чтобы он не фланганул они попал ни фига себе один хит а и это провал все теперь у нас не будет невидимого ниндзим увы это вот упыря мы заберем в этом нет проблемы продвигаемся вперед это второй то есть 6 9 до 6 9 это это просто это не основные естественно паким сколько мне бежать еще ой дофига плюс эвакуация но я за счет развед данных могу накинуть себе еще времени немного да так бэскан давай 66 один готов лут подбираем привет колпикс всем привет сори что я уже начатик но надо почаще заглядывать два кила ниндзя пусть качаются так в том то и дело что участвует лучше ниндзя не подходить к сожалению ну что во первых если они идут на меня еще один о змея змея дроид еще кто-то третий был кажется обычный так это под миндзом здесь овервотч попадаем попадаем ребят есть единичка по дроиду еще овервотч хорошо хорошо что не пошел дальше еще единичка слабенько ну ладно так это уже 5 это уже в общей сложности 5 почему можем флангануть но мне не нужно фланговать мне нужно змею убивать просто ладно побежали ладно побежали ну и 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 у и Видим троих, можно сделать один на один 68, 24, 14 Это ерунда, конечно же Можно протоколом блокировочки Можно два раза по дрону стрельнуть Меня змея беспокоит рядом со штурмашем По идее, надо ее посопрессить Вопрос откуда? Отсюда я увижу, да, это ее уже Давай Причем АОЕ сапресс, скорее всего Нет Давай обычную Надо бы ее еще светошумом Или приказ дадим еще разок Приказ лидерам дать Он видит Виньямин и может его спасти Тут предлагаю шестерочкой А, я могу даже вот так вот достать по двоим А давай, отлично И броню снимем, и дэмэдж нанесем Хэвик более полезные действия не может сделать Плюс еще товарищ справа О, разбрейн, привет Держал ваш канал на сумме 100 рублей и сообщает Миша Да Один От пейпла отказались Да Два Оплатил в банк авангард 100 рублей Деньги списались Но сайт выдал что-то пошло не так Это, конечно, провал Локин, можешь маякнуть Потому что через авангард платежи Вроде как проходят Мы их проверяли И много, много приходит Все хорошо Но то, что он вернул ошибку Это не очень хорошо Так Да, попали по змее Чисто в теории можем пробить спокойно змею Почему у меня курсор опять уходит? Как будто настройки сбросились Мне кажется Так, пауза при найме опять сбросилась Игра Динамическая камера Автосохранение Включить ускоренный Сейчас, сейчас, сейчас Может интерфейс? Нет, скорее видео Режим полный экран Почему полный экран? Без границ окна Вот Сохранить, выйти Без границ окна Так должно быть лучше И еще, чтобы курсор не выходил Национальность Снохранение Курсор в границах экрана Вот еще что нужно сделать Так, платеж физически проходит Ясно, да, скорее всего так оно и есть В общем Мне нужно еще Накрыть, скорее всего Вот этого Светошумом Погоди, он менее опасный, чем змея Даем ли мы доп-ход? Даем точно доп-ход Вопрос только для Ой, это вмешательство Вопрос для каких целей Свалить или попытаться добить? Попробуем 88 Теперь точность Но это выпад, понимаете Это выпад 5-7 А тут 3-5 Потому что вообще Из-за Крым Подчеркивание Браин поддержал Ваш канал На сумму Сторожно И сразу Отказались Миша Отпей Отказались Да, отказались Да что ж ты такое Делаешь Со мной Я думаю По такому помощи Надо вывязать На нашего пекаря Урон 5-7 Наносит 3 Ну царапины Зацарапины Крайне опасный момент Давай на овере На овере Ну блин Ну да Там 25% Мимо 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 64 Промахнусь Хорошо Беги Бей Рану Прикольно Вот это опасен Полу кавер Не попал Ну у меня там 35 Хорошо Так это 5 человек 5 человек Суммарно Получается Да ну времени Маловато Но опять же Повторюсь Мы можем Мы можем Мы можем Ты ориентировочно Бежишь Этого режешь Как же Давай поехал Раз Два Три Четыре Пять А вот еще Пак 6 7 8 Офицер Инженер И пулеметчик Тут нужен Светошум Тут нужно Фланговать Слушай А может быть Тогда мы Попробуем Как раз Один на один Пострелять Да Но ты Не добегаешь До нужного места Так Думай Думай Тут Ерунда Тут далеко Тоже Ерунда Чего я побежал Вперед А на него Слишком много флангов Я уже не накину ход Каждый спектр попадет У нас Либо я командую Сейчас Бегом А смогу ли Что-нибудь На ход Сделать Типа Святошума До этой Смогу Но в этом Смысла Особого И нет Бо 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 А бегом Будет действовать На кого До сапа Мы не достаем Только до Хевика И до пулемет ручь подчеркивание браин поддержал ваш канал на сумму 100 рублей сообща еще страшно лишь побоюсь я только на пейпл смотри хорошо на авангард не смогу окей ничего страшного повторюсь потом выяснили ладно здесь на самом деле может быть и мне да надо бегом делать в любом случае делать на бегом дальше смотреть вот я добегаю зав до full cover и это уже хорошо сюда хэриком раз пулеметчик не двигается равно ему нужно сокращать дистанцию это фланг сверху ни черта да надо сопрессить сопрессить офицера ауе доставать второго сопрессить я могу только вот отсюда вот ладно давай так а мне не хватит патронов для сопресса только для точечного сопресс хватает дыма нет давление естественно на офицера давай у меня пекарь будет умирать скорее всего нет без к в принципе можно по бомбить протокол нападением есть один на один может сработать из подходим сюда из пистолета стреляем фланг убиваем этого да давай оценим вероятность поехали 1 на 1 мне кажется зайдет 14 урон и 75 поэтому плюс мы его флангуем он может отступить ладно давай 1 3 отлично вас мимо рис попали на троечку хорошая белочка тоже центр военных технологий и его лап проблема в следующем я должен скорее всего провоцировать сейчас еще открывать второй фланг типа подходить куда-то хэвиком либо хэвиком все-таки стрельну так чтобы была больше вероятность мне убить офицера с 1 до но пекарь все равно терпит сожалению но это последний то есть может быть плюс один всего лишь но плюс подкрепа но на двоечку я надеюсь что попадет под этим если она подходить непонятно тоже только куда какой не мобильный жуть надо пушку заменить мантич ладно давай вот так вот агрессивно фланг но на фланг сейчас больше у пекаря вопрос к флангу пинш стреляет попадает мимо 49 а они косые же инженер по этот со штрафом бьет со штрафом мимо 39 и последний последний пулеметчик подходит близко у него штраф штраф должен быть да и он стреляет по пулеметчику моему попадает ладно броня царапина хорошо сапресс сняли очень хорошо очень плохо они сыграли на самом деле бонус к уклонению утрачен а точно у него же обилка еще можно его подставлять спокойно у него плюс сто или сколько-то там миллион к уклонению так все сейчас агрессивно агрессивно заходим флангуем кого ты флангуешь ты дальнего флангуешь в частности ты не видишь дальнего вот так ты видишь дальнего подходишь так раз ты режешь кого-то из них пока непонятно кого ты скорее всего кидаешь светошум или обычную гранату но обычную гренку кидаешь либо на офицера либо на того может бэска все-таки закинет по этим двоим да давай так сначала так тут у нас либо перезарядка и сапресс либо подходить и кидать тоже светошум например вероятность 71 но мы его не убьем это раз мне кажется нужно вот этого во первых на лут для начала нет до лута ты успеешь по кому-то можешь пострелять еще по любому из подходи так бэска закидывает ориентировочно вот так пофиг на то что может упасть лут это не столь принципиально мне главное сейчас до эвакуации бежать и мирных попутно вызволять так 1 2 и очень хорошо ладно протоколом нападения гарантированно убиваем одного из этих либо флангуем бьем того в принципе можно добежать до дальнего и его убить с вероятностью не очень хороший где-то 1 в 3 без учета этого нет подожди так здесь 23 светошум докидываешь до двоих нет ладно так пулеметчик ранен уже думаю надо подходить просто кидать гренки да ну тут вопрос тут вопрос шаг тени быстро из представителя который активирует мастерство сочи если уничтожает нет протокол нападения возможно либо фланг протокол нападения любого из этих убивает правильно гарантированное двоечкам ты гарантированно этого или этого убиваешь но можешь попытаться один к трем и бить дальним тут тут не очень все хорошо я не закрываю двоих то есть наверное надо уничтожать 1 вот так второго гарантированно добивать протоколом а к инженеру вплотную бежать тем 1-3 ну давай так понимаю что лут уничтожаю сейчас но не хочется рисковать до добычи уничтожен 1 что-то подвисло далее ориентировочно точно вот так 2 2 к 3 что убьют даже чуть больше конечно 2 к 3 ты еще тарапину не не алло не учен тут по любому протокол нападения нужен офицера убивать пекаря опять подставил честное слово не специально друзья все остается инженер жив здоров но я думаю у хэвика еще кавера нет он отступает флангует и по хэвику была ошибка не надо было походить так близко без кавера чтобы и подкреплением не все н верно и здесь эвакуация чёрзных дим Мне в три хода надо убегать. А птички нет, потому что. Чего я птичку не взял? Или бросать лисориусом обученного в инженерке в центре в инженерке. Но здесь точно так. Надо эвакуировать своего человека. Ходы накинуть, если что можем. Но в три хода убегу ли я? Нет, я не убегу от три хода. Здесь мне нужно бросать лисориусом. Пулеметчик с великолепной точностью. Пулеметчик с великолепной точностью. Пулеметчик с великолепной точностью. Две минутки перерыв друзья. Думаем. Повем 20-atur gak того пока. Пулеметчик с великолепной точностью. Пулеметчик с великолепной точностью. Пулеметчик с великолепной точностью. Продолжение следует... 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 так сейчас кончик продолжаем попробуем надеюсь что там не будет сейчас снова бага с этой лестнице чертовой нет он есть он к сожалению есть и этот застрял этот просто не может никуда сдвинуться в раковине застрял помета это боец новобранец мне не хватает сложности в этой игре чтобы еще с багами блин разбираться с этими там было сообщение товарища о том что можно т.п. шить до консоли сдвинуть его можно надо только найти как это делать было не в комментах кажется это было на почте а у кого то есть информация о том как сдвинуть там можно открыть консольку кажется ли запустить с консолью и какой-то командой вся игра бага на самом деле нет но концентрация именно в этой миссии какая-то ужасающая до этого это было достаточно большое количество не помню помню по-прежнему не уходит не выходит это солдат выхожу из игры сейчас посмотрю на почте кажется кто-то мне описывал эту инфу или в личном сообщении это было в личном сообщении наверное о сша шишишиши шишиши шиши п нет не в личных так в консоли allow консоль это наверное в стиме нужно прописывать свойства запуском получается дэн параметры запуска свойства набираем установить параметры запуска да это сделал запускай игру и дальше и дальше телепорта курс а почему-то или телепорта коз курс наверно все-таки куда этом сейчас запустим посмотрим консоль к появилась не появилась так он . есть давайте загрузим конечно будет ввести команду тыкнуть на него потом тыкнуть на место куда то есть просто выбрать и набрать и направлять мышка куда понял все спасибо большое спасибо спасибо попробуем сейчас же еще меня могут догнать на респе по-хитрому надо с эвакуироваться не забыть накинуть ходы ищем так раз телепорт тул курс где он я вообще не вижу что здесь что-то набирается в консоли очень странная консоль к я не понимаю о он перед это он да это он все сохраняемся выходим консоль не пишется что набирается класс вообще супер отладка семидесятого лэвла да я так и сделал control c control в эту к вспомнил что там еще у меня пробел скопировался в этом поэтому еще удалил невидимый пробел консоль с невидимыми команды ладно все собрались собрались потеряли пулеметчика клевого да потеряли но есть у нас второй пулеметчик есть лемминг надеюсь мы его спасем главное главное свалить сейчас с этой миссии потому что сопротивлением не нужно сторонники потому что в эти пять человек пять человек там новобранец один дай бог 2 и там 34 в реку ну в этих леммингах который сразу же практически full партизанскую деятельность возьмут на себя все загружаем загружаем смотрим уводим молимся главное там к тому же мутон подходит следующий ход я ухожу большинством из офицеров там тремя кажется я ухожу и даже не отремяю и ухожу остальная группа обходит через дом чтобы как бы ну потому что не на мутона же бежать можно было по крыше или за домом и выбрал за домом потому что там стенка вроде плотный меня там не пять взрыва этим тогда здесь уже практически мы выходим на точку эвакуации с богом помесь серёжа серёжа может быть вообще там суперменом тоже серёжа я на макс убегал надеюсь что им не хватит на действие убегает мутон но здесь светошум напрашивается во первых надо кинуть вмешательством раз два хода у пекаря есть молниеносные рефлексы сможем ли мы как-то как там нет у него молниеносных рефлексов он также не может подняться по лестнице наверх это капец конечно а тут нас уже встречает но кто он здоровенный ладно давай попробуем этих мы эвакуируем до серёжа побежал раз титан еще здесь два бойца потенциальных этот не добегая тупы чем до разрулить эту ситуацию непростую ребят эвакуация раз 2 баска тут еще бедолага лежит лемминг лучше за кавер 3 с ума с этим не факт что успеют пацаны эти по ходам успевают а по мутонам уже нет а чё бойска без ходов надо неважно бегим так мне кажется что этими нужно сидеть ждать то есть кидать светошум и кому-то здесь оставаться чтобы он не подходил ближе мария шишина кидая потому что мантича нужно спасать но и тем более ее сложнее нангануть она с двух клангов прикрытым мантич соответственно уходит за фул кавер еще один лемминг подходит ну и пекарь здесь тоже бежит все вроде последний так вот там же еще три человека не забываем и они вслед за мутоном и тут идут опасно да вот он так но это обычный можно сказать я за фул кавером здесь сижу с тридцать девять тем не менее попаданию мутон на овере опять сидит еще подкрепа на подходе так можно помехой снять овервотч это не закончить действие поехали раз мантич может подойти кинуть светошум на самом деле эвакуироваться если до кинет конечно он светошумовую до кого там не докидывает так тут уходит член сопротивления 1 тут не уходит 2 пекарь тоже не уходит на только следующий ход может мантич ему не стоит сейчас уходить а беск этого да беск успевает болеем даже с двумя ходами я сразу сюда на фул разницы нет все равно бегать ну чего мантич наверно должен в ханкерить чтобы помогать людям эвакуироваться последний ход а вы мария тоже должна уходить потихонечку овера нет нам это он будет подходить он может накинуть гренку кстати так тут будут видеть меня да хватит камера тут не видят тут не видят нигде не видит тогда вот вот сюда вот раз мирный тоже побежал по максимуму муму уходим если лисориуса я бы не дотащил естественно уходим уверен что уходим античу нет ханкер даун с богом последний ход один мертв ранения баги да нет следующий телепорт слева был кажется то ли на крыше то ли прям в тыл ёпыры сыты не я-то свалю а представьте у меня был бы еще плюс один ход здесь нужно протокол помощи делать на себя и уходить из-под сапресса это раз тут можно кого-то убить экспы ради не убьем ну что не хватит патронов только если крит будет ну ладно тебе проверим бесса не доходит из змеи бесса не качаная конечно хэрид но все равно жалко еще подкрепа на подходе какая грязь может и докинешь да мутоном святошим докинешь докидываем чтоб не было еще с окрасным темы одной клетки не хватает ну и плюс последний ход черт тут можно попробовать да какая разница святошим не святошим убей змею дойдет последний ход убей змею дойдет такой вообще а дальше ты что с остальными еще даже если у тебя плюс один ход дальше ты что с остальными будешь делать убей змею там за фулл кавером убей змею все бесс поставляем убегаю чтобы можно было ее спасти потом все шесть спасли еще телепорт охренеть они прилетают по семь человек разведданные очень нужны хотя нет 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 разведданные тут не помогают надеюсь что беска выживет пусть этот специалист будет доступен с апрес хорошо блин беску жалко она добегала по клеткам понимаете добегала по клеткам но телепорт пака неудачное местоположение и до свидания но вообще я сам виноват ей нужно было давать не пулемет а пистолет пулемет она уже тогда страдала по маневренности видите у нее плюс три клеточки было это моя вина исключительно приемлемо говорят всего врагов убито 8 из 28 причем 8 это вот все кто должен был быть на этой карте остальные 20 это то что упало сверху три подкрепы три подкрепы 20 человек капец как эти миссии выполнять если подкреп до подкреп дело дошло а очень просто ты не должен был просто убивать последнего ты должен станет например последнего штурмовиком или дезориентировать пробегать мимо него потому что подкрепление как правило идут тогда когда ты разобрался с основным отрядом а если мы убит в бою в плену отлично вообще два лэвлапа а вы мария с навыком с навыком взлома 65 полевой врач все таки беру мантич под стволочком мантич хорош метки мобильный ну это лемминги и посмотрите двух двух товарищей новобранцев мы получили и четырех членов сопротивления у нас сейчас 7 регионов будет 11 это почти максимум и надо внимательным образом посмотреть на этих двух новобранцев и понять что я от них хочу мобильность средняя точность выше среднего здоровье хорошо показатели у ворота средние да новобранец чем-то там уже ранен кто мне нужен так глобально глобально тебе нужен второй гранатометчик за место убитой бески и сережа наверное будет бомбить у нас да хотя сережа это башковитый может из него специалист хороший получится специалисту мне кажется все еще два да два даже три специалиста нет специалист точно не нужен ниндзя из них хреновый то есть один из них точно будет гренадер а второй посмотрим то есть сережа у нас будет учиться партизаночки на гранатометчиком хорошо пулеметчик запасной пулеметчик тоже хорошо меткость у них подходит может быть и зайдет так всем добрый вечер у нас сложное начало знакомства до доступные ресурсы я в курсе их добываем так восстанавливается стоп 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 у нас же с конспирации надо выходить на разведданные вот что я хотел сделать надо было сразу это сделать так да 11 человек села адвента 3 ученый стоит здесь конспирации все хорошо добываем ресурсы и может быть стоит посмотреть действительно кто у нас на черном рынке есть материалов 178 я бы в партизанке купил дополнительные лут чтобы следующий так расширенный магазин лазерная винтовка лазерное копье расширенный магазин лазерная винтовка лазерное копье это все мне нужно самому расширенный магазин на единичку я продам бобла ради инопланетные сплавы нет ядро и лерия модифицированный глушитель нет все это все это нужно так а что по покупке кто у нас тут дмитрий михайлов пулеметчик и разрушитель разрушитель точно нет дмитрий михайлов очень очень дорогой 59 но он сержант конечно так а может быть мы какой-то модуль возьмем это крит это магаз стабилизация взлом персональные боевые взлом можно дать на пятнашечку и пока не стоит до следующей миссии давайте доживем посмотрим кто нам там будет нужен основы исследований хорошо ориентировочно я все таки в партизанке буду исследовать сейчас миссии как будет валиться будь здоров оп останавливаемся решился ли процедуру скорее приход подкреплений ой грязь ой грязь ой грязь ой грязь ой грязь так а если сергей родионов ой если там титан уже подлечился вдруг он подлечился четыре дня могло уже пройти могло ну что же нужно обучать на пулеметчиком разрушитель специалист да на пулеметчик пулеметчик только один стан будет пулеметчик у него хп хорошо все у него с хп пулеметчик можно кстати офицера одного но не снайпера лучше мантич конечно защита от взрывов и в центре военных у меня уже идет обучение да окей ну думай что делать дальше от миссии сейчас будем отталкиваться а вот и миссия итак небольшая четыре дня уничтожить ретранслятор помешайте освобождение помешайте действием адвента помешайте действием адвента ну ретранслятор в соло уничтожать это вообще такое надо игнорить эту миссию к сожалению а вот и миссия операция без помех защитите подключение защитите агентов незначительные вот сюда все силы бросаем на мега важные миссии восемь человек итак феликс обязательно все топовые рейнджеры специалистов и мария пулеметчик аспирант снайпер адвокат кто у нас хорош гранатометчик одного надо брать и выбор то хорошее на самом деле надо просто посмотреть кто обучался хорошее икорь хорош конечно одинокий волк призрак холли нет трусыпой кажется обучался спец такой да закрепление у него есть узлом 55 его тоже хорошо бы покачать меткость отлично Операция без помех Так, думай Думай, думай, думай Понятно, что сейчас мы начнем их экипировать Должным образом оружие будем давать А спецу, естественно, нужно взять В первую очередь А, у нее, она же по дыму еще спец, да? Она же по дыму спец Да, то есть ей нужно вместо Вместо керамической пластины Дать медикит, учитывая то, что она саппорт Сделать еще броню На броню сейчас будем тратиться еще Жесть Ладно, давай, посмотрим, что у нас там Броня Можем, да? Сплава единичка, раз И здесь, может быть, в партизаночке Как раз ради лута Но я не уверен, что из них вообще лут выпадает В этом типе миссии Возможно, что не выпадает Так, две лазерные винтовки Лазерная пушка для хэвика Копье снайпер Дырокон Для кого-нибудь, кто... А, для штурмовика У нас дробаш Ага, то есть у нас всего лишь Пять пушек лазерных Пять пушек То есть надо еще по-хорошему пушку Хотя бы одну сделать Спецу одеваем обязательно Почему ты не взял? Купать Я же сделал вроде, а нет Так, давай, снять предметы Снять броню Изъять все оружие Произвести Сколько у тебя бронек? Пять штук Хорошо Смотри где Раз, два Больше не вижу Три Сразу давай тебе пушечку возьмем Лазерную винтовку с чем? Точность очень хорошая Расширенный магазин Лазерный прицел Модифицирован на авторизаряжении Может быть Не факт Но ок Помеха Протокол нападения взлом Ты не так часто будешь на Увере стоять Так, давай-ка снимем тогда модификаторы Пока что Миссия мега важная Потому что это атака на Атака на Модли же еще мне нет Так, здесь ставим лазерную пушку Расширенный магазин Элитная настройка спуска Глушитель Это очень хорошо Броня есть Светошум Аспирант У тебя что по навыкам? Овервотч Самое главное тебе Очень хорошая точность на Увере Благодаря ловушке Благодаря Настройке спуска И Ты офицер Да? А Господствующая высота Персональные модули Мобильность Нет Не нужна тебе мобильность Нэксперта Рейнджер Так, давай лучше с А, у меня штурмовика нет Надо штурмовика Вместо кого? Вместо второго специалиста Либо вместо второго ниндзя Гранатометчик точно остается В таком же видим Да Давай лучше снайпера тогда Снайпер точно остается тоже Ориентировочно без пушки Лазерное копье даем Приклад устойчивой Расширенной позиции Ок Мобильность никакая Ну, что ж поделать Пробиваем броню Навыки какие у тебя еще разок? Высота Смерть с небес Общий вид Меткость Модуль Мне интересует Этим Вообще нужно Пробежаться по Так, закрепление Тарусипой нет Один на один Выдали пистолет Кроу на следующей миссии Закрепление тоже не нужно Спирант Господствующая высота Феликс пустой Мантич Гренки Все остальные все, да? Хорошо, ладно Тогда без привязки Действуем К навыкам У снайпера Пробивание брони Хорошая пушка На нем мы Ставим пока Галочку Успокоились Нужен ли мне специалист второй? Нет Мне скорее нужен рейнджер Потому что, во-первых, у меня есть лазерная Да, штурмовик Точнее, да Штурмовик Штурмовик у меня всего один Но он важен Есть для него Дробаш, во-первых Лучевой веер Лазерный прицел Расширенный магазин Кевларочка Обязательно брони Хищника Что у Берса По навыкам Молниеносный Лицом к лицу То есть Бронька Дополнительная Жилет из нано-волокна И Еще один жилет Обычный Даем Наверное Ему Пусть света шума останется Хорошо Берс готов Мобильный Бронированный Ок Улучшение оружия Третье может подставить Настройка спуска Нет Ответ Модифицированный глушитель Проникновение Значительно снижает Это сейчас не нужно вообще Автозаряжение Автозаряжение Кому же мне нужно было автозаряжение Хэвику Хэвику нужно поставить Автозаряжение Пулеметчику Аспиранту Вместо чего Магазин Не так Настройка Топич Глушитель не нужен Автозаряжение Две штучки Добрый вечер Алан дер Гор Персональный боевой Персональный боевой Только на мобильность Надо давать Скорее штурмовику Или ниндзе Феликсу дам Персональный боевой А у него уже есть Воля к жизни Это Тогда штурмашу Берсу Пекарю не буду давать Модуль А тут уже есть Подвижность Неужели Да Пекарю даем Персональный боевой Модуль на мобильность Ему же попробуем Дать Чуть более удачную Пушку Нет Не будем Мы ему давать Чуть более важную Пушку Ему можно Бронику сделать Тоже еще одну Давай еще одну Бронику Всем не хватает Увы Все Нет Инопланетных Сплавов Ааааа Ты делал жилет Из нано-волокна Красавчик Сделал я жилет Из нано-волокна Слушай, ну давай тогда Всем жилет Из нано-волокна Раздел Но мне не хватало Сплавов на другое На самом деле Так что Ничего не сделать Так Хэвик Удаем Тоже пистолет-пулемет Для мобильности Три гранаты Нано Да Ооо Да Оставляем так Да Да Рейнджи Удаем Лазерную винтовку Накидываем На нее Модули Ответочка Да Прицел Обычный И Наверное Расширенный Магазин Так Лазерная 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 Этим Лазерная Не нужно Лазерная Этим Лазерная Не нужно Незначительно Активная 10-12 Человек Плюс у нас Сопротивление Там Да Сейчас Вопрос следующий Выпадает ли на Подобного рода Миссии Я к знатокам Обращаюсь Друзья На Выпадает ли Лут На этих Миссиях Зачитите Подключение Ну там где Наши Да не Выпадает Выпадает Причем в большом количестве То есть Надо валить В партизанку И делать Грейт Топоры Потерял Я топоры Не потерял Просто топоры Я сейвил Чтобы не потерять Как раз Да Охотниче Топоры Феликсу Конечно же Ставим Верно Так И Создаем Отряд Нет Блин Я с отрядом И так и не разобрался Короче Запомнили Кто полетел У нас Да Проще Кстати Проще Посмотреть Кто не летит Брюс Холли Брюс И Холли Не летят Окей Все остальные Летят ХЗ Говорят Да Эксперты Не знают Грейт Только на миссии С ограничением Это без ограничений Да Везде Выпадает Сейчас прочитаем Внимательное Описание Партизан Каждый раз Когда противника Ранят Трофеи С ограничением По времени Речь не идет Не о миссиях С ограничением По времени А то что Трофеи С ограничением По времени Так что Берем С тервятника И полетели Важная миссия В регионе Где мы Собственно Проявляем Активность Карательная И будут Повстанцев Резать Очищаем И набираем Феликс Лебопытно Какого плана Будет Эта миссия Скриптовая По ходам С телепортами Или на очистку Территории Сейчас увидим Стервятник Имба Конечно Дополнительный предмет При каждом луте Это прям Очень хорошо То есть Это практически В два раза Увеличивает Количество Защитите Агентов Сопротивления Защитите Подключение А Две группы Такое уже у нас было Такая миссия у нас была То есть Одна группа Находится Собственно С ученым И Одиннадцать человек Стоит у ретранслятора Ну Подключение Защищает А вторая группа Это наш Собственно Отряд боевой Который должен Прорваться Но общая задача Просто всех уничтожить На карте На карте Десять-двенадцать человек Если не значительное То есть Все должно быть Пу-ту-ту Хорошо В прошлый раз Правда Я неудачно Сагрил В Леммингами Посмотрим Что здесь Нужно двух нинь Спускать на разведку Да Наши операции По сбору разведданных Не остались без внимания Сопротивление Создало станцию прослушки На территории врага И смогло бы Получить ценную информацию От действия Их нечать Подключение Обнаружено И для нюча Сила Адвент Остановите Пока данные не уничтожены Хорошо Вот они Наши члены сопротивления Почему-то их там мало Всего три человека Здесь двое нинь Которые должны В первую очередь идти Потому что враги Уже есть На карте Уже есть Инфа соточка Так что чем дальше Я пройду Тем лучше Только не торопись Михаил Только не торопись А вот первый пак Ой обычный Ой хорошо Так Теперь Обнаружить бы Второй пак Здесь народу Почему-то мало У нас Очень мало народу Так Второй ниндзя Идет у нас сюда Для тех же самых целей Чтобы посмотреть Нет ли рядом Еще одного пака Чтобы никого не спулить Нету пака Поблизости По крайней мере Это очень хорошо То есть Моя задача Сейчас Инициировать Бой с этими упырями В принципе Это не очень сложно Единственное что Они стоят там так неудачно Что сложно сказать Видят они меня Или не видят Видите как Нет Не видят они меня Сверху они мне Вроде бы Не видят Так видят Так видят Так не видят То есть Предлагаем Хэвик Сюда Этим вообще лучше Не двигаться В некоторое время Мария Шишина Я спускаться Пока нельзя Надо принять Этот пак На овере Может даже Инициировать Прямо в первый ход Так Так Ну тут точно Овер Рвоч Тут Хэвик Наверное Вот так Так А докинули Я Гренку У меня могут Флангануть Кстати Этого Прям Не докину я Гренку Это первый момент Скорее Все Не докину Так Давай сюда Это просто Еще чуть Более Дальняя Разведочка Надо было Только раньше Сделать Так Тут Овер Вочи И какая-то Инициация Нам нужна Никак Не докидываю Но возможно Просто мы Ограничений По ходам Нет Я подбегу Этим Сюда Ниндзи Так Хорошо В прошлый раз Я помню Разбегался И таким образом Спулил Пак Это было Просто ужасно С одной стороны Не хочется Тут везде Окна Везде Могут быть Враги С дробошами Три дробоша Так Сделаем Может Протоколом Нападения Сагрим Страш Адвента Протокол Нападения Не 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 Давай А вот Они И проявились Бутон Берсерк Попадания 75 Но далековато И здесь Пак На овервотч Офицер 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 Три Царапина Хорошо Блин Нас флангует Сразу же Четыре человека Помним Десять Двенадцать Там четыре Тут четыре Там два На овере Ловим Падающего Офицера Но Промахиваемся 25 Тут Снова Промах 50-50 Еще Пытаемся Попасть Снайперы Нет Не снайпер Пятерочка Еще овер Овер Давайте ребята Работаем Ну Мимо Ну твою Жди Драбаш Конечно же Маши 24 Не дай бог А эти тоже Согрелись Ну класс Овер Все Все Очень плохо А точно Согрелись А нет Те не Согрелись Те не Согрелись Они Меня Не видят Хорошо Смотри Что Здесь Раз Инженер Два Офицер Третий Наверху Снайпер Видит Только Одного Желательно Желательно Снимать Молниенос Снимать Берс Так Они Как там Меня Вообще Нет Они не Видят Они Только Вот Здесь Меня Начинают Видеть То есть Ты можешь Бежать Вперед Снимать Одного Снимать Молниеносные Рефлексы Верхнего Сначала Скорее Да Ты его гарантированно Убьешь Поехали Молниеносные Работают Ой Там еще Стеночку Сняли Один Выстрел Фулл Кавер Сняли Офигеть Надо еще Посмотреть Где Четвертый Четвертого Что же Не убили Мы А вон Ооо Так Ну тут Соточка Убиваем Раз Считаем 10-12 Минус Один Доп Действия Есть Одно Можем Того Порезать Но Вероятность Его убийства Крайне Крайне Мало Но С приказом Мы его добиваем С хорошей Вероятностью 4-6 4-6 Всего лишь Маловато Будет Короче Здесь скорее всего Надо закидывать Гренку Подходить Вот таким Вот образом Уходить От левого Пака Снимать укрытие Дмитрием Филипчуком Раз Убивать Естественно Надо стараться Другими темами Или даже Машину Накрывать Ну и чтобы Машину Накрывать Нужно Убирать Ниндзю Кто еще Может кроме Ниндзи Забраться На верхнего Я же должен Его закрывать Правильно Никто По сути Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Максимум Два врага Еще есть На карте Так что Давайте Лучше Я буду Действовать Вот так Вот 4-6 Да без Вариантов С богом Тут ориентировочный Приказ Пробуем добить Если выпадет Два раза По пять Уклонений У него Вроде бы Нет Рассчитываю Я на пекаря Есть Хорошо Пять И второй раз Уже гарантированно Он убивается Приказом Это Радует А я могу Не увидеть Его Я его Не вижу Это Хуже Это Хуже Ладно Здесь Тогда взрываем Сразу Вот так С машиной Вместе Пробуем Укрытие Снимаем Ну там Единственное Успокаиваю Что там Инж Он косой И с Кремовой Пушкой Так Ни укрытие Ни машины Ни черта Не взрывается Те уходят Налево Блин Там Там уже Надо Уходить Прятаться Так А вы Мария Протокол защиты Можно Может Из пистоли Пострелять Отсюда Он Не видит Верхнего Я скорее всего Надо накрывать Светошумовой Тех товарищей Или Протокол защиты Фигарить По пекарям Эксперта Подходит Туда Светошум Кидает Потому что А что еще Давай полу кавер По крайней мере Чтобы фланга не было 63 Вероятность Неплохая Кстати По тому Стрельнуть Плюс Дополнительно Можно еще Юзнуть Так Что Ты Можешь Сделать Во-первых Можно было Сделать Получай Нужно Подсопресить Снайпер Быть Тоже Поставить Так Чтобы Да Но Мне кажется Лучше Его на овер Оставить Как раз Любое Движение Приведет К тому Что Я Увижу Цель Соответственно Если Цель Двинется Я Смогу Выстрелить Так Давай Мария Шишин Сидим Пробуем Светошум Вероятность Как 58 Да Попробуем Закрываем Двоих Ок Без Гранат Без Точности Здесь Овер К сожалению Эксперта Может Выстрелить Разок По Вот Этому По крайней Мере Но Он Не Представляет Серьезной Угрозы Вот В чем Дело Может Быть Ему Тоже На Овер Встать Не Просто Добивай Пробуй 50 Плюс Вероятность Есть Хорошо Так Здесь Мы должны Типа Уходить От Ретранслятора Пофиг Пусть Его Будут Бить Но Зато Мы Будем Держаться Типа Учти Что Там Берс И Учти Что Скорее Всего Больше Врагов Нет Но Они Подходят То Есть Вам Нужно Фул Каверы Давай Так Давай Так Так И там Ханкер Нужно Врубать Сразу Всеми Так Остался У нас Ниндзя Который Мониторит Группу Следующую Он Может Ее Потихонечку Преследовать С одной Стороны Может Пока Не поздно На пол Хода Подойти Чтобы Была Возможность Следующей Да Наверное Вот так Нужно Подойти Хотя Если Эти Пойдут Фланговать Это Опасно Им Нечего Эти Фланговать Поехали Сюда Раз Так Здесь Что Мы Можем Сделать Подойти Попробовать Найти Место Откуда Можно Подсопросить Верхнего Нет Такого Места К сожалению Мы Можем Подсопросить Офицера Для пущей Надежности Да Вообще Ему Нужно Было Кидать Светошум А Протокол Защиты Ставиться На Либо Еще Приказ Отдать Берсу Приказ Не Поможет Верхнего Он Не Видит А Берсу Точно Приказ Не Поможет У Него Есть Оглушение Попробуй Ну Либо Сдробаша С такой Дистанцией Там Полуукрытие Не факт Что попадем Но Оглушение Положительная Вероятность Стрельба Еще Более Положительная Вероятность Давай Ка Берс 64 Ну Хорош Здесь Что-то Лута Правда Не падает Итак У нас Остается Один Офицер Под Светошумом Под Сопрессом Остальные Обо мне Пока Ничего Не знают Но Еще Есть Огромный Мутон С Солдатом И Пак С четырех Солдат Которые Движутся В сторону Передатчика Вот он Мутон О Он Своего Убил И Лут Выпал Почему Мутон Такой Псих Он Реально Уже Второй Раз Так Стоп Эти Подходят Кажется Ко мне Да С пулей Липак Все Так Кого Заметили Овервотч Но Это Снайперский Овервотч По Пуле Немножку Давай Три Ну Почему Так Мало Сейчас же еще стрелять могут Овервотч Хорошо Те только один Тут полу кавер Мало вероятно Меньше десяти А Откуда Почему А я сапресс не сделал Потому что команду дал Так Здесь во первых Есть возможность Пострелять по всем Один на один 51 43 32 Да Но перед этим Скорее всего Можно во первых Снять овервотч У Часового адвента Да Это пожалуй Самое полезное Что может сейчас Мария Шишина сделать Это раз Беги за лутом Да Надо выделить Одного лейминга Бежать за лутом На мутону Прям Пока Один на один Не будем вязать Потому что Может быть Удастся Слушайте А я здесь вообще Уже Врываться могу Да Да Но нет Можешь резать Можешь топор Кидать Фланг Причем У тебя есть Топором Ты флангуешь Ну там На овере Нет На овере Уже не сидит Снайпер Что Семьдесят четыре Хорошо Метки Не метки Пять Восемь Нет Стреляй Нормально Семьдесят пять Процентов Так Тут двойной Выстрел Можно сделать Да Шестьдесят Три Да Давай Дебют Раз Еще Минус один Следующий Выстрел Пятьдесят Восемь Продвинутый Солдат Скорее всего Да Пять Хорошо Рейнджеру Будет проще Резать Там К офицеру Скорее всего Спустится Штурм Какой-нибудь Или Ниндзя Сверху Спустится Но он Скорее всего Не Добьет Демага Может Полирнуть Как раз Офицера Для того Чтобы Но Может Машина Взорваться Не Не взорвется Машина Уже Она Вроде Не Алло Вообще Да Я хочу Чтобы Этот Ниндзя Добил Офицера Не Машина Взорвалась Упал Но Лута у него Все равно Не было Хорошо Даже лучше Ниндзя Свободен Еще один Тоби Свободен Тут добегаем До солдат До стражи Адвента Но Это фланг И мы Его Вырубаем С очень небольшой Вероятностью Но можем Уже Леммингами Кстати Помочь Мы же Тут можем Даже Во фланг Выйти С дробошами Во фланг Леммингами Можем Можем Но не попадем Скорее всего Ты можешь Его гранаткой Полирнуть Тоже Выходишь Полируешь Гранаты Почему нет Ниндзя Добивает И все Отлично Так Вроде Контроль За ситуацией У меня есть Еще Святошум Бы хорошо Леммингом Сюда кинуть Так Здесь 2-5 Снимаем Для того Чтобы Проще Было Убить Ниндзей Это Раз 5 хитов Отлично Гарантированно Убьем Следующий Лемминг Который Поближе Скорее всего Попробует Подойти И кинуть Святошум Отсюда У него Получится Это сделать У него Больше всего Даль не беспокоит Потому что Он Да Вот так Двоих Ну На всякий случай Добром А что ж Такое Сейчас 2 минутки Пауза Друзья Извините Мама Звонит Пауза Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще к тому же... Виньямин Пикадуач летит сюда... Желательно не подставляться под фланг... То есть идет он вот так... Минусуем раз... Ну максим до кого добегаем... Потом второй ниндзя тоже проявляется, скорее всего... Так, где же лут, друзья? Где лут? А, приказов же больше нет. Так, тут штурмовиком. Я, наверное, штурмовиком пойду на будущее обходить, если тот товарищ. Ну и под мутон уже. Что снайпер-то вообще? Снайпер уже отстрелялся, да? Здесь 53. Протокол не нужен. Выстрелы тоже по одному, получается, я не использовал. 70% можем вообще добить этого. То есть, скорее всего, обхожу... Подхожу вот так вот и кидаю топор и, возможно, добегаю до того. Да? Да, давай так. То есть, два действия у нас будет. Надеюсь, я добегу. Да, добегаю к лету, тютелька к тютельку. То есть, кидаем топор в дальнего еще. Нак! И бежим его добивать. 93% поехали. Надо было справа встать на случай, если кавер или какой-то еще дополнительный пак. Разбираемся уверенно. Остается... Остается... Таковым ареем. Такого нападения не добьет. Вот я на 70 ориентируюсь. Давай-ка. Я ориентировался, Михаил. Это была ошибка. 53. И все, да? Стоит ли бежать за лутом? К мутону. Тут конец карты уже. Ладно, это лимминг все равно. Вон вот. Ой-ой-ой-ой-ой! А вот еще два человека из оставшихся пака. Блин, я ж только 10 человек насчитал. Твою налево. Тут 50 на 50 мы его убиваем. Надо пробовать. Давай-давай, прошу. Есть! Так. Ну там лимминг, ладно. Там лимминг. Все равно опасно, конечно. Надо сейчас всех, наверное, заводить на этот... Надо снайпера вводить на позицию. О, сейчас умирать будем. Ёшки-матрешки. Ладно, ограничения. Забей на тот лут. Берсерк уже подходит. Надо справиться с этими тремя. Подкрепление же еще. Ой, вы помните, какие здесь подкрепы прилететь могут. Так. Прошу тебя очень внимательно. Очень внимательно теперь. Я крайне сильно растянут. Но снайпер-то понятно, по берсерку работает. Тут еще ничего не попишешь. 100% общий вид, все дела. Шесть хитов. Да, снайпер, скорее всего, здесь будет продолжать находиться. Ну, подкрепы это страшно. Во-первых, ты не знаешь, куда они зайдут. Так, сначала принимаешь подкрепы, получается. Причем в этой миссии, насколько я понимаю, подкрепление не должно было быть в принципе, судя по задачам. То есть мне нужно защищать подключение сопротивления. То есть я должен был просто всех убить, и все бы закончилось. А сейчас могут быть подкрепы бесконечно, пока я не убью тех мутонов. То есть с другой стороны, отсиживаться я просто так-то не могу. Это просто грязь. Да, во-первых, надо вызвать рейнджа для эвакуации. Мало ли что, у нас будет через четыре хода. Это Firebrand. Тебэк реквеста подтверждена. Вернись. И выстраивать оборону не знаю, откуда прилетят. Это крайне сложно. Ладно, я чуть ближе подхожу. Стараюсь использовать укрытие. Тут Лемминг с Драбашом. Удачи ему. То есть сейчас нужно максимум оверов вообще-то. Кавер-то не ушел, оказывается. Разряд кавер. Хэвика бы наверх отвезти. Ну, у него, во-первых, обилки под сапресс можно будет. И вижена будет больше. Скорее всего, вот сюда вот подойду. Точность выше. Блин. Сейчас прилетит, не дай бог, подкрепа на семь человек. Это будет просто провал. Так, тебе овервотч особо не нужен. Ты как раз должен к мутонам идти. И бронюку с них снимать. Тут штурмаж. И заряд к овер. Скорее всего, вот так вот. Тут поближе надо подходить. Потому что ниндзя могут мне помочь вырубить народ. Так, а здесь лемминг у нас с Драбашом, который... Который, типа, передатчика охраняет. Кроме, я его вот так вот уведу. Делаем овер. Этого ниндзя тоже бы вернуть. Хотя бы так. То есть тут овер. Тут овер. Тут назад и овер. Блин, дай бог, чтобы подкрепа была не конская, а. Телепорт прямо сюда. Пять человек. Змея. Ванги. Ребят, стреляем. Так, по одному троечкам. Мимо. Все. Змея наверху, ракетчик наверху, двое снизу. Ох. У меня эти к передатчику идут. Будут стрелять передатчиком. Повервот, шумутон. Хорошо. Тут два Драбаша. Маловероятно, что попадут. Тут надо кайтить, короче. Надо леммингами святошимы кидать. Будут он безудержно просто летит вперед. Еще овервотч, но это чушь, а не овервотч. Ой, пара овервотча. Вот кто у нас тут. Так. Еще что-то? А, уничтожен. Бог с ним. Так, внимательнейшим образом. Внимательнейшим образом. Один на один что? Пятьдесят, сорок, двадцать. Слабо. Тут дуплет в змею ориентировочно. Да, тут точно дуплет в змею. Оверв нет, оверв нет. Побежали. Девяносто восемьдесят пять. Нет, именно дуплет. Давай, чтобы... Даже если не крит, убили бы. Дринадцать. Хорошо. Аспирант. Никого не видит, но может подойти и увидеть. Возможно, даже фланганет. Меня интересует... Ай, пустой снайп. Капец. Так, пекарь. Кого можешь? Мутон забей. Вот этих надо резать. Девяносто два, девяносто три. Девяносто три. Это этот обычный. Верхний, да? Верхний наиболее... Ну, это десять восемь. Бьешь... Не факт, что бьешь. Того ты гарантированно добьешь. Мутон не нужен, еще раз повторяю тебя. Это вот не факт, что бьешь. Так. Внимательно, внимательно, внимательно. Хэвик. Хэвик двоих не задевает. Фланги как? У тебя флангуют, да. А сам как? Сам не флангуешь. Тут, скорее всего, мы Мутона просто пытаемся с Драбаша подэмэджить. Лемминги есть. Отступать, наверное, смысла особого нет. Тем более, овервоч, куда я пойду. Можно, конечно, с Витошумом покутаться, но нет. Погоди, погоди, погоди. Не торопись, Михаил. Не торопись, прошу тебя. Во-первых, ты можешь один на один, 50%. Вот этого можешь убить. С 40% невероятностью. Это раз. Во-вторых, у тебя есть протокол нападения, который все закончит, правда. Ты можешь помеху сделать. Убрать, например, оверс этого товарища. Чем-то тебе поможет. Ты Мутон, и тебя будешь кайтить. Не факт, что тебе нужно вообще отступать оттуда. Так. Ты можешь флангануть вообще-то этого с одного хода. Лазерная винтовочка. Not bad. Или, может быть, даже раз-два-три отсюда пострелять пистолем. По трем целям. Или так, по двум. Сложно. Ладно, есть сапресс, если что. Есть берс, в конце концов. Но берс... Берс не помогает никак. Есть феликс, который добегает только до Мутона. Есть адвокат. Так, его раз это... Ладно, адвокат, скорее всего, просто перезаряжается, уходит в кавр. Или перезаряжается, и ставит голографическую метку для того, чтобы с большей вероятностью... Но в любом случае сначала перезарядка. Это раз. Далее. Выбираем цель. Гарантированно добьем. Но опаснее всего верхний. Давай начни с него. Флангует снайпа. Давай. Поехали. Ниндзи очень хороший класс. Очень хороший. Наверное, самый полезный вообще и в обычных миссиях, и в сопровождениях, и в соло-миссиях. Есть крит. Рош. Минус. То есть сейчас мы можем уже обходить саппортом, сравнительно спокойно, фланговать, пытаться убивать этого. Шишиной Марии, да? Вот здесь фланг у тебя. Ну, фланг ты можешь хэвиком его добить. Ну, давай. Что по вероятности у нее? 93. Урон вообще никакой. А если один на один? 98. 41. Нужна гренка. Нужен димага, который... Который подрихтует вот этого упыря. Или дальнего упыря, я уж не знаю. В любом случае им надо отступать. И пытаться как-то выцелить. Блин, ну было раньше это, конечно, делать. Хреново. Так, а Overwatch сработает, если я отойду сюда, например? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не сработает, да? То есть я могу... А зачем тебе этого лемминга спасать? Да нормально все будет. Отходишь, Overwatch'а нет. Стреляешь в него сейчас. 85, струбаша, раз. Два хита. Так. Можно сделать голографическое целеуказание. Не-не-не-не-не-не-нет. Все плохо вот здесь вот. Здесь вот все плохо. 61. Николай, Николай. Давай отступай и кидай флешку. Ну бас. Overwatch'а там не срабатывает. Попробуем мутоны дезориентировать. Поехали. Передатчик там хп, что мутоны с одного хода явно не снесут. Берс еще есть, но он... Он должен подходить сюда И Мутону уже на овере Наверное, следующий ход ловит Потому что издалека точность 72 А давай Чего? Так, ну здесь мне придется Скорее всего Сопресить Кого-то Может Феликс добежит? Нет, Феликс не добегает Черт возьми Я не знаю, что делать Поэтому крит 33% всего лишь То есть я ему Его не пробиваю так хорошо 4-7 урона Могу гренкой добить, но все равно флангую Чувак справа Ладно, пофиг Ну почему не крит? Устойчивая позиция на следующий ход Димага не убьет этого товарища Тут Ауэс Апресс по-второму не работает И нужно ли его вообще делать? Можно пострелять 55 Если бы сделал график Голографическое целеуказание Может быть и нормально было бы Не, надо все равно ломать вот так вот Нет, нет, нет Лучше уж дальнего убивать Дальнего, что не можешь никак Мочи его так Что он точно фланговать будет? Я же его не обхожу Этот там как-то может Под сапрессом Там промахнуться Уйти из-за того, что его флангуют А у этого нет вообще резона Куда-то уходить Короче, подавляем Надеемся на то, что мазать будет Феликс Феликс Передвижается Стеляет к мутону Или даже дымки нет Хорошая тема, кстати Да, чтоб потом к мутону не смог убить Отличная идея, Михаил Одна из лучших идей И надо быстро убивать этого мутона И следующих дву Пока следующая подкрепа не упала Эти бегут мутоны Стреляют Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Достал Нет Попал Защита Ой Крит минус 5 Второй, не дай бог Второй тоже увидит Да, это сапрессит обычно Хорошо Так, мимо Еееет Дезориентация помогла 60% И вот самая Давай, Overwatch, давай сверху Ты не промажешь 7 Ес 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 Подкрепа уничтожена Ух Это было, конечно, да Жара Так, новой подкрепы Как мы видим Нет Смотрим, снайпер Кого видит Видит всех трех Берсерк Самая Не очень цель По остальным 64 Плюс там Один на овере Да Надо бойцов Подводить, конечно Вообще Вообще Можно подойти И АОЕ Сапресс На двух мутонов Это, наверное, лучшее, что может сделать Тем более Хорошо, что я перезарядку халявную поставил Аспиранту Это прям очень круто Потому что сейчас бы он не успел бы Давай АОЕ Сапресс Он вроде второго закрывает Но как будто не закрывает Должен закрыть, конечно Нет Ну как Что это за АОЕ Он там просто на другой локе Это не баг Это просто он Он же сапрессит Он вышел Да Здесь мы леммингами, естественно Стреляем в упор Просто Добрый вечер 80% Не зли мутона Женщина Негр Вообще Берз уже С откачанным Ранганом Я думаю Надо флешку подходить Кидать Вот сюда Вот Светошум Чтобы гренок не было Потому что я буду сейчас Подходить, блин Всеми Это нужно делать Феликс может дорезать мутон И я думаю, что ему Именно нужно дать Так А что там По 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 Фланговать могут Вообще Снайпер Берза Сто процентов Снимает Но Повторюсь Наверное Не стоит Так На фул Подходим Ой-ой-ой-ой Сказал Аспирант Здесь Феликс Мастер Мастер Клинка У него Еще Должно Быть Должно 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 Его Контрат С Конечно Совет Правильно Главное Еще Подходить Таким Образом Чтобы 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 Нас Сильнее Фланговали Вообще Лимминга Можно Добить Просто Походящим Всягда Освобождающими Местами нормальных пацанов и мне просто жалко опыт если честно наверное снайпера нужно ставить не может он ставит он не будет стрелять с то есть он либо еще стреляет либо никогда не стреляет давай снайперу лампу раз добиваем берсерком он падает эффектным и может быть графическое целеуказание уже имеет смысл сделать вопрос для чего против кого ладно лимитом это же бой хэвиком нельзя подходить он тут особо ничего не делает феликсом то можно въехать в начать резать он там один далеко 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 останется здесь устойчивая позиция без глагографического целеуказания феликс может бросок сделать шум дымом вот так вот чтобы накрыть пацанов это полезное действие что он так и так добегает главное чтобы у мутонов вообще не было шансов на на пробивание пацанов вообще никакого шанса по социальным стоит ли подходить не стоит явно хэвиком так близко подходить так а вот на эксперта должен подтягиваться богом друзья осталось два зеленых мутона подкрепа сейчас вроде как не будет дезориентирован мутон один подавлен все цели которые они видят они под дымом находятся что будут делать мутоны по передатчику стреляет мощно заряжает конечно по передатчику по си мере этот вообще не стал ничего делать так и подкрепа еще нет хорошо но я предлагаю резать я предлагаю попытаться снять ковры по возможности тут ранга на глушение на первом утон и вопрос на какого наверно дальнего потому что потому что этого мы проще убиваем но ближе до него бежать ох аркадиш михаил может все таки из дробаша 90 процентов крит все таки но оглушение 80 процентов так здесь мы добегаем режем до 63 64 ок пекарь не добегает плохом вот лемминга нужно с гранаткой и снимать броню я полагаю вопрос только у кого а беги прямо так чтобы просто была цель у врагов стенку ты не снимешь скорее всего тут вопрос самый главный я пытаюсь прострелить если крит крит x2 5 10 ну допустим 7 с половиной 15 у него нет я его даже с критом не убью только если мне прокнет хороший еще урон с крита а а те прокнет урон с крита где крит 10 процентов господи 90 процентов крит твою налево и не открыта и не открыта и и и и и тут флангуем утона подставляя дополнительные цели это как бы по-любому что гранат сначала не кинул в ассесуале так запросить ты можешь ближнего и все-таки надо убивать по дальнему убегаешь ладно давай тогда светошум закидываем до этого накидываем только гринку дайте мне кинуть конечно было гранат кидать оооо сейчас там мутоны могут заразаетесь конечно ковр убрали что ли нет не убрали так ну что вениамин может дым докинешь докинешь дым не сейчас только это последнее действие будет твоим протокол нападение можно сделать двоечка дам спасет у тебя двоечку и протокол защиты вот на огонь можно было скомануть раньше на все эти темы делать так теперь по этой цели по этой цели скорее всего так вот пробиваем 9 11 поехали чем не делать с дальнему тоном и не дезориентирован ничего вот два ядра и лири но дополнительно вот запрос тоже такой мега полезный получился просто снайпер 64 ну давай родной прошу 64 можно 7 есть упал и лут модифицированный прицел а почему один только смерть с небес красавчик 16 человек одно ранение и здесь и защитили регион молодцы ребята 90 процентов крит не про ну там крит кажется есть уклонениями какая-то какие-то нюансы там кажется уклонение вытесняет крит и надо смотреть еще на на только какие характеристики врага прилетаем что по опыту то один левелап у аспиранта пулеметчика меткость 82 плюс плюс 5 особый статс бонус пометится на минимальный урон еще подрыв хорош подрыв мне очень нравится гарантированно уничтожает препятствия одно здесь тоже левелапов нет ядро и лере и модифицированный а точность при обычной стрельбе снайпер нужно сразу ждать снайпер у меня-то один нормальный я бы него не считаю улучшение оружия всего десяточка и что у нас получилось в результате в этом регионе после миссии сил адвента осталось тоже самое но просто не получили штрафа по сути да денег нет копаем только через неделю что черный рынок слетать может еще чем продавать да давай 28 баксов это вот только на пушку на одну хватит может быть мы что-то продадим такое в это спрос на в этом месяце ничего вообще никакого спроса ладно скани всем добрый вечер чатику пламенный привет хорошую миссию мы с вами тут завершили ранение главное не получили два ядра 80 материал там четыре ядра 80 материалов там не по двадцатке час о рейд за материалами сопротивление передал данной транспортной маршруте нужно нанести удар по логистике врага сколько времени 6 дней неплохо устроить налет на транспорт перехватите подкрепление опа это кажется кажется а что за активность то угрожает я даже такого не видел угрожающая активность угрожающая ребята угрожающие это сколько жесть без ограничений вроде как без ограничений если хотя может быть до 25 27 так но мы разве данные снимем конечно 27 человек капец но там лута представляете сколько мне нужны а у ешники пулеметчик дам вообще разрушитель нужно разрешить или нет а вы марию возьмут но что пистолетка потому что молодец 6 дней всего лишь капец снайпер там вряд ли будет полезен сейчас массовые глушители тщательно выбираем пацанов стараемся положиться пять человек все-таки хотя мы не уложим из минут пять так а кто у нас прям хорошо у рейнджи вообще прям хорошо двойные выстрелы ниндзя вряд ли гранатометчики тут хорошо вообще четыре человека поместилось пять человек по месяцам гранатометчики просто быстро закончится у них патроны гранаты понимаете выгони всего конечно пулеметчиком а у ес опресса вперед угрожающий 25 но это без без лимита по времени да все таки хочу я одного нельзя взять для разведочки для паков он не будет участвовать в большинстве сражений уж лучше там сразу вызываешь эвакуацию до свидания до ниндзя не нужен они сами на тебя будут лезть еще не поздно взять пункт разрушителя типа холли 6 и 6 5 человек максимум холли это не качаные вообще штурмаш только по одному нормально работает если такие товарищи не очень полезны возьми ганера на рейд я взял уже его если ты про рейнджера тяжелом тяжелом так а что мне по дополнительным обилкам закрепление протокола нападения мне нужны способности центра военных технологий брать лучших оттуда да а вы марию берем потому что один на один и потому что осветитель очень хорошие обилки точность классная она прям точно идет нет нет да феликс феликс сам себе неплох у него много здоровья хорошую мобильность он опытный с модулем может мантича взять гремучая смесь стойкость нет это не поможет тебе в массе все больше ничего нет так ребят минуты перерыв я взбегаю в одно место 25 27 человек это будет кубер миссия а Слушайте, а в этой миссии я же должен быть по умолчанию скрыт. То есть мы ниндзя точно не берем. Давайте начнем с наиболее крутых товарищей. И оборудование на них. Так, то есть это пулеметчик точно? Это специалист точно? Специалист, кажется. У специалиста светошумовая пистолет. Можно накинуть, в общем-то, апдейты на оружие хорошие. Светошумовая. Почему светошумовая у тебя... А, тут нет разницы, да? Где она будет находиться? Хорошо. Так, уберем. Всем, конечно, бронька нужна, в том числе и снайпу. Бери побольше людей. Нет, там проникновение, там же оно увеличивается еще в разы. За каждый шаг. Получение оружия, что у тебя? Ноль вообще. Модифицированный глушитель обязательно. Меткость уверовоча. Нет. Автозаряжение. Что ж ты, чего тебе там не хватало? Надо поснимать все. Дроп опять, что ли? Что там такое у нас творится-то? Или у меня? Потери кадров были, да? Sorry. Так. Специалист-пулеметчик-снайпер, да. Гранатометчик, да. Специалист под вопросом. Труси-пой. Меткость хорошая. Обилка есть. Протокол нападения. Протокол блокировки. Здоровье хорошо. Уклонения нет. Брони нет. Так, если не его, то кого? Эксперта, как рейнджера. Два выстрела. Меткость неплохая. Дебюты, агрессия, хорошая защита. Да. Берем на эксперта. Вот она команда. Вписывается. Может быть, у меня есть седьмой по месяцам. Конечно, куда-то. Снимаем все предметы с остальных. Снимаем всю броню с остальных. Одеваем, изымаем все оружие, естественно. Теперь внимательно. У всех жилеты дополнительные, правильно? Да, 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 нет. А тут нечего ставить. Да. У всех броня, правильно я понимаю? Нет, у снайпера нет брони. Брони хищника, да. И, кажется, у гранатометчика тоже нет брони. Да. Гранатометчик самый не очень, на самом деле. Так, еще пистолет-пулемет. Проникновение, может быть, снизим. Может быть, уложимся. 5.22. Ок. Теперь внимательно предметы. Оснащение. На пулемете нет апов. Ну, на второстепенном. По улучшениям. Расширенный магазин единицы фигня. Элитный топич. Две перезарядки топич. Вместо расширенного смотрим. Нет. Глушак. Глушак лучше пока дать кому-то другому. И такому требовательному к. А тут все требовательны к. Разве что специалист менее требовательный. А, у нее уже есть глушитель. Хорошо. Тогда тебе ориентировочно. Прицел. Пятерочка. Расширенный единичком. Расширенный модифицированный овервотч. Ну, давай тогда хэвику. Ладно, ставим глушитель. Специалисту пистолет купи. Так у специалиста... Уникальный же специалист. Хотя, может быть, он... Пистолет у него не уникальный. Может быть, он хуже. 1.4. Шанс крита бонусный. Меткость да. Мобильность минус. То есть меткость плюс. 1.4. Если мы... А мне могли дать пистолет же, да? Лазерный. Могли, но не дали. Так. Лазерный пистолет. Я не знаю, что... Советую взять всех. Высказать проникновение за 25 раз... Я и так буду за 25 раз вверх данных брать. Но мне против массы все равно некого брать. Дальше. Давайте купим лазерный пистолет. Проверим вообще, как он по сравнению с сыном. Мне кажется, это будет сомнительный выигрыш. 2.5. Меткость. Дама. Вильность минус. Ладно. Урон на единичку и минимальный, максимальный. Рано для того стоит. Так. Это у нас винтовка или пистолет-пулемет? Это похоже на винтовку. Лазерная винтовка. Хорошо. По улучшениям дали. Модифицированный глушитель. Ок. Пусть будет пятерка-ответка. Пусть будет автозаряжение. Бери пистолет-пулемет нафиг не нужен. Сюда ему особо не нужен пистолет-пулемет. Ну, потому что у него граната закончится, он с пистолетом-пулеметом вообще сделать ничего не может. Мне мобильность там уже особо не нужна. То есть нужно брать, допустим, даже стреломет какой-нибудь. Меткость хоть возрастет. Лучевой веер тоже не нужно. Но я не смогу на него поставить... Может, винтовочка простая? Я глушак на него не смогу поставить. Вот в чем дело. А там глушитель. Да и в принципе не смогу апы поставить. Настройка спуском. Приклад, наверное, все-таки. Так, а у снайпера устойчивая позиция 15-15 есть? На оружие. Да. Расширенный есть и модифицированный прицел. Хорошо. У всех лазерное оружие, у всех броня. Гранаты есть. Дополнительная защита у всех есть, кроме дамы. Но дама должна там. Может быть, снайперу дополнительное что-то взять? Типа пистолета как раз хранителя. Потому что у него часто будут возникать ситуации, да. Да. Он не сможет работать на ближней дистанции. Дым. Дым тоже пригодился бы, конечно. Дым единичка только есть. Пулеметчику можно дать дым. Но светошумов реально остается мало. Три штуки всего. Дым у пулеметчика не такая хорошая штука. Так. У рейнджера тоже оружие-винтовочка, да? Винтовка. Лазерная винтовка. Ответная меткость. Магазин. Адвогат. Это молодой адвокат из серии Большой секрет Александра. Это Александр. Так. 5-19. Угрожающе. Я в любом случае снижу активность. Лазерной винтовки нету, да? Ладно. Один дым. Один-один-один дым. Один дым. Ладно, поехали. С богом, ребят. 25 человек. Но снизим, снизим как-нибудь. И так как бы снизили клуб шагами до 5 дней, там 10 часов, что ли. Проникаем. Проникаем полностью. В любой момент мы можем апнуть проникновение. Сканим. А вот еще одна цель. 8 дней. Незначительное. Персонал сопротивления. Спасите повстанцев. Это ниндзя. Благо ниндзи у меня много. Я как раз никого не брал на этот. Феликсу. Или по традиции пекаря возьму. Ох, там персонал сопротивления. И новобранец. Русбрейн. Кирилл Патыркин. Нифига себе. Да минималки снизим. Может со спецом взять. Может спеца реально взять. Труси поем. Все равно будет минималка. А так мы сможем еще дверь хакануть. Да, давай так сделаем. Плюс еще уровень покачает. По гренкам. Мобильность не очень хорошая. Поэтому надо убирать гренку саппорта. Раз. Светошум меняем на дым. Естественно, никакого армора. Здесь дым Светошум. 3, 8. Можно раньше, кстати, начать эту миссию. Незначительно. На 150 началось. Всякий случай. Пекаре еще не провалил ни одной миссии. Нет. Были у него миссии провалены. Но он успевал убежать на этих миссиях. Ох, друзья. Тяжело. Легче не становится в Лонгворе, на самом деле. Учитывая то, что я продолжаю ошибки совершать. Там сила Адвент-Ис-6. Основы исследований. Новые исследования. Я, кажется, я ядро Илери только могу. Да, Илериевый реактор. А вот еще одна цель. Незначительные 9 дней. А-а-а. Привлеките внимание Адвента. События. Ответный удар. Так, а что мне по этим? По сопротивлению. Здесь 10 человек с ученым. Фармят. Здесь инж сидит, да? Здесь инж сидит. Фармим материал им. Окей. Опять привлеките. Это я мискликнул, видимо. Ну что, с новыми исследованиями у нас проблема. А-а-а. Я продолжаю разбирать их. Ничего себе у меня реакторов оказывается. То есть я могу так деньги фармить? Это мне ядро Илери. Нет, мне просто Илери дают. Зачем? Может лучше продать реально? Еще одна миссия. Восемь дней. Заметная активность. Контакты с сопротивлением плюс один. И развед данный. Что освобождает? Помешайте действиям Адвента. И нейтрализуйте цель в транспортном средстве. Восемь часов. Одного человека пускаем. Одного человека пускаем. Можно даже на самом деле Холли взять. Потому что разрушители мне не нужны. Или штурмовика Берса. Подбегаешь. БДИЧ и все. Или ниндзю Феликса. Подбегаешь. Удар. 16 мобильность. Дичь, конечно. Конечно, это рискованный, Михаил. Ну, у тебя есть... А, у тебя нет. Ты боевой у нас. Мне сюда нужно Лемминга посылать тоже. Нельзя Феликса сюда отправить. Пусть Абер учится. Абер или кто-нибудь из этих. Мне фактически нужно взорвать машину. Можно даже ниндзе дать гренку. Дать гренку. Нет, плохо. От гренки просто он не умирает. Там нужно реально машину взрывать. Двумя гранатами. Ну, или резать его. Резать. Так, давай-ка уберем. Жилет поставим тебе. Что тебе поставить? Светошум, дым. Или вообще ничего. Для мобильности исключительно. Не нужен дым. Гренка может пригодиться, на самом деле. Двое человек, две гренки разбегаться в разные стороны. Это хорошая идея, на самом деле. Заметная активность, правда. Я ее до минимальной не снижу, получается. Можно взять Аберу и Холли. То есть, Аберу мне жалко терять, а вот Холли не очень. А, там из ракеты пожарит. Удаления нет. Светошум ей не нужен. Ракеты или гранаты? Лучше для гранаты. Вот они на пару полетели. О, Абер слева. Да-да-да. Абер. Три миссии уже. Три миссии. Причем немаловажные миссии. Особенно вот на новобранцев. Мне новобранцы очень нужны. Тут два новобранца обучаются, конечно. Там еще в центре военных учатся. Мантич, насколько я вижу. Но людей всегда не хватает. Разобрали Элериевый реактор. Опять можно его разобрать. Но Элери мне в таком количестве не нужен. Я, пожалуй, лучше Элериевый реактор буду продавать за 20 баксов. Да, или можно было Бонневуру на ту миссию отправить. Бонневура, снайпер с гранатой. Так, поми у нас гранатометчик. Бом-бом-бом-бом-бом. Новобранцев больше нет. Сейчас посмотрим на всякий случай. Вдруг в рекрутах определился, объявился кто. Я вербовку нулевая. Но я не ищу рекрутов, в общем-то. Соответственно, в бойцах новобранцев нет. Ну, есть обучающийся один. А поми у нас гранатометчик. Его бы хорошо тоже в какую-нибудь миссию взять. Сканим. Продуманное обучение. Тактическое читье. Кроу. Защита за каждого видимого врага. Это нужно сейчас в центре военных технологий, но очень внимательно посмотреть, кто там вообще у нас с толковыми способностями. Феликс вряд ли пойдет на миссию, потому что он из основного отряда, поэтому я лучше... нет. 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 До сих пор ничего нет. Кроу. Специалист готовится. Большой бум. Граната, ракета, критический скорострел. Нет. Берс перспективный штурмовик может быть... Одинокий волк, конечно же. Для штурмовика. Это круто. Четыре дня тем более. Очень хорошая обилка. И защита, и меткость. Этот одинаково полезный, что для нинд, что для штурмовиков. Обилочка. Так, мантич, обстрел. Это в офицерочке он учится, и кажется, он может еще на левел подняться выше. Мантич хорош. Мантич хорош. Не, не может. А других я не хочу делать офицерами. Хватит. Вообще реакторы нужны. Девайсы в зоне испытания, ты их так ломаешь. Да, я понимаю, но в зоне испытания у меня нет денег на это. Нет, ничего нет. Что у нас произошло? Может, новобранцы нашли где-нибудь? Нет. Почему пауза? А, может, 101% тут. Это что за месяц еще разок? Незначительно. Вот здесь вот можно до конца не ждать. До минималки доводим. Еще сутки ждем. Тут соточка. Но там нужно снижать до максимума. Незначительная. О, расчистили материалы. Два инжа ждут. Появилось 80 баксов. Я зону испытания даже сделать не могу. Паузица на 100. Чумандр. Короче, внизу материалы, материалы. Два инжа. Я даже боюсь представить, сколько они будут чистить это все. 15 дней всего. О, неплохо. Там соточка придет. Хорошо. Так. На 125 мы... Опа. Все. Угрожающая. Ускорить проникновение обязательно. Умеренная. Так. А умеренная это сколько? Дайте, пожалуйста, ссылочку на файлик. Была угрожающая, стала умеренная. 166. Не дотянул до 170. Ты овакинь на месте, где 25. Да-да-да, эвакуацию... Ну, хотя там... Может быть. Может быть. Дайте, пожалуйста, ссылочку. Очень прошу. Очень, очень прошу. 19, 21. Ха-ха. Да ладно. 19, 21. Ёппер СТН. Ну, это на два мы снизили. Было 25, 27. 19, 21. Это да. Это жесть. Эвакуация 3 хода. Ой, господи. Сейчас очень многое зависит от места респа. Желательно, чтобы это было возвышение. Чтобы были фулкаверы, желательно неразрушимые. Рейд за материалами, транспорт адвента. Ничто, что всех врагов захватить материал на станции. Все же, 20 целинов могло быть 40 плюс. Естественно, могло быть 40 плюс. Могло быть вообще за 50, если бы я сразу полетел без проникновения. 27. 25, 27 умножаем на 2 просто и все. Но все равно просто не будет. Так, дайте возвышение, прошу. Дайте ковры, прошу. Вижу вышку, но она, кажется, далеко. А-а-а-а, я в маскировке. Так, не допустите уничтожение важных материалов. Ой. Конечно, хочется на вышку. Двумя. Потому что и у Хэвика высота, и у Снайпера высота. На 25 врагов. Ха-ха-ха. Это такая грязь. Шагу не хочется делать. А что за карта по размеру? Чисто вот, чтобы оценить. Очень маленькая. Капец. На вышку точно нельзя лезть. Короче, дерево, камни и отступаем. Все на овер. И только так. Жесть. Ну, прикиньте. Вот это угол. Вот. Раз. А, нет, она вдоль. Она длинная, она длинная. Она длинная, она не квадратная, она прямоугольная. Ой, соблазняете, да? То есть сделать разведочку, попробовать. Да я тут буду все равно, как на ладони. Ну, прикиньте, посмотри. Ты же в инвизе пока не... Да, ёпрес это. Твою мать. Кричите назад. Ребята, валим. 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 Кто там? Змея, пулеметчик, обычный офицер, кажется. Такая грязь. Просто грязь. Можно инвизи принять. Да, давай еще агрид паки. Первую разведку сделали. Увидели только час. Давай часть агрид паки. Давай вот, чтобы... Здесь кто-нибудь появится, ничего страшного. Давай лучше центральный пак агрид. Здесь кто-то, скорее всего, тоже есть. Нет, давай принимаем их так. Блин, какие эксперты-советчики. Я тащусь. Как? Как? Как вы? Какие вы молодцы. Принимает он. Давно ты принимаешь паки? Понятно. Переходи. Шли вроде. Так, тут тоже фулл кавер есть. Мне нужно все-таки кого-то выставлять вперед. Это должны быть, скорее всего, товарищи... Ну, Тава и Мария специалист должна быть. Ну, потому что выстрел по всем. Один на один. И хэвик должен быть впереди тоже. Остальным всем бы, бы. Держать дистанцию. Полу-кавер, черт их подери. Ладно, значит, ты проходишь ориентировочно сюда. Ты проходишь сюда. Тебя не знаю, что делать. Наверное, вот так даже. Так. Хорошо. Хо-ро-шо. Вообще, нет. Вообще, все очень-не очень. Конфирм. Сейчас позиция очень хорошая. Практически у всех двойные кавры. Слево-шо-шо-шо. Не, никуда не торопимся вообще. Слево-шо-шо-шо. Возьмешь налево. Диктант с человек. То есть это 3-4 больших паком. Но я жду уже, когда пак выйдет. Справа еще шум. Что там? Увидели кого-то. Так, раз, два, три. Да? Блин. Да, это тот самый. Ракетчик там еще есть. Ракетчик, милишный, пулеметчик. О, я могу пистолетом по всем пострелять. 78, 78, 73, 68. Вот это хорошая, кстати, инициация. Один на один сразу. Бдыж, бдыж, бдыж. Там же без каверов по всем попадает. Ай, что ж ты? Кресло как. Так, ну ждем. Ждем, ребята, ждем. Снайпер видит. Хэвик видит. Этот не видит, но ему ведь силы очень не стоит. Капец. У них как будто экскурсия идет. Змея-экскурсовод и обычных леймингов там по русскому музею или Эрмитажу проводит. Можно заморозить всех разоплотник гранатами. Заморозку гранату я потерял. Это вот самый большой фейл был с этим струпом. Кажется, новые паки не появляются. То есть у них реально идет скриптик. Скриптик, скриптик. Патруль? Патруль? Может? По-по-по-патруль? Патруль. Я, наверное, вот так вот сделаю. То есть хэвик идет вот так. Эта подруга идет так, чтобы из пистолетов по всем стрелять. Этот подходящий, в принципе, стрелять. Патруль? Ждем, когда вернуться. Я не знаю, как их инициировать. Можно и светошумовую. Можно и обычную гренку. Можно и из пистоля пострелять. Учитывая отсутствие нормальной защиты. Ребят, страшно. Страшно. Отлично. Хорошо, ты бэскрэк. Они реально, видимо, ходят, да, по... По фиксированной траектории. На народу тьма. Ну что ж. Один на один по семи целям. Два пять урон. Так себе. Гренку плотно положить. На всех, кроме одного. Или светошума потом гренку. Светошум не достает. Ну что мне пистолет даст-то, господи. Ну он, у части, вообще, чуть ли не половину жизни снесет. Просто светошум не даст им разбежаться. Вот в чем дело. То есть они закавры, а потом можно пистолем делать. Но проблема в том, что я не достаю светошумовой. Я светошумоваю, а у меня заканчивает ход здесь. А здесь светошумовой я как дурак не взял. А тут, повторюсь, не достаем. Подходить еще ближе. Это не очень. Можно подойти вот так. Светошум ты отсюда сможешь кинуть. Да, но нет. Ждем еще один ход. Они должны уйти в левом. Мне кажется, там еще повыше скучность будет. Так, ребята, кучнее, кучнее. Ой, куда они пошли? Так не шли раньше. Там, надеюсь, не будет фланга никакого. Да, тут уже полукавру одного. Но я не всех вижу из-за кавра. Вот это очень плохо сейчас. Это очень плохо. Ладно, я еще не вижу. Они, скорее всего, уходить будут. Я надеюсь, что они будут. Нет! Они назад пошли. В мою сторону. Ну все. Фланга, надеюсь, не будет. Тут с богом. Ха-ха-ха! Блин! Блин! Так, спокойно. Спокойно. Тут закидываешь светошумовую. Точно, чтобы не дым. Светошумовая граната. Никаких овервочей, ничего. Просто закидываешь светошумовую и лишаешь. Поехали, ребята. 8 человек стоит. Раз. Раз. Потом ориентировочно идет Гренка. Они разбегаются все-таки кое-как. Так, давай пока не забыл, вызывая эвакуацию. Сразу же, потому что это... Три хода. Так. Тут пять целей пока что. Кого ты видишь? Раз, два, три, четыре, пять. То есть не видишь левых товарищей. Здесь у нас Гренка по кому? Хреновая Гренка. Сапресс кого закрывает. Раз, два. По парам закрывает. Плохо. Так, ну получается, нужно... Нужно стрелять по... Скорее всего, по правым двум. Вот так вот надо стрелять. Но камень я не снащил. Или вот так вот снесу. Давай так, ладно, поехали. Там станер, там змея. Змея даже под этим... Главное снести. Снес? Снес. Хорошо. То есть сейчас уже пистолет будет работать эффективнее. Есть фланг. Пистолетка, пистолетка. Один на один. Не, погоди. Ты же завершаешь действие. Ты можешь протокол помощи. На кого? На единственного человека под полуукрытием. Алеша. Вот он. А вы Мария. Ой, Димага. Протокол помощи. Я один на один. Рихтуем. Семьдесят. Поехали. Раз. Крит. Хорошо. Два. Мимо. Три. Мимо. Четыре. Попал на двоечку. Пять. Мимо. Мимо. Ладно, этот не так опасен. Снайперам надо змею пытаться убить. Только с крита, либо с максимального урона. Так, давай. Давай роду. Семь. Там единичка осталась. Так, либо доп-ход, например, на еще один пистолетный, чтобы убить гарантированно змею и пострелять по остальным. Но по остальным это не очень. Надо было бы получать делать, конечно. Приказ бы приберечь на будущее. Надо сопрессить. Это грязь. Ладно, с Богом. Четыре зариентированы. Демобилизованы. Я под фулл каверами. Там, где не фулл кавер, там защитам. Кажется, справа еще кто-то идет. Змея идет. Давай, давай, попадаем, попадаем, попадаем. Минус змея, хорошо. Этот побежит тоже. Этот стреляет маловероятно. 5%. Так приблизительно будет у всех. Этот побежал тоже. Стрель, стрель, стрель. 70 мимо. Да ладно, он не может обилку вязать. Он может только криво стрелять. Да как? 20% попал. Капец. Овервотч. 18%. Пулемет. 20% попал. 20% попал. Я 70 не попадаю, он 20% попадает. Да, отсталивается. И ты попал? Да вы издеваетесь? Как? Как? Охренели вообще? Тут нужен медикит. Не заканчивающий действия по себе. И это 100%. 4 восстанавливаем, но ранения уже есть. 51. Там овервотч, не забываем. И закончится у нас этот. Из ориентации следующий год. 49. Черт возьми. Мне кажется, тут надо пилить светошум вообще. На этих. Но они флангуют так и так. Мне кажется, опаснее ракетчик и тот. То есть светошум вот так нужно закрывать трое. А с этим разбираться гранатой или как-то, не знаю. Рейнджером может быть. Четырех дезориентируем. Да, рейнджер не на своей, конечно, позиции находится. Вот он сейчас будет фланговать, атаковать вот так. Амер, что больше нет. Поэтому он подходит, флангует милишникам. Который скоро в себя придет. Раз. Не торопись, Михаил, не торопись. Так. Хэвик. Этих двоих надо сопрессить. Хэвик может, конечно, флангануть. Но я боюсь просто подставиться. Понимаете, тут полу-ковер. Тот меня флангует. Думай. Приказ. Если приказ. Если приказ, то ты этого еще постреляешь. Приказ не тратит. Лучше сопресс. Перезарядочка. Свободная. И смотришь, кого можно подсопрессить. Никого, да? Откуда можешь? Отсюда можешь. Полуукрытие. Кого мне нужно вырубать? Либо этого, либо того. Не факт, кстати, что мне нужно сейчас кого-то вырубать. Эти двое вырублены. Нет, вообще вот этих вот двоих надо сопрессить. Потому что этот будет с фланга уходить, получит. Этот может обходить, пытаться. Но... Но... Но опять же, мне нужно это сделать таким образом, чтобы... Какой-то фланг потенциальный. Да, лидер тут не может ничего сделать такого. Снайпер-36 по разведчику Адвенты. Это чушь. Он скорее тоже должен делать овер. А лидер у тебя нет нормального. Так. Думай. Тут гренка на двоих, но они не очень опасны. Но с другой стороны ты снайпер можешь их дожать. Да, давай, пожалуй, так. Ну, пытаемся разрушить укрытие просто. Там фул кавер, полу кавер, может быть, получится. Да, один разрушили. Сейчас, может, снайпер сможет 36 по-прежнему. Он из-за камня вот из-за этого не может. Ну, тогда нужно сопрессить дальнего. То есть, надо выходить вот сюда вот и сопрессить двух дальних. Пофиг, что полу кавер будет. У тебя броня еще есть. Широкое подавление здесь. Блин, будут по этому стрелять. Будут по нему стрелять. Протокола помощи нет. Ничего нет. Протокола помощи. С Богом. Так, у этого снята дезориентация. У ближнего тоже снята. Он может спринговать. Этот не может спринговать. Ближний может спринговать. Вот там угробочники снайперы есть. Этот побежал. Этот сапресс. Есть. Вот такие пулеметчики. Вот полезные. Тоже беги. Я настреляю. Вот ему бы, знаете что? Ему бы еще обилку на любое действие. Граната. Забыл. Откуда граната? Решни офицер. Разрыв. Два урона. Наблюдение отменено. Этот подходит. Овервотч. Этот подходит. Фланга нет. Попадает все равно. 50 на 50. По хэвику. Так. Внимательно. Внимательно. И это только первый пак. Овервотч. 44. 43. Здесь овер. 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 Это вот ты можешь флангануть. Это вот ты можешь флангануть. Но это полуукрытие. Овервотча отменять. Только гренкой. И вот так вот. Жалко. Гренка последняя. Ближе бежать не хочется. Можно кого-то опять согреть. Пока не поздно. Можно сделать получай. Для того, чтобы крит увеличить. Раз мы собираемся фланговать. Да, давай получай. У нас теперь даже два. Поехали. У тебя свободная перезарядка есть. Поэтому ты можешь посопрессить. Скорее всего вот этих вот двоих. Свободная перезарядка. Перекрываем точно сопр... И снимаем, кстати, у него с опрессом. То есть. Эти со штрафом. Хочется мне... А, тут не флангуется. Только этот флангуется, да? А я за полуукрытием буду. Блин. Там риск. Тут как бы дуплет убивает. Это понятно. Но там опять же дезориентация снимается. До свидания. 49. Можно подойти с фланга и попротоколить. Резо ухает и страниров. Его серия оббегает, пацанов. То есть даже если он... А, он своим пистолетом-пулеметом-то никого не пробьет. Да, мне кажется, нужно тратить последнюю гренку на кого-то из двух дальних. И снайпером вырубать. Увы, только так. Жак. Он умер. Сразу же. Окей, остается три человека. Да, я понимаю, что хочется обойти. Но, во-первых, этот фланговать будет упырь. Наверное, всеми нужно лучше за фулкавер отсветить пока что. Да, конечно. Только у тебя пулеметчик сопрессит всех. Дико. Я думаю, надо просто пытаться прострелить. Просто пытаться прострелить. Не перемещаясь. О, ты так флангуешь человека. Что я не обратил на это внимания. А было написано, что флангуем. Ладно, 43 стреляй. Блин, вот мне бы так везло с этими 20%. Снайпер тоже должен уверить. Не, не должны они уверить. Давай дым кинем. Вот сюда. Ну, слишком опасно. Там сапресс, полуукрытие. По мне там будет попадать. Давай уже, в общем, с Богом. Из ориентации снята, но эти два под сапрессинг. Справа звуки еще кто-то ходит. Идут. Но это фланг. Держись, держись, держись. Да как ты сквозь дым-то? Почему 67? Нифига себе у него точность. Овер-вотч. 9. Убил, убил, убил. Хватит. Снайпер, помоги. Убил. Хорошо. Я стою за фулл-кавером. В дыму. И у него 67 точность. Так, эвакуация есть. Уже хорошо. Так, ребята, тут нужно фланговать. Точно. Прям точно. Выходим, работаем. Это раз. Это раз. 91. И это обычный солдат, понимаете? Крит. 9 хитов. Один хит. Лучше снайпером из пистоля, наверное, стрельнуть. Добить. Убил. Хорош. Здесь на эксперта дуплетом надо убивать. Главное, это не с пули. Сейчас под конец. Никого. Не спорил хорошо. Что, 84 крит? Давай, губляд. Не хочу на 84 крит рассчитывать. Лут! Еее. Первый пак. 8 человек из 20. Из 20. Перезаряжаем. 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 Сейчас нужно, наверное, снайперы и хэвика поставить все-таки сюда, раз мы немножко расчистили. Но это опасно. Лучше послушать еще. Ну, кажется, тебе просто тоже ходят на патруле фиксированным каком-то месте. Подлечиться, скорее всего, надо еще. Да, вот здесь лечимся. Димагу лечим. Сколько лута? Да, лута вообще 13-13 врагов осталось. Да-да-да-да. Может, стоит вылечить три китающего одного. Справа шума. Ну, вообще, у меня... Блин, ты даже не подойти нормально. Не спой, прошу. Спой, мать. Продлагаю повалить. Не факт, что офицер сломит у нас. Не сваливайте. Аспирант. Классный пулеметчик. С перками. Не сваливайте. Это фланг. Остальное все полуковер. Там еще змеи будут вытаскивать меня. Жалко. У него и броня, и лазерное оружие, блин, и офицерам, и попаданиями. 50% попал. Только не дезориентацию, прошу. Держись, держись, держись. Переживи главные змеи, прошу тебя. Яд, яд, плю ядом. Нет. Твою мать, все любишь. Не надо было на эту миссию лететь. Скажем, прямо 20. 20 человек убить это. 21 человек был, столько убили третьим. Ну, то есть, там три пака по 7 человек. Разрушитель с ракетами, главное же, не до такого. 2-7 урона. Ты снимешь одной ракетой за весь вообще прогон. Треть хп у людей. Если попадешь, конечно. Учитывая то, что у разрушителей еще штрафы есть по точности. Под это нужна морозка. Под это нужны более прокаченные солдаты. Скорее всего, второй пулеметчик с АОЕ с опрессом. И гренадеры. Потеряли хорошего пулеметчика на миссии. Критующие ракеты могли быть. Это да, но все равно она одна всего лишь. Еще ранение на неделю-две. Адвокат получил дальний овервотч. Полезная штука. Лазерный прицел. Спасибо. Я больше потерял. Там же и квип был у офицера. Там все было топовое у него. И настройка спуска топовая. Так, а здесь у нас минимальные? Нет, все еще незначительные. До 150. Ждем. Стоп. Минимальные? Минимальные. Поехали. Спасите сторонников сопротивления и эвакуируйте. Здесь новобрание, скажется, один. И много сторонников сопротивления. Мы взяли двух товарищей. Это пекарь и, кажется, спец. Для взлома двери и получения каких-то бонусов. Племетчика надо брать. Племетчика надо делать. Я там одного делаю, конечно, но... Это же долгий процесс, капец. Вообще нельзя терять таких пацанов. Но я так неудачный спак спулил. Так что надо было... Я думал там на клетку подойти без кавера. Но тогда, если бы я спулил пак, меня могли бы тут же пострелять без кавера. А других опыта там по клеткам не было, к сожалению. Такую ситуацию решает ниндзя, но ниндзя по-другому в этой миссии. Он как бы вообще не нужен. Хотя нет, он мог бы помочь. Если паки далеко друг от дружки. Но они недалеко. Ты бы ниндзя больше напулил. Любой... Вот если бы во время уничтожения первого пака появился любой другой, то это все. Это сразу все. Смотрим где. Недалеко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ничего себе. И право-дальний угол. Окей, ладно. Первым, конечно же, идет у нас пекарь. Виньяминска двач пеканяху. И видит сразу щитовика, дроида. Блин. Четыре человека. Половина из того, что здесь есть, скорее всего, надо сразу уходить вбок и надеяться на то, что... Так, фланга не будет, да? Надеяться на то, что фланга не будет. Так, скорее. Вот еще специалисты, чем в таких миссиях нужен. Взять и отключать. Дроидов. Протокол блокировки. Отключение 65%. Да, более сложный взлом. Вот тебе и специалист, е-мое. Подальше там делаешься твой солдат. Не в угол карты. Так ты же ее кидаешь заранее. Ты не знаешь, где ты окажешься. То есть, представь, нас бы прожали, мы бы уже отступили, а эвакуация находится между тобой и противником. Отличная зона эвакуации. И в той ситуации, даже если бы эвакуация была бы ближе, мне бы это вряд ли помогло, потому что тот умирал в один ход. Он не добегал не то, что до эвакуации, он не добегал до кавера нормального. Что за советы странные? Вы же видите все, что происходит. Впереди еще враг. Этот не должен флангануть, успеть. Но он близкий. Он близкий, но мне нужно от него уходить. Нужно уходить, ё-моё. Давай сначала подальше. Я понимаю, что я все дальше и дальше ухожу. Кот. И еще четыре человека. Нормально. Вот это уже плохо. Это уже плохо. Во-первых, я не знаю, как они идут. В какую сторону они идут. Во-вторых, меня в следующий ход этот товарищ может с фланга увидеть. Причем ты даже не знаешь, с какого фланга он тебя может увидеть. То есть может и долететь так, и может улететь сюда. То есть он тебя и так может увидеть. А так тебя те могут увидеть. Нет, это как раз у них рейндж меньше. Ты же видишь, как рейндж. Наверное, вот так назад. Тут нельзя сейчас торопиться. Ходы еще есть. Я всех врагов уже увидел. Все, вот справа один пак, слева один пак. И вот этот товарищ, ну скорее всего, еще кто-то есть после. А, эта скотина продолжает. Возможно, его сейчас справа нужно обходить. Ну, то есть сбивать уже и пробегать мимо. Стоп, он развернулся сейчас. Он развернулся почему? Потому что назад будет лететь? Или потому что... Фух, я не обращал внимания на фары. Если реально он разворачивается таким образом, может быть, это показывает, куда он в следующий ход будет идти. Ладно, мне нравится эта идея. Ой, подожди, а может быть здесь что есть? Небольшой запас материалов. Тревога на карте. Ясно. Так. Жбжбжбжбж. А что, вы у меня? Те ушли вроде как. Вроде как это ключевое. Да, ушли. Тогда пекарь пусть дальше идет. И чего он? Куда полетит? Ну, по логике, он должен возвращаться назад, развернулся в конце. Ни хрена подобного. В противоположную сторону полетел. И это... Он не должен клачануть, но... Уходить я уже не могу. Либо я его 2 к 3 пытаюсь блокировать и пробежать. И ведь не факт, что он сейчас не развернется назад, пока я буду отбегать его сверху. Я могу юзнуть обилку, я понимаю. Этим я могу и должен юзать обилку призрака. Потому что у меня была возможность обойти. Но я не знаю, куда он полетит после этого. Ладно, в другом случае надо обходить. Нельзя пытаться 2 к 3 открыть. Здесь мы уходим максимально. Хорошо, теперь дело за спецом. Спецом. Я не знаю. Вот здесь может клетка образоваться. Хотя нет, там угол такой, что... Так тоже опасно. Надо подходить так. Их только. А дальше, да, выбор у тебя. Дальше у тебя тут еще выбор. Потому что ты не знаешь, куда он дальше полетит. В какую сторону. Тогда стой, жди. Потому что наверх ты не можешь уйти. Он тебя в любом случае спалит, перекроет. Так он тебя не обойдет, потому что кавер. Так что ждем. Ну, улетай, скотина. Вот как понять этих дроидов? Здесь нужно пытаться его блокировать. В любом случае. 2 к 3, друзья. 2 к 3. Не, не в любом случае, на самом деле. Но он уже может фунгануть меня. 70% говорят. Давай. Ну... Мы прощаемся с специалистом, скорее всего. Если только он промажет и не оглушит меня. Или будет стрелять просто. Что это такое? Это другой, что ли? За подкреп и полетел. Так, хорошо. Этих увидели. А почему я жив все еще? Что? Три-два-два, говорят, ребята. Как? Откуда музыка пошла? Ты чего? Я же невидимый, Алеша. Мне кажется, сюда надо падать. Я не хочу с... Да. Я не хочу терять их из виду, для того, чтобы... Этому было проще добежать. Так что было так. Здрасте. Чего они? Бах. Что за музыка? Меня вводит в заблуждение. Ну? А-а-а. А-а-а. Я понял. Ну что, Михаил, добегаешь. Добегаешь раз. Нужно прыгать с пиццом уже на этот ход, в полхода вниз, видимо. И ломать. Тут двери, насколько я помню, нет. Дверь только здесь и здесь. Один пак сзади. Он скорее выйдет к тебе в спину, чем будет внутри находиться. Ну, с богом рискуем. Отлично, встал. Он тут, я жду, он просто. Главное, чтобы они на крышу не полезны. Тут место нет, куда есть. Не-не-не-не, не открывайте, не успеете, не успеете. Не-не-не-не-не-не-не. Стоп. 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 Как ты через... Так, прошу, не стреляйте. Не стреляйте, гады. Овервотч. Блядь, вообще, я не знаю. Ну как это? Как это? Что это вообще? Это, это... Он вроде уже все, остановился. Нет, через дверь надо пройти. Так, я, короче, ломаю сразу же. Добрый вечер, я Бонфлетчер. Это не закончит ход. Ну там овервотч еще. Может, ним здесь стоит светошум кинуть на них сверху? Да. Два повстанца прибегают в убежище. Или материалы. Материалы, не материалы. Материалы. Да, повстанцев я бы не получил. Вообще, мог бы успеть специалист по-увидеться сверху. Да, но нет. А если бы не увидел, то все. То ты сейчас должен был тратить пол хода, чтобы спуститься, а потом... Ребята, выходим. Так, как мы делаем? Овервотч 1, да? И можно лиммингом, конечно, овер снять. Почему нет? Но, наверное, самое грамотное это... Вот так вот светошум. Это как бы нам ход выиграет. Хреново выиграет ход. Очень хреново выиграет ход. Так, выбегать нужно сюда. Точно. Ну что, давай проверяем. Ой, это Русбрей, не хочу. Русбрей новобранец. И... Лучше пусть какой-нибудь... Ну, бас бежит. По нему стреляет, по нему скорее всего попадает. Главное, не паникуем. Это нормально. Это норма. Все хорошо. Первый пошел. Так, здесь... Так. Ой, какой-то не очень. Из дальней камеры вообще тяжело выбраться будет. Крайне тяжело. Вот здесь вот дым пригодится. Каверов нет. Блин, может, надо одного наутку дать? Поставить его сюда и вханкернуть. Да, да, вот так. Ребят, прям простите, если что не так. Ханкерин. Здесь за угол. Неправильно сделано. Но увидеть не будут. Скорее всего, вот так вот. Ну и пекарям нужно прыгать вниз и дым сюда кидать. Да. Как раз под гранатку я там встал. Я в курсе. Так, я отсюда смогу ее кинуть. Лучше... Как там выбраться-то? Выбраться лучше в центр бежать. Я вой. Я вой. О, это вечно вот все миссии здесь такие жестенькие. Просок дымовой. Ну, нет, есть, 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 есть. Было, 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 видел. Меня не обманешь. Еее. Давай. Ну, один там в ханкере, неубиваемый чувак. То есть, вот уже просто так под крепы, да, без предупреждения дымитает? Что? Где? Кажется, далеко от меня. Фулл кавер дым не помогло, да? 47 крит. Отчего у них за точность-то вообще? Ребята, валим. Главное убежит Нимзи, главный убежит Сап, Русбрейн, я на... Да, Русбрейн тоже... Ну, блин, чуть-чуть. Ладно, достаточно далеко. И Нимз ломал напоследок, ну бас. Тут не добегаем. Дэклокавер не добегаем. О, у нас же тут лемминг есть. Ладно, проверим под дымом. Эти мне не так важны. Мне, конечно, на вобрание, в первую очередь, Русбрейна берем. Ну и чтобы... Ой, откуда? Оно справа прилетело. Да как вы попадаете-то? Так, главное, Русбрейн, чтобы ушел. Русбрейн убегает. Красавчик. Михаил, было предупреждение, ты очень легкомысленно воспринимаешь положительные прыжки адвента, вроде улучшения солдата, вопрошек, патруль, броншек. А я с этим ничего сделать не могу. То есть я принимаю их без... Без сожаления. Потому что сожалеть о том, что уже как бы произошло, никак. Безупречно, мне сказали, миссия выполнена. Вот так вот. Если будут вопросы по поводу трех трубов, обращайтесь к... Безупречно. Игра мне сказала, игра не обманывает. Не глючит, багов мне нет. Ладно. Два специалиста, то есть специалисты ниндзи, успешно выполнили очередную задачу. Получили, соответственно, новобранцы. Получили опыт. Какой-то еще ивент. Вон, пекарь уже, господи, он уже... Радиус обнаружения, скрытность, конечно. 75 у него меткость. Так, трусепой, чего? 60 взлом, чушь. Такое восстановление. Вон, материалов 35 взял. Выбил 35 материалов из вышки. Вернул одного лемминга, вернул Русбрейна. Странная раскраска у него. Сейчас посмотрим, что из себя представляет Русбрейн. Средняя точность, чуть выше маневренность. Уклонение положительное, защита положительное. Здоровье чуть выше среднего. Обучение на пулеметчику уже есть. Кого из него делать? Кого из него делать? Желательно, чтобы всех по парочке было. Я, наверное, штурмаша из него сделаю, потому что мобильность чуть повыше, точность не так нужна. У ворот и... Да, штурмовик. Да. Штурмовичок. У меня просто один штурмовичок. Поехали. Да-да-да, штурмаш тут лучший вариант. Ой, друзья. 121 материал, конечно, есть. Реле питания есть. Можно сейчас взять и построить все-таки станцию связи с сопротивлением за 125. И подключать новые регионы, потому что, может быть, там будет попроще. Сила Адвента-4, сила Адвента-3. Да. Тут конспирация с одной стороны. На четверочку я, допустим, еще как-нибудь потяну. Хотя сложно. Надо подключать новый регион, надо куда-то выходить. В Чили у нас что? Персональные боевые модули. Полезная штука. В Европе что? Спасные части. Все проекты зоны испытаний. А здесь выгодная сделка. Платит больше материалов. И персональные боевые. Я думаю, нужно сюда и уходить. Убежище 4. Ладно, давай. Черный рынок. Черный рынок. Фигню какую-нибудь продадим. Трубчик, может быть, или модуль какой. Ядро и аллерия. Все-таки. Оказано испытаний нет. Да хватит спамить по поводу событий. Ребят, я не хочу смотреть события. Принципиально не буду событий сейчас читать. Спамить 7-8. Забанить всех. Крисолида, Феликса всех забанить. Как же он не читает чатик? Чувствую, что ты не прав. Ну, бас. Так, ладно. Обучение, ладно. Станция связи 2 новых сможем подключить, если у нас были бы разведданные, которые ты изящно слил. Нельзя прекращать в этом регионе разведданные фармить. Нельзя. Так это что за миссия? Небольшая контакта с сопротивлением. Мог бы и не строить. Мог бы подождать немножко. Ну, Михаил. Мне кажется, нужно здесь уже материалы оставлять. Идти в нижний регион. Перетаскивать туда инжа. Хотя разница не такая и серьезная. Да, давай лучше так сделаем. Здесь сворачиваем лавочку. Ставим... Короче, инженера убираем отсюда. Ставим сюда сразу ученого одного. Начинаем на разведданных концентрировать внимание в этом регионе. На верхнем переключаем инжа. И начинаем... Начинаем добывать материалы. Деньги-то все равно нужны. Но миссию уже надо выбирать попроще. И перелетаем, сканем здесь. Нужны разведданные на выключение нового региона. Миссия наверху все еще идет по остаточному. Небольшое скрытое событие. Атакуйте контрразведку. Событие 16 дней вообще. Так, небольшая-то какая? Небольшая-то вообще пред-пред-последняя. Халява дешевая. Михаил, халява. Халява, скрытое событие еще. Давай аккуратненько. Инжата не поставил, сейчас перепроверим. Так. Всех вообще. Всех, всех. Всех, в том числе новых леммингов. Тут можно так прокачать, пацанов. Сережу помни, конечно же. Блин, гневуру послать бы куда-нибудь. Пекаря берем. Есть замена пекарю, есть замена. Брюс. Давайте еще Ильдара будем качать разрушителя. Девять дней. Будет минималочка. Масса экспы. Только давай снимаем предметы. Снимаем броню. Изымаем оружие. И, конечно же. Конечно же. Смотрим, кому что. Блин. Может быть. У меня есть материалы, я могу произвести пушки. Конечно, у тебя сплавок море. И 19 баксов. Ты просто... Все, что угодно купишь. Так. Смотрим, что у них. Протокол восстановления. Здесь обязательно аптечку даем нашему. Раз. Пулеметчиков нет, да? Пушки обычные. Тиририририн. Ладно, пусть будут чисто гренки. Помню, берем, даем. Мобильный. Специалисту даем. Все-таки. Точность хорошая. Протоколы. Винтовочки надо давать. Лазерная винтовка. Раз. Броньку бы дал еще. Всем. Ключевым. Феликсу, естественно, броньку. Феликсу, естественно, топорик. Феликс, Феликс, Феликс. Жилет из нано. И светошум. Мастер клинка, головорез. Окей. Улучшение оружия. Проникновение тебе особо не нужно. Оснащение, может, все-таки... Есть какой-нибудь... Может, дробаш тебе дать? Мобильность пострадает. Для Ниндзи это критично. Лучше дробаш новому рейнджеру дать. У нас же есть рейнджер? Есть рейнджер. Это не рейнджер тебе нужен. Тебе нужен штурмовик. Штурмовик тебе только обучается. Рейнджеру надо дать вторую лазерную винтовку. Ох, это же мантич. Он же там капец прошел подготовку. Ну, почти. Гремучая стойкость. Стойкость минус крит. Гремучая граната. Ну, тогда делаем акцент на гранаты. Ну, они и есть, в общем-то. Только возьми еще... Ничего. Броньку мантичу дашь? Еще две броньки осталось. Вот, кажется, Кроу у нас дикий. Мы его долго учили. Да, у него три объемки. Закрепление, призрак, тактическое чутье. А он кто? О, он специалист в слом. Учитывая его мобильность и навыки... Нет, раны ганта не зайдет. А винтовочку такую дадим ему просто... Кому дробовик дать? Надо какому-то... Давайте пекарю дадим дробовик. Он бегает быстро. Лучевой веер не пропадет. Обязательно ему броньку хищника. Кто у нас на первой позиции? Рейнджеры? Ниндзи? Разрушителя, может быть? Так, ну мантичу вроде бронь стоит. Ну тогда давайте разрушителю действительно новенькому. Ильдару Каримову поставим. Ледоколом. У него по обилкам вообще ничего. Вот на него как раз не нужно ставить. Пока не нужно ничего ставить. Уж лучше укрепить кого-то из... Пусть даже Хэвика. Пусть даже Хэвика укрепить. У пекаря, может, у пары? Нет, у пекаря больше дефных. У Феликса больше дамага. Пекарь прокачан на миссии на проникновение. Может, мы еще кого-нибудь возьмем прокачивать? Брюс как раз должен миссии какие-то выполнять, да. А Бонневур не нужен такой. Но там будет опять 6-9 человек. А мы летим всемиром. Это очень хорошо. Очень хорошо. Должно быть. Только, я думаю, надо... Хотя там из... Из... От ранений будут отходить люди. Может быть, мы сможем какие-то другие миссии. Надо точно переходить в новый регион. Тут уже слишком сложно. Начнем с проникновением. Сканить я буду лучше здесь. Сила Адвента 3. Может быть, как-то удастся. Обучение. Одинокий Волк. Очень хорошо. Берс. Центр военных технологий. Но, кажется, кроме Берса, мне сейчас особо там обучать некого. Потому что все улетели, кто-то там... Да. Брюс, Берс и Бонневур. Не, Берс лучше, конечно. О, Крит. Все, отлично. Дополнительные 10% Крита. Для штурмовика, который там врывается. Это очень хорошо. Еще одна цель. Уже в нижнем. Да, уже здесь. Незначительная. Персонал сопротивления 5 дней. Хорошо. Освободите. Посылаем одного... Одного ниндзя, да? Брюса. Брюс. Брюса с Бонневуром. Это, конечно. На самом деле, можно Бонневура сюда отправить. Будет все равно минималка. Бонневур, к сожалению, мне не нужен в таком раскладе. Переучить я его не могу. Я со снайперской винтовки ничего сделать тоже им не могу. Он будет просто дверь открывать. Такая вот у него будет задачка. Вот. Чтобы прикрыть Брюса. Брюса мобильность 17. Есть полезные штуки. Ай, господи. Бонни, если ты смотришь, прости. Прости. Чатику привет. Еще раз добрый вечер. Бонневур прекрасен. Прекрасен. Если вы любите тактические, такие вот стратегические, тактические игры. И у вас масса свободного времени. Очень рекомендую. Прям затягивает. Как только разбираешься базово в концепции. Я где-то к десятой части разобрался с базой. Все идет нормально. Все идет хорошо. Титан. Широкое подавление. А, инжа. Инжа ж я сюда не послал, блин, на материалы. Инженер-то помогает материалы фармить. Так, а здесь что по хищнику? 149. Минимальная? Нет, незначительная все еще. Но сейчас должно быть минимальная уже. Это небольшая штука. What? Не, я путаю. Другая миссия. Карл. Крайне угрожающе. А тут что? Весьма угрожающе. Еще цель. Тут тоже. ВИП. Небольшая активность. Доктор. Развед данные. Увлечение защиты бойцов. Знаете, мне некого послать. А зачем я полетел? Зачем ты полетел, если тебе некого послать? У меня есть титан. Пулеметчик, который я обучил. Нельзя было лететь сюда. Провал. Они становятся все плотнее и плотнее. Ничего не сделать. Тут 200% проникновения. В результате не большая. 13-15. Два человека. А, это суицидальные товарищи. Это мы приходим и взрываем. И кто успевает, тот убегает. Но желательно холи оставлять, если будет выбор у меня между двумя. Лучше холи оставлять. Потому что справа, кажется, лысый Абер и он ниндзя. У него там 16 мобильность. Он мне пригодится еще. Тяжело. Не, ну убить-то цель не проблема. Главное, до нее дойти. Там вопрос двух гранат, кинутых вовремя. У них есть по гранате. Но что делать дальше? Потому что цель, как правило, находится в центре карты. Вокруг ходят враги. Активность небольшая. Это 13-15. Это много. Что ж поделать? Випа надо убивать. Ну или захватывать. Может захватим еще? Давай. О, близко. Прям с моей стороны. Эвакуация. Так, ну, я, во-первых, хочу посмотреть, что по крыше. Тут заправка. Но мы, вообще-то, отсюда можем ракету зарядить. Подходи, смотри. Врагов что-то нет. Это неспроста. Не торопись, 12 ходов, Михаил. Випа уже почти увидел. Может, ты вот так пройдешь? Кроме вышки, там что-то есть у нас? Нет. Ничего себе. Молодым. Оп. Только не фланг, только не фланг. Не дай бог на этой карте больше. О, а там еще, господи. Там секьюрити. Господи, все собирайте здесь. Два мэка, змея стоят. Господи. Вы видели? Холли, ну тут, как бы, вариант-то один. А, ты видишь уже. Не, на самом деле, вариантов масса. Я могу Холли отойти вот так вот. Ее никто не будет видеть. Ниндзю я увожу нафиг. Так, Холли по Вижену достреливаю. Так вот, ну лучше стрелять в следующий ход, потому что сейчас точность минус 30 еще. Попади-попади. А, шабер. Абер, ну я, наверное, на крышу как-нибудь. Блин. Нет, тут все жесть. Тут все жесть. Вот это вот жесть. Вот это вот жесть. Это жесть. Представляете, какой-нибудь товарищ пытается эти миссии пройти полным адовым отрядом. Приходит 20 человек, у тебя 12 ходов. Ты такой, опа. И все, и попа. И ничего не сделать. Давайте ходим туда. Надо с одной стороны Абвером к точке эвакуации идти, с другой стороны подстраховывать Холли. Потому что, ну она вообще, она может не попасть. Еще не поздно, кстати, Холли добежать вот сюда вот. Ну тогда это будет, ну это будет, кстати, верняк практически. Хотя пока не спалят. Ладно, давай. Ой, риск. Да, попасть бы туда. Да, чтобы захватить тебя. Спасибо. Спасибо тебе за подсказку, игра. Надо подойти вплотную и нажать на кнопку. Вот оно как. Сейчас пойду. Ну раз, я не знал просто. Сейчас пойдем захватывать. Ёшки-матрешки. Тихо стоять. Он меня уже перекрыл там, да. Тут у Холли, не, у Холли есть выбор. И он просто не видит этого. Ну что, накрываем. Захватывает. Да-да-да. Ну давай, с Богом. Что-то у него хитов семь. Попали. Машина, взрывайся, ну! Машина, ну взрыв! Ну взрыв! Три хита у него! Не, машина горит, VIP стоит. То есть все. Ой. Ой-ой-ой. Ой, какой грозный. Бзззззз. Все, Абер эвакуируется нафиг. Там, правда, еще один пак под... А! Ну, конечно! Леха. Леха попал. Я думаю, что надо уходить вглубь из строения, так, чтобы меня левые не видели. Делаем закрепление 20 защит. Раз. И уходим так, чтобы... Ёшки-матрешки! Да, это... Ну, вот так, наверное, даже. Или вот так. Или совсем назад. Назад ты не успеешь. Вот так. Надеюсь, взорвется в этом что-то. Коли, держись! 90% попадания и оглушения. Блин, надеюсь, машина взорвется. Она не взорвалась, она горит. Вип вроде не отходит от нее. Твою мать. Ой, выжить бы, хотя бы ход пережить. Тихо-тихо-тихо, нет! Взорвись! Надо было, видимо... Ну, либо Абвером не идти вообще никуда Пробовал двумя ниндзями на такие миссии ходить Если ты предлагаешь двумя ниндзями идти випа убивать Лучше подходи, не мечом их бей, а на плечо, как там написано, и уводи его Если мэки будут что-то спрашивать, говори, что все нормально, как бы так и должно быть Какие ниндзи на эту миссию? Ты с ума сошел? Пятнадцать человек Ниндзи, которые... Тебе випа нужно убить, как ты его ниндзями убивать собираешься, ну бас Пробовал с ниндзи? Нет Ну зачем? Защита повышается Останавливаемся После ранений Тут села Адвинт опять, кстати, они стянулись сюда Так, а здесь у нас что за миссия была? Персонал сопротивление, там основная пошла, да? До минималки мы убираем Новая цель Найдите улику, захватите предмет из хранилища Нужен спец, желательно с ниндзи спец А их у меня нет Это важная миссия с уликами Мне некого ты сюда посылать Ну сейчас по-по-по-по Может возьмем Уклонению копейщиков Поставка материалов 108 Я думаю, может быть, сейчас залететь на черный рынок пару специалистов взять Посмотреть, что за роли И собирать, потому что народу не хватает Опа, тут готовность Минимальная персонала сопротивления Поехали Сторонники сопротивления Сторонники сопротивления Может тут новобранцы будут Два человека А-а-а Это великолепная бригада Стелс-снайпер Баневур Которую можно оставлять А второй Ниндзи кто-то Здесь, по крайней мере, 6-9 И тут, по крайней мере, мутонов Не будет Ну или будут, но реже, по крайней мере Потому что здесь активность адвента пока что низкая Тяжело Тяжело Нужно новый регион подключать Для этого нужно Разведданных в этом регионе Надо иметь Активнее миссии искать Ну вот в этом регионе, да, нужно Разворачивать активность Не терять пацанов Ну ладно, в прошлом миссии Только жалко Альфера Реально жалко Альфера Он хорош Перспективный Это Брюс и Бонич Dream Team Баневурт снайпер с меткостью 62, что ли Я никак не мог его использовать Кроме как Сейчас послал на миссию Чтоб он дверь открывал Сколько сторонников сопротивления Раз, два, три, четыре, пять Хорошо Там новобранцы есть или все Ленинги Пока неизвестно, кажется Хорошо Значит, Игорь Андреевич У нас проходит 12 ходов у нас есть Видим мирного Видим вышку Видим здание И уже в нем экшен Забраться на крышу Помним здесь дырка в этом здании Ключевое То есть забраться На это здание На, 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 на Ладно, чуть ближе Рискуешь, что справа Кто-то может влететь Слева звук был Да, справа улетает Капец Стоп, 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 стоп Стоп Ну как такие вещи Апина Ну конечно Попадешь по нему с точностью 143 Это провал Надо просто бежать Пулить паки новые Что это за мутон такой Это центурион кажется Бронированный мутон Ой, Брюс Так, ты увидел все Что только можно Все паки ты увидел Продавай Продавай Ну что продавать Там даже не продажа Там просто Его в любом случае убивают Короче, пытаемся уйти От этих паков Нафиг Обходим карту По правому краю А, еще щит Ну как бы да Без щита Тут не убить никак Бонич, простим Так В принципе Можно попробовать Ну я по стеночке буду Может быть До эвакуации Будем Просто беги на фул Даже полукавр Тебе не спасет Тихо Да как Да как они знают-то Как они знают Все, эвакуируйся Эвакуируйся А, еще подкрепление Ну да Подкрепление Это, конечно Мне просто Если бы не было подкрепления Тут как бы вообще Миссия изичная Никакой сложности Не представляет Абсолютно Полукавр Ждем Барстанцев нельзя Эвакуировать Да, еще подкреплен Какие-то особые Змеи пошли Мэки Стоп, а эта миссия В этом регионе? Серьезно В этом регионе Миссия? Миссия Миссия Венес-1-5 Будьте подписаны Хостелые Интерцепторы Возвращены На вашей позиции Возвращен Возвращен Какая тьма Какая тьма Какая тьма здесь Минимальная 6-9 Ну ладно 12 Незначительная Но это не то Что было в прошлой миссии Блин Уже столько миссий было Уже 11-я часть трансляции Если вы не видели Ааа Как же бесит Эксперты Андердарк Ты чего? Здесь просто вылетел Дроид Из-за Здание Которое До этого Не палился То есть Он слетел Вниз И И спалил Обоих Все В этом причина Стандартная Стелс-миссия С леммингами Такие стелс-миссии Приносят инженеров Ученых Сопротивление Ты туда не можешь Больше послать Потому что у тебя Там 3-4 дня Как же Как же Меня Прям вот такие Значит подумать Понятно Почему Нет Зачем ты посылаешь Смотрим Кто из новых Есть Материалы есть Нужны Нужны нам Пацаны Так Приклад Лазерный прицел Инопланетные сплавы Прикладов Кстати у меня много Я имя не пользуюсь Особым Кто есть Гранатомерчик Разрушитель Фаерлорд Дедушка Афанасий Гранатомерчик Нужен точным Они оба Нет Разрушитель критичен К этому Ну Требователь Коему К точности Ракету Пади Там запустим Главное Еще Миссия Заканчивается У тебя и так Негатив Тебе еще Товарищ Рассказывает Про Прям Прям вот Бесит Прям очень Бесит Не могу описать словами Как бесит Итак У нас Хэвик Саппорт Гранаты не нужны Делаем из него Сапером Тяжелая артиллерия И Даже так Да Доп Единица урона Или Синий кран Дезориентация Мэков Мощный взрыв Его поищево посмотреть В центре военных технологий На самом деле Он хорош Всем здоровьем Мобильный с пятнашкой Разрушителя все-таки Наверное Не стоит брать Хочется Но Он Не вписывается В Хотя он Ракеты Может Может и зайдет А на что тебе нужны деньги Скажи мне На что тебе нужны деньги У тебя Во-первых Сейчас там Прокопается Еще Денежку Получишь Через недельку Тебе разве данные нужны Деньги ты можешь потратить В Партизанки Стоп А я не могу там Трупы Повскрывать Мне сплавы нужны Нет Только Лерий Сплавов нет На черном рынке Сплавы купить Как вариант Неплохой Кстати вариант Нужно это сделать Сейчас Потому что Пушки Я делать не могу Без плау Без плау Без плау Модуль 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 усиливает броню При атаках противника Добавляя две единицы брони При получении урона Класс Персональный боевой модуль Хорошая штука Но опять же Дорого Но одному-то надо взять Кому Это уже ты определишь Да 120 Оставляем Не Бери разрушитель Бери разрушитель 62 Баксы Осталось Но мне баксы Реально Они без надобности В данный момент Потому что сплавов нет До свидания Так Дедушка Афанасий Разрушитель Мобильный Плотный Точный Хорошо Повышаем звание Ну как вот точный Не очень точный Ракета пошла Большой бум С критами И вот тут Скорее всего Все таки Диверсионную возьму Здравия 6 Мобильность 15 Меткость 71 Вообще он гарантированно Ракетой будет попадать Так и не забудь про армор Ключевой товарищ У тебя наиболее ценный Офицер например Или там пулеметчик Или Кто там у тебя Должен Так Сила Адвента 5 4 3 Не спас я Друзей Здесь не спас Разве данных нет Сплавов нет Друзья Миссия Так Тут соточка Заметные Скрытые события Важная миссия Там будет Берс Смертельный выстрел Получил крит И В центре военных технологий Выбираем Одного из солдат Адвокат получил звание Может быть что-то есть Нет Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А может быть я тогда потрачу денежку и в центре военных технологий грейдс делаем? Там же вопрос соточки, кажется. Да, только мощности недостаточно. Но мощность мы можем решить. Мощность мы можем через три дня решить. Гремлина ставим. Инженера ставим, гремлина ставим. Гремлина ставим. Да, только у тебя уже денег нет. Силу Адвента стало четыре. Да ладно, уже. Четыре. Тут пять. Тут четыре. Бывает. А вот и миссия. Незначительный развед данный. Привлеките внимание Адвента. До свидания. Решите использовать опытных солдат, способных начать с лепцией. Новая цель. Семь дней. Небольшая. Снабжение. Уменьшите силу врага. Засада на колонию. Да. Небольшая. Тринадцать-пятнадцать. Да. Давайте. Снайпер-адвокат. Без лимита по времени. А вы, Мария, специалист. Да. Гранатомирчик. Фаерлорд. Нет. Господи. Проникновение. У меня тут проникновение в другой миссии. Стоп. Может мы форсанем, а? Что-то у нас незначительное. Контрразведка Адвента. Тут основная группа у меня с основными этими. И проникновение я не успею, да? А сколько ремиссия ждет внизу? Нет, ждет она нормально, но... Короче, либо убирать отсюда, пацанок. Незначительно, это десять-двенадцать. А там села Адвента пять. Надо. Поехали. А-а-а-а. Грязь, друзья. Грязь. А-а-а. Да, тут основная группа. Я не могу полететь... Я могу полететь на ту, но это будет мега риск. И по остаточному принципу набирать бобров. Без армора, без пушек. Это ересь. Там только те, кто после ранения отошли. Взломайте терминал сопротивления. Скрытый компьютер. Десять-двенадцать человек. При том, что сила уже пятерка. Это, надеюсь, последняя миссия в этом регионе. Ну, кроме терроров, конечно, и прочих рейдов на материалы. Взломайте компьютер. Плюс это еще с эвакуацией. То есть у нас с одной стороны маскировка на старте, но эвакуацию пилим сами. Включайте. Далеко. О-о-о-о. Восемь ходов. Спец есть. Твою налево. Восемь ходов и десять-двенадцать противников. Вы издеваетесь. После первого же контакта давай уходим в линз. Что у нас по взлому? Гипнография. Гипнография-то что? Гипнография. Сила воли врага снижена. Но лучше, конечно, ломать, как только позиция... Во-первых, тут штраф не очень. И общий вид на четыре хода, это очень хорошо. Один к трем, правда, шансы взломать. Может быть, у второго саппорта будет получше. Был же второй саппорт. Был, но всплыл. Так, мантич у нас с чем? Обстрел. Гронот взрывов. Свободное действие причем, да? Блин. Окей. И тормозить ведь нельзя, друзья. Нельзя тормозить. Скадуач пока приходит сюда. Здесь Эльдар на прокачке. То есть это типа фарм-миссия у него, по идее, была. Посмотрим, что у Трюссипой, но у него, кажется, вероятность пониже. Хотя нет, 60%. Тоже тревога на карте. Я бы послал ниндзь поближе. Просто потому, что времени нифига нет. Фагов не видим. Тогда продвигаемся еще ближе. Чего уж тут. Еще ближе. На полный ход, короче говоря. Проходим фактически. Чем дальше, тем сложнее. Лонгвор прекрасен. Так, тут еще вышка. Дом. На самом деле цель довольно близка, но основная проблема... Да, проверяю так. Нужно увидеть, кто где. Опять никого. Да вы издеваетесь. Тут карта. Нет, там еще есть. Куда идти? Я понял. Так, второй ниндзя, второй ниндзя, второй ниндзя. Второй ниндзя был же у меня. И вот и он. Раз. И, пожалуй... Лучше даже под полу-ковер, чтобы вдруг из этого не вышли. И по-прежнему мы никого не видим. По-прежнему никого. Значит, надо еще решительнее подходить. Специалистам, наверное, стоит лучше обходить влево. Пошли здесь. Мантич с лазерной винтовкой. Ладно. И надо пока подходить. Если врагов нет, тут нет смысла на Overwatch кого-то пытаться встретиться. Просто подходим. С Богом. Прям по курсу дверь открылась. Я сейчас слышу. Пекарем. Ну, дверь там закрыта. Смотрим. Архонты уже. Я в данный момент нахожусь по центру карты. Отсюда, в принципе, уже можно, снеся стенку, например, скачивать спецом. Проблема, в первую очередь, заключается в том, что я нахожусь по центру. И, соответственно, ну, это дичь. Ко мне может выйти слева кто-то. Да, если не сносить стенку, я не ломаю комп. Но специалистов все равно нужно подводить поближе. Уже готовится принимать этот пак. Как том. Без нормальных каверов, конечно, сложновато делать. Чёрт. Это такая грязь. И там ещё два таких пака. А вон два стоят далеко. Капец, у них бронька. Сюда нужно рокет залепить. Рокет и... И всё. Так, протокол как блокировки управления? Конечно же, нет. Тут протокол блокировки аналогичным. Сколько ходов эвакуации? Хороший вопрос, кстати. Три, я думаю, учитывая минималку. Пять ходов. Сергей Родионов не сбивает стенку. Как я не хочу, а? Вы не представляете, как я не хочу их агрить. Я понимаю, что нужно. Так, тут лучше протоколом нападения дроидов. Какой бы я там ещё укинуть. Ой, думай. Просто я, скорее всего, сагрию ещё следующий пак. Ходов у тебя ещё есть. Может быть, всё-таки. Можно попробовать, на самом деле, ломануть. Уйти из вижена, ломануть вышку, попробовать. Пусть я определюсь. Я, в принципе, уже знаю, где кто находится. Ну, так, по крайней мере, у меня может быть бонус по овервочу. Ну, какая разница. Ты так и так его с этой же вероятностью получишь. И всё очень плохо. Здесь пушки простые. Каверы не очень. К вышке я подойти не могу. Надо отступать. Надо, надо. Здесь сражаться точно не вариант. И подходить тоже нельзя. Ладно, ледокол стоит нормальным. Давай Феликс подводить. Давай Трусипоя под флукавор. Кроу надо тоже подводить. Чтобы слева не олём. А подводить некуда. Ждём ещё. Так. А как нам... Может... Да я допускаю, что второй пак находится... Если такие крупные паки, может быть, два по пять. Типа, да? И я могу вот отсюда сразу уже сломать. Отключить от сети. То есть, дело так, что меня типа не будет видно с одной стороны. Да. А я буду видеть. Вот это хороший план. То есть, ты всеми отступаешь. Таким образом, чтобы тебя никто не видел. Док... 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 Где он? Вот он. Док... Видит? Не видит. Док... Раз. Хорошо. То есть... Овер. Ты видишь только одного. Хорошо. Тебя флангует потенциально. Лучше отступать, на мой взгляд. Или вот так вот перейти его. Хорошо. Ты в этот ход ломаешь. Вообще, да, надо в этот ход ломать. Так, хорошо. Погоди, может дадим им возможность... Угу. А ниндзя не спалится. Ниндзя остается один здесь. Хэвик никого не видит и так. И ты ломаешь. То есть, все ломают. Все ломают. Поехали. Да, специалисты на такие миссии... Ну, просто незаменимы. По-другому я должен был лезть туда. В неизвестность. О, новый повстанец. 50 на 50. Прошу, прошу, прошу. Нужны. Есть. Нет. Да как? Так, сразу эвакуация. Сразу ломаем вышку. Никто не должен сагриться. Тихо. Хорошо. Ломаешь. Тут уже гипнография 57. Не, гипнография мне не нужна как раз. Гипнография, это кажется, не ценное что-то. Сила воли, да. А вот 40% общий вид. Это очень круто. Ну, ёп. Надо... Я специалистов неправильно. Надо было специалистов со старта качать. Они реально в определенных моментах прям... Прям необходимы. Я бы добавил сейчас приказом спецу... Уходи. Ну что, он под полукавером. И, может быть, сейчас сагрятся, они побегут к точке. Давай. Видим, да, всех? Смотрим. Да, они начали действовать активно. Пошли овервочем. Не, они не сагрились до этого. Они просто двигались. Полетели. Щитовик слева. Там армора у него дофига. Так, здесь рокет явным. Да фулл кавер 35! Твою ж налево! Ну как? Как они попадают? Как? Как они попадают? Они стреляют раз в полгода. Я им постараюсь не давать повода стрелять. Они все равно попадают. Как? 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 Недар не... А мы ракетой мажем. Без штрафа на 30. Не передвигаясь никуда. Класс! Просто класс! Я... Пшшш! Ооо, там у дроидов уже с рокармором. Ладно, здесь надо пытаться двоих захватить. Желательно дроида. Плюс... Эвакуацию забыл. Но я еще не полностью ход потратил. Сейчас эвакуацию. Пять ходов мне нужно еще подержаться. Да... Давай-ка... Эвакуациям. Эвакуацию. 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 Да-да. Что у нас по протоколу нападения? Конечно, нужно этого пробивать. Но, скорее всего, надо сначала за фулл кавер уйти в сторону эвакуации. Но в сторону эвакуации не уйти. Я ухожу сюда. Протокол нападения. Да. Поехали. Пробиваем мимо брони. Дроидом. Сейчас светошума нет. Там два инжа и этот. Левого бы как-то за... Так. Нинди палец или не стоит? Я думаю, Феликсам в любом случае нужно стрелять. Только не поэтому, а поэтому. Раз бросок топора пошел в архон. Достаем по архонту это светошум точным. Пекарь пока еще не спален. Вот тут меня беспокоит. Да у них, в принципе, уже такое количество ХП, что... А-а-а! У нас поми вообще без всего. Протокол помощи пробуем на поми, конечно же. Есть протокол нападения, конечно же. А, ты не видишь его? Очень интересно. 49-34. Класс. Рекомендую дым. На кого? У нас троих. Так, пекарь. Пекаря сейчас спалят. В любом случае будет отбегать. Вот это вот добежит. Гад. Поэтому я лучше пойду вот... И там тоже спалить могут. Так, ну, может, светошум кинешь. Чего уж. Да, давай. Ну, давай. Все равно один раз живем. Ну, там щитовика нужно контрить, получается. Здесь выходит только Overwatch. И пять ходов терпеть. А там еще пак такой. И еще плюс два может быть. И эту команду нужно сохранить, потому что следующая миссия еще более важная. Overwatch. От мантичат. Попадание. Это не тот урон. Тут дым. Хрен попадешь. И глушение. Не-не-не-не-не-нет. Нет-нет-нет. Нет, вообще никак. Не-не-нет. Нет. Не может быть. Есть мимо, кажись. Так, у этого нет. У этого точности нет. Пять процентов. Отлично. Архон подходит. Но у него неспособность и неточность. Хорошо. Это два раза мы стреляем. Да как? Как? Ты три хода, что ли? Хорошо, что протокол полностью поставил. Так, это два раза ходит. Тупит. Этот назад отходит. Анкер даун. Ой, врубочи, точнее. Так, Михаил, соберись. Тут, скорее всего, просто протокол нападения на дроида, который обошел нас. Ты же теперь его видишь? Видишь. Ваншот. Раз. Но нет. Лучше сразу, я думаю, попутно отступать. Хрен нас два. Хрен нас два. Пока дым, фулл кавер, куда ты собираешься отступать? Не надо никуда отступать. Бросать пацанов в это. Так, убиваем трусепоем. Раз. Все, хорошо. Где лут, Карл? Где он? Лута не завезли. Тут либо с дуплетом, либо два раза по сархонту. У него защита 30. Да, подходить к нему вплотную, чтобы выстрелить, это значит подставлять. Подставлять. Тут у нас Иль, тут у нас Щитовик. Шерту хит 60. Архонты плотные, да, они всегда были плотные. Тут родная защита. Может, сжечь его? Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Это получается тоже чушь Меня интересуют вот эти вот товарищи Сережа вряд ли сможет А кто опаснее? Опаснее вот этот вот товарищ С тремя армором щитовик, который всех остальных может бафнуть Пробуем его взять Но мне ссуваться дальше нельзя Потому что там О, убрали, кажется, да, убрали защиту Вот сейчас его будем снимать Его в первую очередь Да, придется подойти Полу кавер, но пофиг Главное, что фланг 61% Друзья, 61% Ну хоть попал Здесь подходить ближе нельзя Вархонт не нужен, вот этого надо бить У тебя дробаш, может ты Ну подходить ближе нельзя, повторюсь Хорош! И лут, кажется, я услышал Да, лут есть Так, Феликс есть Феликс есть Может резать Опять же, не может он ничего делать То есть он подойдет Там, там, овервоч И Нельзя Я думаю, что надо к архонту подходить Потому что, скорее всего, будет атака на этих Отсюда, может быть, даже он не видит Нас видит Плохо Может вот так? Или два раза по 50? Что-то мне не нравится ни то, ни другое Подставляем фланг И не нужно нам его сейчас убивать Думай Получается так Ну потому что нужно чуть-чуть подойти Чтобы нас не видели с одной стороны 50, да? А так 0 просто Дебют 50 на 50 Крит! Хорош! Девяточка Фух! Ну тут Тоже получается просто стрелять Да Гройчик Как было помни его водить Он там овер Я не мог Дезориентация снята Но огонь Дезориентация снята Инш Еще пак Офицер Ё-моё Вот это уже серьезные проблемы Раз, два, три, четыре, пять Человек Ну это скорее всего Все, кто есть на карте И они действуют Помни Вот здесь 25 км Архун горит Ничего не делает Да как? Ты же не должен был Как? Я же поджег его Или не поджег Я не поджег, видимо Надо отступать К точке эвакуации Держаться как-то Бимоходом Можно попробовать управление врагом взять Это 38% Лучше отключить Не факт, что 70 Выпадет Давай Лут Да-да-да-да Сейчас за лутом Еще побежать Ой Ну ладно Но гранатомерчик Он базовый Да Он Он Пошел качаться В эту миссию Да что Спинка Блин Кресло Не откидывается Да Короче Подкрепление на подходе Это еще один рандомный пак Сверху тебе на голову По-любому Надо отбегать Надо откидывать флешки Надо Пытаться выжить В этой Непростой ситуации Дымы есть еще У кого есть дымы? У тебя есть дым У пекаря дым У пекаря дым Он прибегает за полу кавер Сюда И на тархонта Наверное стоит О Слушайте Может ледокол Пока может Да Нужно сюда светошим кинуть Пока он может Даже на четверых Нет На троих Не на четверых Топчик Держись Да Четырех Выключает На время Это очень хорошо Это раз Тут можно еще Светошим Вархонтом По нему можно Попробовать Выстрелить 50 Потом Ну что ж ты не попадаешь Рубрика Шутки Заска Что общего Архонта И рукописи Они не горят Пекаря Понятно Архонты не горят Точно Вообще Я Архонта Мог бы Вот отсюда Вот с дробаша Забрать Но я немножко Подставляюсь 70% Это не факт Что ты к нему Попадешь Не Попадешь И Архонт Мне много Слишком Нет Ну Погоди 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 Уходи Погоди Погоди Продержаться Как надо Еще один Светошум Пусть будет Так А у пекаря Что У пекаря Хорошо Защита И меткость Вдали от Своих Ладно Давай Прикрывай Прикрывай 98 Крайне Невероятно Что Убьем Хорошо И лут Еще Хорош И дролере Где дополнительный Лут Ну Уходим Там Шесть человек И пак Сверху На голову Кажется Офигеть Бронированный Мутон Еще Три Человека Мне Мне нужно Два Хода Как-то Держаться Ой Грязь Так Он стреляет Тут Фулкауэр Плюс Десятка Защиты 17% Справа Вот это Действует Полноценно Он Точный Хорошо 11 Справа Товарищи Выключены Но не все Один Не выключен Держимся 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 Овервотч Овервотч Подходит Так Последний Ход Последний Ход Значит Дымы Светошумовые Молниеносные Рефлексы Нет Молниеносных Рефлексов Ой Там Два Овервотча Можно Протоколом Нападения Снять Один Овер Так Тут Светошум Светошум Лучше Наверное На Мутона Закинуть Я вроде Как Докидываю Здесь До Мутона Да На двоих То есть Офицер У нас Свободное Действие Обстрел Раз Защита Свободная Касса Нет Бегом 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 Два Топчик Перезарядка Свободная Три И еще Светошумовую Гранату На двоих Четыре Топчик Мутону Выключаем Я боюсь Представить Что у этого Бронированного У него ХП Дофига Броня Граната Скорее всего Две Дезориентации Кинули Так Здесь Протокол Защиты Я бы Сделал Но уже Отходил Под А у тебя же Еще есть Закрепление Точно Нужно То есть Тут Выключено Вот здесь Вот нужны У кого Еще дым Есть У пекаря Есть Хорошо Пекаря Отходит И начинает Дымить По нему Овервотч Правда Я забываю Ну там Вероятность Не очень Потому что Они еще Под сопрессор Попал На 17% Конечно Конечно Попал Ну А как Он мог Не попасть 17 17 Ребята Это 17 Понимаете Это Не хухры Мухры Я С вероятностью Ниже 30 Даже не стреляю Потому что Не попадают Ни хрена Они Они стреляют И они попадают Короче Дым есть Я бы конечно Огнеметчиком Здесь пожарил Бо этого Упыря И возможно Бы даже Порезал Ну чего Давай тогда Сюда Светошим На двоих По крайней мере Давай Может даже В обычной Гренке Есть 17 Ну да Братрум Как бы Пробивает 17 5 Раз подряд Это понятно Но У нас же Другие ребята Надо отступать Надо отступать И желательно Вот так Надеюсь Гренку Там не докинул Один ход Вот сейчас Последний ход Надо держаться Дым Фулкавер И все есть Вроде бы Вроде бы Все есть Протокол помощи Кому Пекарю Пекарь Слева Без дыма Или Мантич Пекарю Только Сначала Ты Закрепление Делаешь А потом Протокол помощи Баши Барра Работает Ничего Да 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 Пусть Перезарядка Хотя бы Разок Выстрелим Вдруг Overwatch Чисто Скриптовоз Остановит А Протокол нападения Это чушь Ханкерить Может Ханкери С богом Ребят Стоп Или это Предпоследний Ход Мне же Еще один Ход Нужно Продержаться О Мне же Еще Один Ход очень легчемных перезарядка у меня есть там еще света шума сюда на зарядке заряжается нет какая метка там ханкер под дымом под фулл кавером алёша ты живак забыл вызвать сразу я в тот же ход его вызву я пропустил пару ходов обычных но вызвал в рамках первого же ходу что там щит ой кому-то он стрелять там вероятность не никакая должна быть 6 процентов хорошо сюда нужно где-то светошум нужно найти короче ребят этот овервочный ты упырь и еще под крепа идет а у меня нет светошума надо срочно новый регион с мега низкой активности потому что по-другому я тут не дым ориентировочно на эвакуацию надо сейчас всеми перебраться либо совсем далеко могут на уверен меня принять мало вероятно что там будет овером в таком количестве да надо всеми сейчас просто назад всеми назад и закидывается в этот дымом а потом просто подходим каждый себе по фулл каверу выбирают желательно более-менее одинаково по кучностям гранатку мутона да не вот он не добежит я походил чуваком с дымом не кинул дым так он походил на полную я предлагаю ставить пекаря под ханкером в качестве цели потому что у него бонус к меткости и он будет выступать как цель а вот еще под дыма ну и проблема так вы сошелся и дропчик еще сюда же прям прям перед ну ладно эти скидывают ход грязь но это самый ваш петлю вообще только не оглушает только не надо не надо пекаре не надо не надо не у ханкер не надо держи из пекарь гея промах уху уху уху-ху-ху ой господи считаем овер и смотрим кто может подходит просто подходит overwatch шел раз так это просто подходит господи это фильм ужасов просто в этом лонгворе есть все есть стелс есть рубилова есть тактика а есть реально хоррор вот когда вот такой сварм идет просто на тебя это не понимаешь что ничего ты не сделаешь тут стрельба full cover ну конечно ты попадаешь двенадцатью процентами 12 карл за что скотины 7 на вот два выстрела блин было у них за два хода 17 и 12 и все попали этот как собаки блин да я под сапрессом держись пекарь держись ладно единичка еще один овер оч держись прошу фух ну хоть здесь двадцатками все эвакуируемся чуваки все просто просто уходим отсюда не надо мне больше хотя можно пострелять напоследок так я кого-то фангуем любопытно же он инженер адвента фаху 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 нет ходим сначала на эвакуацию потом уже стреляешь кому продвинутый солдат до продвинутого солдата продвинем а получил скотина охотник продвинутый солдат 81 на на ребят изе миссия что вообще проблемы никакой и здесь же темнейший сейчас будет тоже крутая миссия мы потеряли одного лимминга хэвика получили пару ранений ох вот скажите как они попадают как они попадают 12 и 17 я за фулл каверами я там по дыну я там ханкера как стараюсь как могу сам не попадаю при 70 а у них вот что не выстрел с невероятной вероятностью то попадает попасть попадание специалисты ниндзя пекарем отдыхают они пойдут о ледоколы вала взрывные работы выкуривание практически кто мне есть меткости не очень давай будешь жечь ядро валерия взяли почему-то одно я тоже не совсем понял почему так вроде написано русским по белому что да здесь нужно активность понижать да получается миссия миссии вот это вот среди версию памятника нет вот это вот засада на колонны вот она уменьшите силу врага очень важно до троечки бы спустить мега важный миссия набираем самых классных специалистов и мария адвокат адвокат феликс разрушитель который был куплен которые типа хорошо прокачан да у него диверсионная ракета вот его пока будем специалист один есть штурмовик берс наверно надо брать пулеметчиком что пулеметчик сразу из сапресс плюс мне его нужно качать берем титана может быть даже еще седьмой поместится файлорд гранатометчик да умещается я думаю что мы сможем погасить а небольшая стоп тебе же нужно гасить а лишь лишь нужно гасить серьезным образом в идеале до минимальной конечно в идеале черт добрый чем андр я много пропустил это вообще жесть я не знаю как как ты почему почему ты так поздно пришел так нам нужно шесть суток укладывается а если у нас развед данные для снижения кажется нет ладно небольшая 1315 опять начинаем до опять начинаешь не надо миш проверяй что по по белочку вообще гренадёра бы конечно взять одного один ниндзя ок специалист одинок полимерчик да снайпер да штурмовик да штурмовик возможно нет я понимаю что есть дробаш но по идее гренадер полезнее будет в этой миссии пусть даже базовый он совсем базовый не и вообще не базовый он клёвый очень клёвый сапер тяжелой артиллерии мощно взрывать берем снимаем предметы снимаем броню и зима им все оружие итак на переднем плане у нас гранатометчик оснащение обязательной брони хищника 1 мобильность у него не очень ставим соответственно пистолет-пулемет здесь на на и может быть может быть нет светошум не будем ставить пусть бомбит персональный боевой модуль на что база выживания может быть кстати он и будет танковать много здоровья гренадер две брони при получении урона да давай шикарно фаерлорд будет жечь улучшение оружия тебе особо не нужны давить давить только снайперский прицел может быть какой-то пушке снимем чтобы повысить вероятность вот с этой винтовочки скажу мега важные миссии чем дальше вообще тут миссии в лонгворе неважных нет я практически каждой миссии так основательно готовлюсь фэйлю при этом при всем несмотря на то что готовлюсь улучшение оружия в первую очередь глушак конечно же настройки спуска это все расширение магазине не нужно самый непритязательный в плане пушек товарищ со снайпером все просто во первых мы даем ему лазерное копье у которого приклад расширенный магазин и модифицированный прицел возможно есть улучшение получше но она стоит не на этой пушке по оснащению пустой вообще бронебойные берем жилет берем армор нет армор как раз тебе не хватит да давай какой-нибудь страховочный да и хранитель тени и пистолет у специалиста пистолет лазерный здесь должен быть винтовочка хорошая должна быть лазерная лазерная винтовка 1 лазерная винтовка 2 при ответных выстрелах и так давай-ка мы уберем модули потому что нужно при обычно стиль дэш и не магазин все все в порядке все в порядке а по оснащению пистоль как раз потому что у тебя есть выстрелы по 1 на 1 естественно броня хищника естественно саппорт и кажется это у нас специалист по гранатам до осветитель хорошо не хватает тут жилета дополнительного ну ладно тут меняем один жилет на другой жилет дедушка дедушка разрушитель ракеты бум ему как можно больше боевых гранат необходимо давать они у него с дополнительным рейнджем работают хорошо и ему броню хищника тоже по пушке по пушке по пушке тоже скорее всего берем ему пистолет-пулемет потому что мобильность низкая ему поможет улучшение оружия глушак если есть глушака нет давай-ка снимем все таки поставим себе какую-нибудь лазерную винтовку и снимем с нее тот же самый модифицированный глушак и прочее поставим обычный пистолет-пулемет поставим на него глушак естественно далее пулеметчик пулемет на самом деле можно кому-нибудь меткому дать все таки еще одну лазерную винтовку а не так давайте с титана начнем титан молодой неопытный лазерную пушку даем последнюю броню даем обилки подавление просто да то есть ты берешь себе жилетик оставляешь броньку улучшение оружия глушак элитная настройка спуска неплохо очень даже неплохо для перезарядки но перезарядку лучше дать тому же самому снайперу автозаряжение обычно ему ставим зарядочку бы снайпу не уверен что у него хуже вещи да наверное лучше вместо расширенного магазина модифицированное автозаряжение сделать так в результате у нас есть лазер-лазер-лазер трое без шесть дней почти с унесли почти ушли с ну короче спустились на одну единичку но проблема в том что у меня глушителя больше нет произвести его не могу на черном рынке могу взять надо либо сейчас найти где пушка с глушаком еще есть лазер-лазерный пицелл расширенный магазин да это не очень хорошо я не упадываюсь ладно много гранат раз-два ракеты гранаты три-четыре здесь светошумы одна аптечка мало аптечки мало 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 светошум светошум пришел здесь двойной давай сюда аптечку еще одну можно заменить одного хэвика типа на другого но но мне точно не оставалось там никаких глушителей на экзотичных пушках и подмодифицированное заряжение тут нет тут просто расширенный магазин ничего более о мортис привет добрый вечер чатик от мортиса полетели миссия без лимита на время более того народу там не так много летит практически топовый отряд если получится эту миссию выполнить то снизим активность врага в этом регионе очень важная штука еще одна цель кто-то там восстановился у нас незначительная улика предмет из транспорта адвента спец трусипой один или нет незначительная активность минимальная активность будет даже если вдвоем пойдем у меня нет ниндзя транспортное средство адвента захватите предмет из транспорта адвента там там вижна может не быть просто либо брать какого-нибудь лемминга а у меня нет леммингов либо мега маневренного кого-то бирса бирса жалко он учился в школе он там одинокий лицом молниеносный смертельный он капец жесткий он посылать я не могу посылать одного специалиста разведданные нужны лемминга у меня нет недоступные если бы у меня были глимминги я их пачками бы покупал просто пачками у меня же нет никого машина в ней дверь внутри коробку коробку взломать нужно два тела дверь то ладно мы открываем но внутрь заходить да но улика это по цепочке миссия понимаете по цепочке короче я беру штурмаша просто и специалистам отправляем или эльдара взять пятнашка у него а русбрейн же у нас есть мобильный обученный давай естественно ему еще на мобильность пожалуйста никаких дополнительных вещей только дым только светошум 15 маневренность здесь тоже естественно только только базовая пушка на мобильность никаких аптечек хотя ему как раз аптечку можно если там я скорее светошим или вообще ничего не брать вот с чем дело разлом 60 это ставим так пятнашечка пусть будет поехали в минималку уведем раньше этого месяца можно начать там 7 дней после 125 процентов можно будет уже за нее браться да в этом регионе активность серьезная эксперт спринтер наверное стоит его еще дальше обучать потому что у эксперт там были тоже классные обилки какой у нас выбор рейнджер димага берс берс если есть хорошие вещи оооо стандартный выстрел из основного оружия в качестве действия не заканчивает ход то есть из дробаша можно может штурмовик стрелять это в начале хода такое не так часто происходит обычно уходят ладно допустим на эксперт а что у него да кубикири выстрел по цели который потерял здоровье критически убивает призрак тоже хорошо а он у нас тоже штурмовик да эксперта 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 ты кто да рейнджер все берем да топовые скиллы у него и первый второй то есть он спокойно подбегает добивает скрита как бы для него этот топич просто призрак тоже замечательно но этот так реже используется под приказом дважды из дробовика да да там же не обязательно в начале хода ты можешь подойти выстрелить не закончит ход закончит она копейщики получают способность звезда ринга уклонение повышенное сила адвента 5 сила адвента 5 сила адвента 4 инопланетные 95 материалов сейчас наверное инжей нужно на станции связи с сопротивлением хотя зачем у тебя сейчас и так откроется контакт я думаю нужно чистить снизу инопланетные обломки денег ради как раз два инжа раз два пятнадцать дней хорошо станция связи может быть даже стоит забить на этот регион сейчас слушайте это идея может я реально забью сейчас сворачиваю активность полностью здесь в этом регионе там там же инерция все равно сейчас будет да давай короче уходи просто отсюда улетай не ну мне же некоторое время нужно еще но тем более на на то чтобы открыть уходим в конспирацию нафиг сюда ставим специалиста эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Скорее, здесь нужно в конспирацию идти, а здесь еще подобывать материалы. Да, давай, инжа переведем из этого. Инжа из этого сюда. Так, 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 так. Р, р, так, так, так. Разобрались. И в Нижнем регионе просто, просто некоторое время, 3-4 дня фармим материалы. То есть это не такая жесть в плане активности врагов, но как бы деньги нужны. Инжа сюда перевели, материалы, 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 материалы. Но миссий новых я не хочу в течение недели еще встречать, потому что у меня здесь три штучки. Хотя если мы снизим активность Адвента, ну не факт, что ты эту миссию пройдешь, ну бас. Лучше перестраховаться. Это в конце концов одна неделя. Одна неделя. Так, станция связи. И полетим сюда. Есть. И. А, ты же не можешь сейчас... Нет. Да, я же не могу подключить, у меня разведданных нет. Так. Я здесь не убрал с материалов. Может быть стоит пока поставить Инжа. Ну, чтобы вышку сделать. И... А вышку мы сейчас прям можем сделать. Ну, будет 80, какая разница. Кстати, не хватит. Вышку не надо ставить. 150. Контакт. А, убежище будет действовать с повышенной эффективностью. Беру. Ретранслятор 6 дней. Основы исследований завершены. В новых исследованиях там ничего толкового нет. Кроме разбора Иллериевого реактора. Ядра Иллериевых, которых у меня дофига. И я буду, наверное, опять основы исследований исследовать. Все очень плохо, друзья. Куда перевел Инжа? Выбери материал. Я сюда перевел, но здесь оставил почему-то. Не знаю почему. Может мне стоит убрать Инжа с раскопок и пока в том регионе покопать. Так вот сделать. Потому что реально денег не хватает. Денег не хватает. Но я боюсь карательных операций в регионе вот в этом. Очень боюсь. Ну, если что, можно провалить и как бы забить. Ой. Да, вот оно. Базовая активность. Неизвестно. Ну, все, нужно... Я забиваю, короче, на эту штуку. Не будем мы здесь добывать в этом регионе, получается. Пять. В адвенте. Ну, что я могу сделать? Основной отряд на мега важной миссии. Значительно важнее, чем я. Поэтому забиваем. Да. Кто-то восстанавливается после ранений. Не могут быть назначены. И потеряли мы половину этих. Как выяснилось. Не говорит, что мы еще инжа потеряли. Не, не потеряли инжа. Шесть. Конспирация. Пофиг. Давай тогда убираем так. Ставим сюда разрушителя. Возвращаем инжа на добычу. Классный тут, конечно, механик. Жуть просто. Просто жуть. Ну, не мог я сейчас туда лететь никак. Если я скипаю эту миссию, в ключевом регионе, где есть ретранскляторы, откуда мы будем к другим регионам коннекцией, где самая низкая активность пришельцев, то это забей уже все. Так, сто процентов. Тут похищник у нас что? Минимальный уже разведданные. Найдите улику. Это же у нас как раз... Да, то есть и поэр из брейна. Эту миссию начинаем сразу же. Поехали. Очень-очень продуманный эдон. Эдон значительно круче оригинала вообще. Значительно круче. То есть не просто тут новые классы, не просто масса новых обилок. Тут изменен сам принцип поведения на глобальной карте. Изменены там новые типы миссии появились. масса всего. То есть XCOM 2, если помнить, мы там на Iron Man прошли там чуть ли не с третьего трая. То есть все вот. Взяли, прошли. А тут как бы... О, близко. Так, внимательно. 6-9, 6-9, Михаил. 6-9, все штурмаж. Штурмаж. Надо обходить сзади 100%. Они уже такие жирные, капец. Может быть и не стоит. А тут вышка. Класс. Я не думаю, что нужно идти вообще влево пытаться. Что по взлому? Подкрепление. Класс. Ломать нужно. А сколько эвакуация? 4 хода. О-о-о-о. Это дичь. Походим, смотрим, где паки. Слева идут. Не, ну можем, в принципе, сейчас метнуться и назад обойти. Чисто теории. Да, давай. Очень агрессивненько, Михаил. Нельзя так делать. Тебе же страх неведом. Сколько ходов еще, кстати? 8? 8. Главное, чтобы не на меня они свернули. Да, они идут на точку. Это хорошо. Так мы быстрее просто пройдем у него. 6-9 человек. 6-9 человек. 6-9 человек. 6-9. О, это мирных миллион еще. Походи так. Раз. И вышка еще одна. Сильно обходить уже резона нет. Если они начнут возвращаться, они мне могут накрыть. Поэтому все-таки я еще дальше буду обходить. Уходят, хорошо. Это очень хорошо. Правда, мы с ними можем пересечься рядом с... Девушки-матрешки. Да, фулкавер вот так вот пытаться из двух флангов прикрывать себя. Скорее всего, так. Потому что отсюда уже гремлин полетит. Мне этого должно хватить. Может быть, ее сплетануть надо. А как дверь это открывать было? И третий пак. Так, эти уходят. Хорошо. Смысл в том, что как раз специалист должен находиться, ну, по крайней мере, в прямой видимости, как этот дверь видеть. Ой, хорошо уходят. Ой, уходят хорошо. Ребята, еще дальше. Прошу вас. Так, уже можем открывать, да? Нет, не можем открывать. Откуда мы увидим дверь? Непонятно. Полуугол. Да, полуугол. Тут так, четыре хода осталось. Не вижу я. Не вижу. Подходить-то надо. Эвакуация? Так меня же спалят. А, можно спецом кинуть сейчас эвакуацию. Спеца типа не спалят, да? Ладно. Ну, там нет, вижу, ну, просто не спецом. А, ну, откроется же рейнджер. Какая эвакуация? Кого я слушаю? Блин, ну, твою... Какой эвакуация, скотина? Не слушай ты их. У тебя ж не ниндзя. У тебя ж рейнджер. Капец. Дебил. Ой. Как, как ты на этих нубасов ведешься? Ну, думай головой сам, блин. Кто там эвакуация? Скрипка. Девочка эта. Ну, 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 пожалеть. Нет, какое пожалеть? Кто еще про эвакуацию говорил? Эвакуация. Леонард 01. Фиво. Донатер. Фиво. Ой. Ну, все, миссия, блин, слита просто. Черт, возьми. Просто слита миссия. Специально спасать. Пытаться. Да что ж я... Что ж с горлом? Поехали. Главное, не думают нахрена, кричат в чате. Я на некоторые эти крики прислушиваюсь, блин, к ним. Ну, тупость же. Тупость. Я... Мне за это платить, блин. Да дым под себя. Да, там сразу под контроль будет браться, понятно. Нет, тут и оглушают, в общем-то, поэтому не стоит. Я не эвакуируюсь это. Ну, то есть, ну как? Дебилизм просто, дебилизм. Дебилизм. Не нужно. Должен мне сначала отойти, ну бас, потом делать по такому бакеру. Сам принял на решение, я сам... Да я же не говорю, что решение-то не мое, я ошибся. Но и мое же решение побанить, все. Тоже с ответственностью. А, да, умер больше. А какой выбор-то мне? Как? 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 Ну как? Ну почему? Я не продержусь от два хода. Это меня сектоиды не бегут. Эвакуация. Ну вот... Прям... Ммм... 34 почему бы не попасть о 45 не попал хорошо это глушение простые главный следующий месяц так это не та миссия типа самое главное но лемминговская должна была я не должен был так и дешево полиция контролировал один пак 2 пак 3 они уходили уже с точки надо было просто дистанционно специалистам взламывать и хотя бы им убегать или подбегать штурмовиков мы по крайней мере не пулить эвакуации сразу же не пулить эвакуации сразу же это было конечно очень глупо так материалов нет ждем следующую миссию развед данные есть мы теоретически можем гасануть в этой ключевой миссии снабжение надо будет ускорить проникновение так скадвач возвращается для витя я на 125 не прохожу ускоряем мега важные незначительные 10 12 поехали уменьшить силу адвента по печеньку смягчу горло да было бы неплохо но я не хочу отходить уже 6 человек на миссии лучше но это лучшие люди вообще которые мне есть наиболее подходящие под нее устроить и засаду на колонну адвента то есть будет группа людей большое скопление народу ограничение повторюсь на на время нет это очень хорошо наша задача без ранений желательно выиграть если выигрываем то сразу разворачиваем тут развед данные опять в регионе и можем еще пока там летает передах перехватчик с троечкой по посражаться перебрасывать небольшим уязвимое подразделение что что всех врагов да у нас маскировочка нет ограничения по количеству ходов отличная миссия кто у нас есть пистолетный товарищ ниндзя один снайпер с возвышения стресс поддержал ваш канал на сумму 100 рублей сообщает михаил сорян я хотел напомнить только что 4 хода осталось не обижайся я не со зла а их уже не вернешь понимаешь этих людей уже не вернешь они умерли так с одной стороны хорошо у нас тут угол это радует все-таки пошлю каян на разведку ниндз твою налево ну о боже ты мой как твою за забором стоял мирный за забором стоял мирный за забором ладно их немного капец но я не готов может ли быть еще хуже сразу все спалились причем ниндзя спалился второго ниндзя нет и это такой провал просто проваль так может с места рокета с места рокет дедушка фанаси ты не будешь мазать даже если промажешь попадешь по одному может быть сразу диверсионку а особо на ограниченный имеющий оглуши дезориентировать давай органических противников давай на трех дальних нет обычной ракеты тогда на трех ближних чтобы армор снять поехали не промахнись только молодец крит там еще убрали у препятствия у отлично наблюдатель адвента ок тут 69 сержант адвента ну тебе делать больше нечего кроме как бы сержантом нет на самом деле ты можешь ты не можешь ты только стреляешь хорош убить бы только осталось так тут хэвик новый я до коверов так и не убежал ладно спец скорее всего назад вообще отходят хотя он пистолетный сейчас может быть дышь 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 не подходи вот так вот лучше это раз один на один как тебя раз два три 31 процент я бы вышел просто протокол нападения и все 4 5 50 на 50 вырубаем его есть первый пошел 10 12 человек тут первые четверо они не мутованы слава богу хотя могли быть тут наверно полу кавер либо фунговать либо сопрессить хэвиком тут надо наверно тоже полу кавер и добивать тут что 48 так ты флангуешь да 64 но как-то слабовато флангу продвинутый солдат они с гранатками этот кто он продвинутый офицер еще опасен не добиваешь дым машина взорвется взорвать офицера а у меня-то осталось только трое плата тут безусловно свободное действие бросок-то пора так быть возможно светошум вторым давай попади сейчас искать еще в этих кустах топор что по светошуму отлично просто давай так светошум и дальнего сопрессии здесь все-таки выстрелил по пострельно убить так все будет нормально этого убьешь и зимой фэр лорка хорош мои не попадают даже с половинки понимаете не попадают два дезориентированных один флангануты и подсопресс главное чтоб сейчас паков новых не было о этот горит я не увидел что офицер горит все офицер выключен этот уходит скорее всего не попадает двадцать девять ок оп там молодец но к сожалению это риск уже потому что он сейчас может кинуть даже грянку мне кажется попал с критом 7 хитов по снайперу с ума с этим ох как не хочется мне вы бы знали а не по снайпер он попал он попал по дедушке афанасию новому дедушке надо фланговать скорее всего это полу укрытием дайди дедушке в атаку конечно он ранен ты лучше что можешь сделать это пойти в атаку тут свободная перезарядка сто процентов этот еще ход будет тупить этого я бы снял да жалко ракету тратить безусловно можно протоколом нападение убить но вдруг мэки будут айби с протоколом вниз пистолет опять постреляет один на один 15 8 процентов это абсолютно серьезно снайпер никого не видит отсюда сможет пистолетом попробовать пострелять или сделать приказ может кому-то надать может не будем жалеть и не жалей гранату точно направо точно убиваем ну лево то мне точно нужно как-то убивать так минус гарантированное попадание раз чем не не подбегая к нему вот что нужно сделать еще то есть это либо рокет но рокет крайне жалко 45 офицер с апресс только по одному можно флангануть на то полукавр опять же тридцать восемь сержантом лента флешечка еще одна флешечка я не хочу бежать вперед ребятам еще 8 человек нет короче давайте ракетки не будет не буду жадничать и так раненый стоит под полукавр не дай бог да ёшки матрешки что ну ладно хоть по одному попала тут 45 стреляем раз что еще позиции я бы подсопросил еще я не уверен что может он потухнет не знаю вдруг он потухнет а я потом буду разгребать все-таки горит ну давай-давай-давай беги справа шум справа послышалось лежит но вереновер давай 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 8 отлично вот хорошо так лечимся перезаряжаемся и рабочимся пожалуй вот так вы мария лечит может быть и не стоит прям в этот ход ходить потому что половина сейчас под хреновыми каверами кто-то перезаряжается кто-то лечится лучше сделать здесь овер здесь тоже овер хотя два ходом что хэрика подвести он бронированный пожалуй вот так вот подойдем так хорошо это 2 я приказом могу его вывести элитное автозаряжение лазерный прицел отлично элитная да никого не спали хорошо овервотч овервотч подходим овервотч овервотч убить всех врагов осталось от пяти до восьми получается от шести до восьми крыш конечно есть ниндзя нет вот надо пулить наверно хэвиком опять же из-за брони с то что не у гренки прекрасные да смея сектует ладно хорошо двое всего лишь очень странный пак так что снайпер никого не видит до снайпер естественно естественно ха 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 так ну кидай гренку чего он змея в первую очередь пробую снести брыщ ее флангануть можно но да фланг отсюда будет давай тогда титаном скорее всего фланг раз а вы мария достанется фланга отсюда не достанет кажись отсюда тоже не достанет никогда ладно стреляй тогда так 55 ну ёшки матрешки серьезно ну что я лучше подсопрессить что у тебя по обилкам по обилкам говорю что он как мне посмотреть обилочки титана навыки точнее он нулёвый нет у него навыков поэтому поэтому и не посмотреть окей общий вид вот она с давай 80 процентов по вайперу пыщ крит рожь нет вайпера возвращаемся к секту и душ штурмашом скорее всего что можно было сыночку тупу порезать порезать ок ну все кто это под сапрессом да он рот не стоило опа 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 стреляя по глаза дому промахивается титан 63 причем точностью неплохая точность ой фланг как фланг мит и чего кто там сказал про фланг разом под контролем пришельцев класс так снайпер не видит может у нас просто подсветки его нет до подсветки нет так святошум у кого святошум у а вы марии подойдет увидит сможет если что но я хочу пока не тратить гренки а адвокат не может стрелять ну класс ну думай тогда ты флангуешь ты флангуешь пушка хорошая крита 1 4 если у кого-то еще возможность возможно стоять пушек нет нормальных ну ну хэвика есть отсюда фланга нет не 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 по своим ты чё вон упырь 70 процентов давайте танчик ну тратим святошум мы не попадаем понимаете мы надо смириться с тем что вы 70 не попадаем просто просто не не попадаем принять этот факт и не стреляет 70 можно приказ дать хотя отчетцы кто это то ждать я и так его на оверах тут по подловлю по подловлю раз пусть пушки хреновый но зато мы мы можем а так не можем ладно тебе все равно пушка хреновая не хочу феликсом вперед лететь понимаете не хочу снайпер пожалуй подведу может хоть следующий ход начнет стрелять хочу приказ ему давать не хочу можно было бы графическое целиноведение сделать на этого не сделал так это уже получается 55 из 10 тиро 12 будет гад ой какой интересный маневр да ты бы еще попал что 25 так ну надо фланговать друзьям надо подходить фланговать раз 78 молодцы еще ой снайпер 50 на 50 вот верю вот снайпер попадает часто с такой вероятностью я же говорил полут топорик подбери не забудь это да так значит чуть-чуть тут перезарядка овер овер подходим что маша нужно подводить под подлут слушаем никого 2 свободный перезарядка отлично у нового так последний ход ядро или две штучки так нам встретить что мы можем как мы там ломать можем в общем и где враги сна и постоит хорошо ой можно было попробовать сломать так помехи измененные сигналы что за помехи что за помехи защита мобильность противника солдат по маскировку сила воли хочется сделать только для того чтобы навык повысить но но нет так то есть крыши с одной стороны да мне нужно все-таки гренадёром погреть и гренадёром как ни крути поехали был мирный не не очень хочу чтобы а вот и пак четыре человека хорошо получается 10 по одному попали четверочка кто там продвинутый пулемётчик овервач снайпер 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 40 процентов промахнулись еще 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 и еще шесть можем еще мимо ну как ну как ну почему ну почему 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 я не попадаю не попадают это грязь просто грязь единственный раз скотина стрельнула с 30 процентной вероятности попал 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 понимаете это как тут надо заходить за фулкавером кого-то видишь надо видеть больше фланг лучше сапом организовывать и вообще из пистоля стрелять или светошум те же светошум там у единственного кого есть нам а вы мария должна вот сюда подходить кидать светошумовое ориентировочно трех верхних раз несмотря на наличие фланга вот так вот светошум ориентировочно тут огнемет граната скорее всего взрываем так огнемет не достает нормальным образом это фланга а давай грянки грянки могут нанести крит еще ранен и здесь думай так еще фаерлорда есть но ближе опять же желательно не подходить пусть там гренки могут быть думай а нужно себя подходить и кидать на другую дальнюю гранату ты светошуму ты закрываешь так феликсом типа можно бежать но это вообще крайний случай снайпер не попадает можно кому-то дополнительный ход дать наверное лучше будет кого ты видишь плане дополнительного хода титана и фаерлорда причем оба они должны подходить ближе ну ты тоже можешь ближе подойти по этому ок ладно давай чтоб не фланга 0 и 1 все равно сомневаюсь делать этой гранатой скорее всего вот так или восьмерочкой восьмерочки так клево но ты как бы что по с опрессом двоих закрываешь самая большая проблема вот с этим упорем с наверное нужно его грянкой прокидывается просто так тут есть фланг но опять же тех трех мне особо не стоит бояться потому что они будут под сопрессом и под светошумом а вот этот товарищ он и под по полу кавру стреляет и флангнуть может при желании но не может но может так все теперь он уже более уязвимая мишень мы его можем подрезать это раз мы можем его снайпером снять да да отлично тогда им не нужна помощь лут феликс у нас запасной тут светошумовую точно кидаем почему нет закрываем двоих с опрессом можно еще феликсом что-то сделать закрываем двоих с опрессом феликсом надо просто к вышке подходить здесь не жалеет гренку на ближайшего пофиг на него все остается феликс он в принципе может подрезать он и подрежет подойдет сюда подрежете обойти не могут машина не взорвется поехали все подавлены те ошеломлены так по своим небесам смотрим что могут это могут быть последние то 10 человек побежал мне не побежал просто перекруппировался ханкера этого минус 7 сразу молодец фланга нет алёша хорошо можно кстати сломать пока не поздно можно сломать если мы уверены в том что это последний не уверены адаптация персональный боевой модуль а там я же только бафы получаю да но навыки могу получить еще один такой рисковый ход нарежем так снимаем камеру якнем о лут еще шикарно давайте что-нибудь элитное модифицированный глушитель неплохо полезная штука можно еще ему команду дать но наверное стоит подойти вот так вот раз тут перезарядка 2 тут подходим торопишься зажигая зажигаем горит нет не горит не горит блин уже как-то его убивать собираешься команда нужна подходит командир кому может скомандовать приказ дедушка дедушка титана ли этот так а дедушка с чем с огнеметом и с обычной гренкой да с повышенным уроном подсопросит опять же его можно приказ титану лучше дать в такой ситуации он подойдет и уже там будет действовать так пошел сапресс тут надо его под овервочить просто тут наверное не пожалеть игренки ну я его не убью но укрытие сниму и соответственно если сниму укрытие то он будет убегать значит сап после под сапрессом по нему могут попасть и не ну камень не сдвинулся у меня три хита остается ориентация снята вот это опасно да он просто по фланговому наступляет и все ой хорошо хорошо что один урон только прошел а еще не поздно ломать еще не поздно ломать это максимум два человека ломай повышай свой навык михаил повышай немедленно получаем маскировку м м м м м м м м м мандаринка 666 поддержал ваш канал на спасибо рублей сообщает добиваем миши и часть их огромный привет оторвем же голову пришельцам чтобы неповадно им было на земле матушкой поставим за руси вражем отпинаем отличного всем настроения и положительных эмоций миша ты играл в металгиар на первой соньки очень замечательно нет нет соньки не было сонька была у мажоров два ранения главное мы выполнили эту миссию ребята мы снизили снизили уровень паники несмотря на абсолютно убогое начало с первого же хода ниндзя его палит мирный и начинается трэш но мы с вами справились справились сейчас можно возвращаться к разведданным в этом регионе здесь сила адвента должна опуститься на троечку и счет 4 лвл апа пулеметчик титан так а может быть подумаешь дополнительный шанс стать царапиной давай попробуем так хотя стрелковое оружие базовый урон единичкам беспокоящий огонь я не знаю какой там дополнительный шанс давайте попробуем его по царапинам феликс ниндзя оооо я до этого не доходил мясорубка свободной атаки по любому врагам нет или было разок короче если будут мимо крисолиды пробегать можно ок так а если неуловимые уклонения в каждого ой хорошая штука удары с тени к точности критично предействующий ммм ммм мясорубка пока не пригождается неуловимый прям топчик от первого выстрела Удары с тенем Эй, мясорубка Я не я, я с мясорубками возьму Дедушка Тандемные боеголовки Гранаты и ракеты наносит полный урон во всей зоне поражения Имба И фаерлорду Тоже тандемные есть Ваши гранаты пробивать до трех брони Вот это вот хорошо Хотя тандемные, мне кажется, универсальные будут А это что, светошумовые? Глушить в зоне? Нет, тандемные беру Тандемные беру Труп офицера адвентно Элитные, самое лучшее перезаряжение Три Дедро и Лерия, адаптация, модифицированный глушитель И трупов много Сейчас сплавы пойдут Оооо Срочное исследование Срочно за сплавами дополнительными Один день Я еще в игре, пацаны Я еще в игре Так, во-первых, здесь возобновляем активность Троечка Троечка, да, да Троечка Здесь советник убежища У нас не инженер, а ученый И все В разведданные Все в разведданные Пока нового региона нет Активничаем здесь Хорошо, разведданные 16 Там сила 5 Один день Вышку ставим Разобрали Разобрали Сейчас будем Это топовая, конечно, миссия Еще Адвент Сканер можно сделать Пси-способности Тоже хорошая штука Отдавать нам миссиям против психтоидов Давай Пять дней Как мне нравится, что ты тащишься по иксам По-любому волшебная игра Эликета Игра прекрасная Построили первую вышку, ребята Вот оно, чудо техники Ретранслятор Будем стримить отсюда Пулич нажал на кнопку Ничего себе Вот это Вот это скилуха Плюс-плюс Жми Чумандер Не палимся Больше подсветки На радиовышках Больше красных цветов И чтобы он еще мигал Мигал, мигал Ослепительно Соседние регионы Услышат голос сопротивления На службе человечества Новобранцы стоят 100 материалов Пошел баф И эффективнее стоит Начинают работать повстанцы здесь Ох Тут конспирация Пятерочка Тут конспирация Тринашечка Денег не будет Но вы, конечно, держитесь Нужны масс-миссии Здесь Восстановились Ой, хорошо Обучение идет Давайте, давайте Центр военных технологий Кто? Во-первых, берем дубликаты Либо второго специалиста Либо второго, например, гранатометчика Фаерлорд, например Что может? Скрытность стрелок Беракола Лесом Мне вот нравится Этим Разрушители Как они там называются? Гранатометчик Специалисты Рейнджер-штурмовик Разрушители Но их здесь нет Может, у снайпера Что новое? Глухая В десятку Пристрелка Нет, снайпер Не получал Левелап У нас же получил Левелап Новый пулеметчик Титан О, есть! Вот она, имба! Огневая поддержка Выстрела В режиме наблюдения Не работает Но господствующую высоту Да, господствующую высоту Подфарминь Незначительная подфармить Вообще ези Эта миссия Надежный пройти Восемь дней Да, давай Паерлорд Пошел Не снайпер Эксперта Рейнджер По ранению У этого А вы Мария Мантич А Димага Слабенький Гранатометчик Да, он базовый Там я просто Новый уже есть Штурмаж Берса берем Хорош И шестого Пекаря не хочу Можно крову взять У меня тоже много полезных обилок Очень много полезных обилок Так, и ты еще можешь попроизводить То есть Рейнджер Два специалиста Просто стрелять буду точно В транспортное средство откроем Гранатометчик Окей Рейнджер Быстро Штурмовик Быстро Ниндзи нет Михаил Ну ниндзи Просто я либо пекаря беру Но тогда на следующей миссии Я ничего не могу сделать Лучше уж пусть он Останется Выполнять Да, давай Снять предметы Снять броню Изъять все оружие Так, Берсу в первую очередь Даем армор Даем ему Лучевой веер Даем ему Жилет из нано Волокна Какие у него обилки Лицом к лицу Молниеносные Уклонения Ох Еще Смертельный выстрел Доп Крит Улучшение оружия Лазерный прицел Крит Элитное автозаряжение Плюс 3 Модифицированный глушитель Ладно, давай Модифицированный глушитель Так Мантич Рейнджер Ему нужна винтовочку Естественно Мантич тоже долго учился Лазерная винтовка Нако Нет, не Нако Лазерная винтовка Сначала пистолет-пулемет Снимаем глушак С него Мантич Куда ты пошел Оснащение Лазерная винтовка Ну, персональный боевой Адаптация Здоровье Да, давай Оснащение Жилет Что за обилки Так, маневренность Нужна Вообще-то тебе Дуплеты Всякие Бегом Обстрел Надо вот так вот делать Стойкость Гремучая смесь Гренки Типа Реально Ему взять Пистолет-пулемет Так сделал Пистолет-пулемет Плюс Пусть с модифицированным глушителем Ладно Гранатометчик Все у него Да Эксперта Рейнджер Винтовочку Либо дать Либо сделать Есть Винтовочка Броня Есть Эксперта Учился Спринтер Агрессия Дуплет Маневренность 17 Кубики Рейнджер Улучшение Оружия Пошло Лазерный Ладно Овервотч Перезарядку Лучше оставить Пулеметчику Пожалуй Пулеметчика Которого у тебя нет Которого ты учишь Так А вы Мария Варморе Варморе Пистоль Взломы Броня Есть Нет У него все хорошо И святошим Нет Кроу Сейчас может быть Для Кроу Сделаем бронь Может быть Сделаем пушку Что он умеет Где я ему учил Ооо Физоторфическое тело Сумму 50 рублей Сообщает Миша Когда ты уже Освободишь Африку От иноземного Рабства Я стараюсь Когда люди Вздохнут Свободно Ну и другие Люди На остальных Континентах Тоже Так Сделали броню Шестую броню Как бы Для шестого Человека Здесь Наверное Все таки Я мобильность Возьму Потому что Он все таки Штурмаж Ну в смысле Рейнджер А нет Он саппорт Что ты несешь Саппорт С хорошей точностью Что ты несешь Скажи мне Обычную винтовку Давай вот так Вот лучше Он еще Полевой врач Между прочим Протокол помощи Медикит Где у него Михаил Он Он саппортящий Специалист Раз Два Три Четыре Восемь Двадцать Два Восемь Двадцать Θа Два Два Мы Умещаемся 상태 Не Умещаемся Но Восемь Двадцать Четыре Плюс Двадцать Два Умножить На Восемь Равно Стоп Сто Семьдесят Одем Двадцать Четыре Семь И Тринадцать Сотых Тринадцать Сотых Так Может Ты поставишь Все таки Глушах Какой Негς И не будешь Считать Тринадцать Сотых Относительно глушитель есть берешь лазерную пушку кому не может взять лазерную пушку что у тебя пулеметчика нет ладно смотри на других пушках снайпер со снайпера там прицел там не глушак ты увидел прицел здесь а не глушитель приклад модифицирован автозаряжение как мне глушак снять с пушки если я не могу пулеметчик поставить так ладно тринадцать сотых че делать ребят что делать как быть снимаясь обучение пулеметчика и могу дать наверное пушку вот такой вот не уверен что это за аффектит 717 один зафиг целым мобильность повысилась за эффектом до 7 2 этого хватит дичь стартуем inch незначительный я говорил что это важная миссия есть у меня один нельзя есть 2 который через шесть дней вернется денег нет еще миссия улика четыре дня предмет из поезда спецов нет я двух спецов зачем-то послал пекаря посылать к поездам крайне сложная миссия важная какое незначительное минималки опустим сразу же нельзя скипаем эту миссию еще цель о спасите сторонников сопротивления освободите пленных постанцев штурмовика дадут ну это точно это точно пекарь друзья это прям точно пекарь минималка это русбрейна мы освободим он кирилл потыркин штурмовик и новобранца 1 и двух товарищей с сопротивления так пекарю все-таки дам жилет на броню ко мне не хватает я бы ему и броню при произвел но я не могу и не хватает кажется сплавов и материалов не хватает ясно дым он идеальный вообще разведчик у него первых призрак потом скрытность мобильный 16 очень хороший поехали важная миссия двух товарищей без рекрутинга можно в эту в эту в этот регион притаранить будет не 8 на 10 ну и плюс штурмовик как бы плюс новобранец которым можно тоже обучить охота за шпионами затрудняет сбор разведданных скрываем сектоидом ментальный щит продвинутой концентрации патронный коготь продвинутая концентрация еще заметным повышающим солдатами под воздействием все да паники атака ментальный щит полный иммунитет от всех атак патрон коготь крит попадания вот это штурмашам прикольная вещь так ну что я думаю надо сплавы сплавы и даже сканер может сканеры возьму так а в соседних регионах у нас 55 да олег господствующая высота продолжаем в центре военных технологий постоянно на замечание идет непрекращающиеся так выбор ограничен снайпер ничего там не было наверно титанчик рассчитываем я думаю что надо проверить огневую поддержку вдруг все-таки он будет работать и при попытке стрелять сейчас убежусь что круче нет ничего гранатометчик спринтер стойкость стойкость неплохо но я лучше пулеметчика буду выкачивать четыре дня тактическое улучшение мастера ближнего бона боя архонты получает способность мастер ближнего боя позволяет открыть ответ на огонь по любому противнику который приблизится ничтей клетки так восстанавливаемся так револьвер бсп доступны для найма сила перешать в состоянии повышенной боевой готовности застать вас плохо сложно скрыть события за развед данные давай откроем ладно незначительный прорыв там же еще адвент идет дырокол пробивает 135 материалов да нужно я наверно а на что мне сейчас деньги нужно тратить наверное на специалистов скрыли солдат адвента и нужны развед данные по сути зона испытаний после этого появляется вода бронеплиты дополнительные защиты керамические скрыть офицера адвента это кажется стригерить может что там да это этого не аватара кодекс это появится не буду я открывать это лучше попрепарирую солдат слушай а может быть слушайте может быть тогда зоны испытаний сделали рабочее пространство тестировать там же имбовые штуки достаточно энергии но это решается ну или питание и нжа сюда нет черепной бурда в кодекс так тут проникновение соточка но кажется этого недостаточно да 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 там до конца кодекс постучит новым буром у аптечки скрыть и не добавляет кодекс я сразу не хочу форсировать еще кодекса не хватало попробуем посмотреть что за новый персонал денег конечно нет доход минус 60 кристаллы и лири о кристаллы и лири можем попродавать я что вы хорошо 130 изи купить кто штурмашин 57 бсп или револьвер что машина самом деле не очень нужны я бы лучше деньги на другое потратил например на офицерки на улучшение или кстати мы можем сейчас можем после трех после двух дней зону испытаний запилить мне нравится так тут уже минимальная пора пора на миссию эти тут два товарища сопротивления один новобранец и один штурмовик руссбрейн которого на прошлой миссии на захватили один пекарь один пекарь идет вызволяет пацанов минималочка троечка все хорошо давай зона испытаний до зоне испытаний там много всего хорошего сколько помню всякие иллюзии патроны специальные бронька кажется реле питания строить пора под следующее строение к что я не собираюсь следующее строение кроме зоны испытаний делать реле питания гремлин спокойно его улучшает зачем пекарь и не жить чувствую беду главное сейчас вот не на ерунде какой-то не спалится потому что там у него характеристики у него маневренность он прекрасный просто воин пекарь он столько уже миссии прошел стольких людей спас не забудьте эвакуацию поставить сейчас кому-то фу вы еще раз прилетит эвакуацию поставить я хочу довести вот эту вот логику до конца может мы регион освободим вот этот вот здесь больше всего шансов этот третий регион освободить от адвента вообще так крыша и голубь настораживание побег нескосторонних сопротивления прямо по курсу раз два три четыре помню вход помню справа помню здесь за этим зданием эвакуация где угодно тут можно просто учить я предлагаю типа крышу труба туда забраться я сначала приходил так смотрим аккуратно аккуратно вроде ничего хоть нет вот мирный пожалуйста я пройти так не могу трое мирных стоят 1 видов немовичем мирный но они вроде бы просто тихо есть все равно риск переходе говори пекарь далее слишком я тороплюсь прям по курсе снизу судя по всему врагим дверь открыли так ну смотрим я бы сначала вот так посмотрел сетям конфирмата это плохо что не тут никого нет так есть либо дальше либо дверь дверь как говорится не лут так смотрим да вот они хорошо 4 человека 4 человека помню что у тебя есть еще обилочка призрак тут до угла можно было делать тоже риск определенная далее смотрим слушаем они стоят прямо в этой комнате идут на меня милишный ракетмен пулеметчик и обычным ой 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 я боюсь что там еще кто то есть верно прям здесь не палимся твое налево они все рядом с випами так и здесь может быть фланг здесь маловероятен фланг то есть вот так да вероятен фланг они скорее всего будут сюда спускаться еще не поздно назад чуть отойти нет так не будет фланг главное чтоб сейчас дроида тихо те заходят заходит внутрь плохо что они там ой стоп 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 не должны увидеть не должны увидеть у меня же еще наход распространяется тихо так на скорость все это закончится как мне вот эвакуировать всех если там парк со стайнерами сидит смотрите когда они уйдут смотреть где эвакуацию вообще то михаил тебе нужно еще вот эвакуация тут скорее всего угол о том кто и двери либо кое-какие так эти уходят хорошо 4 человека 4 человека вполне возможно что это все кто есть так подходить или не подходить очень вопрос да и стоимость а у cover не должны увидеть вообще меня это риск эти не вернуться в любом случае мне кажется надо спокойно вот сюда уходить же но тут ближе к точке на эти но отсюда я просто не буду видеть куда они будут уходить а тут у меня будет вижу но если еще двое то я спалю сейчас 6 ходов есть еще время скипать куда они идут идут влево тогда точно еще справа уходим они кажется уходят вообще далеко соседнее помещение так по уходам где они есть нигде нигде стоит ли прыгать сюда не стоит явным стоит ли уйти в угол вряд ли стоит ли пройти сюда нет почему нет слушай тебя ждут здесь не фланганут никак и ты их можешь увидеть тебя нет открываем миссии это великолепно просто если вы тактические игры любите обязательно их с чем обязательно их с чем тех уровень он уже доломался до двадцать четвертого да ладно и материалы можно было развед данные даже попробовать ничего себе но паника естественно идет у меня пол хода ну я побежал лимминге мне сразу на эвакуацию full cover раз это русбрейн лучше пекаря наверное на full cover оставлюсь не добежит он не добегает это плохо это два тут лучше дальше вообще там как можно дальше без ковров даже чтобы не спорить никого не беспокоит пекарь все-таки надо наверное его вот так вот сделать вообще они могут могут они обычно бегут сюда сразу . вот они пул может не пол вроде пол офицер да бац задницы ой главное чтобы не было халатурных выстрелов есть overwatch так на сверху чем у нас с проблемами я подставляю русбрейна все-таки ну потому что пекаре не стоит представлять все уходят ребята миссию выполнил успешно два члена сопротивления новобранец спасенный рейнджер и пекарь который ну просто чемпионит просто чемпионит безупречно классно миссии на стелс проходится классно там разбрали на второй раз по свету же да да сейчас нас будет уже здесь 10 человек сопротивления которые все на развед данных новобранец которого сейчас мы посмотрим наш на кого он больше всего ну кого из него нужно сделать не получил пекарь и level up материала 35 разбраин так сигвард партизанская школа новобранец а сигурд это зефирка это из dark souls так смотрим на зефирку зефирка стандартные абсолютно него темы не мозговитая особо делаю тоже из него ниндзю потому что такие товарищи могут выполнять миссии которых будет но ган так димагу гранатометчика может а нет это офицерка что ты делаешь тебе нужно в центре военных проверить что все идет хорошо прочитаю описание зефирки давайте действительно зефирка это новый стей паф он беленький весь изменить о краса она же неубиваемый оптимист жизнелюбно мозга костей мастер пивовар его отменного отменные сик брау ценится не меньше чем боевые навыки самого хамелевара боится высоты да меткость зефирки и зефирки 75 65 так руссбрейном можем ли мы руссбрейна в центре военных не там огневая поддержка учится хорошо основная группа пацанов 310 материалов инопланетные скоро да может на черный рынок может возьмем штурмаша возьмем кого-нибудь но чего револьвер меня опять придаст бсп лучше найму нет партизанская школа сначала оцени что ты можешь партизанки сделал там за 250 кажется снижение штрафа на миссиях платье камень и он не достиг out new means of replenishing our resources комплексное оружие эффект от персональных модулей увеличивается и солдаты получают плюс 3 к мобильности первые два хода пока замаскирован тоже помогает персональных боевых модулей у меня прям не так чтобы много знаю штурмовиков рейнджеров-то мне сколько точнее штурмовиков мне кажется один штурмовик раз да давайте штурмовика возьмем давайте возьмем штурмаша 2 купить бсп и он сразу же будет три звания вперед кэш данных о нет нет не надо слишком дорого я заплатил за это сейчас еще материалов будет мало так новый боец сергей меткость 78 хп ой мозговиты 66 ворот есть шестерочка повышаем это будет дымолниеносная да лицом к лицу может учитывая меткость траншеечку возьмем а на давай нет лицом к лицу это крит прижденный убийца закреплением а что у нас на миссии я не должен был ли миссию эвакуации випа инжа нет я должен до минималки довести здесь двух из конспирации выводим в разведданные леммингов и получаем уже десять человек из возможных тринадцати пять пять три сканим живем еще ребята живем это конечно удивительно удивительно просто огневая поддержка центр военных технологий гости к центру военных надо запомнить вообще нет наверно вооруженные и да дольше так кто бсп надо проверить навыки нет там было у кого-то кажется у штурмовика второго или потерянного штурмашем так может димага гранатометчик спринтер стрелок стойкость нет феликс ниндзя точно прицеливание один на один не то не то не то не то пекарю может быть радиус страж нет все мимо давай еще раз к бсп тогда нет димага спринтер скорее всего возьмем если нет ничего толковым а титан же еще если не атаковали нет 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 и русбрейн точно цели руки молнии ух и обороны ничего представляете ничего ладно гранатометчику спринтера берем нового обучи новый же учится у меня же нет нового новобранцы сразу же во первых вербовка вербовка есть гайфудинов точный мобильный ноль материалов берем точно же есть этот я снайпера хочу из него сделать наконец там 72 меткость базовая вдруг зайдет гайфудинов инопланетные обломки расчищены я получил еще денег можно возвращать инжа в мастерскую у нас теперь их три же еще сюда соответственно гремлина уже энергии хватает и скорее всего делаем зону испытаний вопрос к знатокам зона испытаний у нас бафается инженером или не бафается вроде как это инженерная тема но я не уверен наверное копать кем-то еще сразу же подскажите пожалуйста бафается отлично зона испытаний пошла гремлина сюда 7 дней будет делаться и остальных двух инжей мы вниз бафается шикардос 23 дня но это так материал есть зона испытаний через недельку вскрытие вайпера это аптечки как раз под зону испытаний так а здесь миссия минимальная еле-еле 125 процентов и еще один инж освободите випайс транспортного средства здесь топовая блин команда мы идем собираем лут всех убиваем пока сила адвента здесь троечка нужно максимум выжимать максимум выжимать на 6 человек там 6 9 ребята это шанс глянем на будущее бонус региона Австралия надо посмотреть окей освободите випы из транспортного средства подкрепы будут подкрепы будут у нас тут кажется два специалиста я сейчас всех взял кроме снайпера всех толково взял специалисты ниндзи пулеметчик о блаи здравствуй ага соберешь ты все но я буду я должен это делать потому что дальше все будет только хуже по активности и по сложности поэтому либо я сейчас собираю либо вот надо собирать вскрытие вайперы не только аптечки но проект очень плохих патронов в зоне испытаний да дамага малого команды если будут плотные враги то гг откуда плотные враги при селе адвента 3 скажи мне пожалуйста мутоны полезут бронирование я не верю в это поехали сразу пак три человека эвакуация очень близко все очень близко я видел там пак меня не обманешь так я думаю надо спускаться и вот отсюда мочить просто гренадер как можно дальше раз два кавера угол-угол вот они раз два три раз два три шесть девять человек то есть это может быть вообще половинка того что есть так ты у нас что у нас рейнджер да у нас саппорт вышки еще я слышу работает он эксперт так много коверов цветошум есть у нас такой полухалявный там хп конечно у них вообще завались и я зачем-то саппорту а я убрал пушку потому что да я убрал пушку потому что минимально бы не отпустил не опустил берсона штурмовик его бы на будущее опустить сюда эксперт точно должен стрелять два раза но наверное я еще один ход подожду потому что мне нужно милиш товарищей мне тебя особо тут не надо это защита от взрывов думай пока овер пока овер овер тут дуплет есть на самом деле то есть теоретически можно подвести бобра ты не взял ниндзя на эту миссию и что скрытие по умолчанию я ниндзя специально не взял потому что он на следующий должен был идти ну то есть я не знал что там миссия он узнал что это долгое так и получилось сразу сюда я не знаю что там за угол слева дверь открывается эти на меня идут хорошо только трое но у них хп конечно конское количество заморозка бы зашла хорошо чуть не фланганули кстати так ну я предлагаю это точно не не стреляет здесь скорее всего мы да делаем светошум вообще у тебя точность хорошая пушка хорошая светошум лучше коллегами кидать мантичем что ли мантич дуплет может сделать нет вряд ли как раз мантич будет делать светошум здесь нет вот как раз кроу будет делать светошум ничего ничего два раза стреляем да то есть все никто ничего делать не будет все таки гренкой пробьем хорошее штука при базовое выживание после получения урон добавляют 2 единицы брони до конца следующего хода тут просто броню можно сразу снять вот с чем дело но нет лучше чтобы они не разбегались мы это проходили уже поехали свет то шум раз без овервочи то есть другая схема сильно разбегаться разбежаться не могут я хочу кавер снять просто раз это два но все двое рядышком один флангуется теперь вот так делаем причем по ним полный урон идет вне зависимости от того как мы поставим так пошла гренка фаерлорд жжет кавер убили убрали точнее здесь скорее всего один на один выгоднее будет раз два три выстрела сделать из пистолета либо 87 не погоди здесь у нас что есть как раз ничего протокол нападения страховочный типа берс сможет run and gun но это рискованно лучше наверное начать от нэксперта нэксперта стреляет два раза раз крит два видимо пистолеткой надо добивать да почему так у них реально дофига хп дофига хп так не хочется ранен ганить вы бы знали ладно давай один на один раз два три пистолетик бах бах внутри по дальнему там полуковер попало тоже молодец суммарно хороший урон конечно особенно для сапа пулеметчика не хватает тут был под сапрессом так минус офицер и вот тут вопрос лезть или не лезть с run and gun этот вряд ли попадет может флангануть мне с run and gun ты гарантирован одного убиваешь и гарантирован пак пулишь но с другой стороны это берс у которого есть защита дополнительная и модуль да нет не попадут они просто и все может ты подойдешь по нему просто стреляешь разок из дебоша это же неплохо понимаю дистанция на 50 на 50 хорошо добро остается один под светошумовой два из 7-9 хорошо живем тут скорее всего фланг вопрос только кем он говорит штурмашом кем же еще пак не спалил хорошо крит 101% шутки шутками на самом деле учитывая уклонение это это правильная штука падает лут подходим аккуратно не сильно цель уже рядышком они вообще сейчас должны сюда идти мне нужно хотя бы ход на овере поселить твою налево спулил так у командира есть ли приказ так хэвик может стрельнуть машинку надо взрывать сто процентов но тогда я не пробью это приказ есть приказ есть хорошо то есть штурмаш у нас не улетает сразу светошумовую тоже накидываешь так давай без движения вперед светошум раз так это 5 человек да получается а здесь у нас что пока так флангуешься не флангуешься я думаю надо вот так делать просто и того без фланга убивать пофиг на машинку надо убивать без гренок да только ты не убрал укрытие у него так все хорошо точно приказ гренки не будет как критическое попадание автоматически вбивает ясно тут overwatch явно или дым кстати лучше лучше приказ да и дым лучше сделать на всякий случай делаем приказ берем лут подходим сюда под полковера и закрываем это все дымом что выпадает глушитель лазерных лицов обычный бросок дымовой под полу ковры с богом они дезориентированы впереди еще есть враги продвинутый стрелок тяжелый адвент слева пак мутон две змеи еще один ну все да там и вру очень но это так в змея попал семерочка молодец в змея стреляет уже 50% попадаем конечно еще мутон стреляет ой бронированный мутон так ну это все это 9 человек это вся карта ну подкрепление еще могут быть да как 9% попадает 9% 9 карл 9 9 так надо действовать тут вообще мега агрессивно тут врываться фланг дуплет убирать офицера это раз раненганом убирать этого упыря это два перестраивать со светошума и прочее мы кстати можем подойти мутону оглушить с раненганом есть ли у тебя кто-то кто может убрать право нет нет и 9 и 19 казалось 9 чужие сторонения две штучки олень лукавр меня смущает так только не торопись во-первых у тебя свободное действие против мутона лучше сразу сделать вот так вот обстрел то есть защита от гранат меньше от взрывов хорошо далее ты дуплетом отсюда убиваешь офицера убиваешь убиваешь кто тебя видит сверху вот он видит змея видит все видят все ржут над тобой а что ты можешь еще полезного сделать лидером а ничего в том ты и делаешь ты ничего до других ты не добегаешь только допход окей допход кому пока не ясно короче это точно раненган а просто как куда здесь у нас что стрельба по вайперу 53 сюда гренка скорее всего надо класть пытаться понять фаерлордом короче класть гренку туда наверх вот сюда вот фулкавер раз кладем гренку два хорошо хорошо мутона скорее всего оглушать надо бы это ну или дезориентировать я не знаю я его в один ход то не убью так 4-5 что там по каверам у нас 56 ничего так здесь у нас саппорт который ни хрена не умеет нв поддержал ваш канал на сумму 100 рублей спасибо тебе да здравствуй у меня сегодня день рождения вот и мелкий какой 22 года исполнилось передаю тебе все положительные эмоции которые получил за сегодня поздравляю тебя с праздником покажи этим инопланетным захватчикам что такое великолепное тактическое мышление смешно протоколы блокировки фигня протокол нападения можно сделать но это буквально два урона скорее всего нужно сделать протокол помощи и протокол нападения на случай на страховочку короче говоря если я побегу к мутону вот отсюда вот как ты будешь действовать когда эти вот правые придут в себя нет нет тебе нужно сидеть в дыму ждать кидать светошумовые короче вот так вот все таки так полукрытик как тебя видно да да черт и хочется дугометом пострелять я не просчитываю все варианты и это конечно очень плохо скорее всего здесь пойдет флешечка вопрос только в укрытии исключительно возможно даже фланг вот так вот и фул кавер тут можно только выстрелить но этот выстрел будет не очень полезным как к светошум вопрос на кого на этих двоих на этих двоих змею мы типа попробуем с положительной вероятностью убить как будто она ты все равно не достаешь а шанс по попаданию 48 да короче светошумовая раз ускорил пак миссия вроде как немногочисленная ну в плане врагов не так много тут надо поражать точно закрепление и мне кажется надо бежать сюда убивать ну а что ты с мутоном это делать будешь ты просто его так оставишь только ты его можешь убить ладно что может пулеметчик сделать да движение есть до сюда нет вижу ты флангуешь неплохо да я наверное берсом пойду мутоны вырубать змея два раза мы стреляем по а ты же флангуешься друг ну ты флангуешься чуваками которые которые по дезориентации это змея флангуешься но либо ты два раза стреляешь убивая змею важную ладно давай а ты тогда что будешь делать хорош опрос или оставить мутона в покое не факт что ты его еще оглушишь так а если доп ход фук нет здесь нужно делать модуль защитный как раз на штурмаша штурмаш бежит берсом все решился поехали ранен 79 да ладно 78 мутон центрион капец какой он страшный глуши его 80% есть обмяк отлично так тут гренку на змею можно в общем прокинуть в надежде снять кавер и повысить шансы на но это же тоже гренки будет докидывать может все таки пойдем на пофиг пик летом этого убью тебя фланговать будет вася протокол сделаешь помощь ну хотя бы офицер не подойдет не будет фланговать да давай так у мантичи что еще там а у него еще защитная есть штраф криту есть тогда точно рискую он фуловый с армором еще шанс крита дай-ка дуплетик 96 62 крит давай хорош лут еще отлично адаптация персональный боевой модуль здесь мы делаем протокол защиты протокол помощи на двадцатку всего лишь мантичу конечно же здесь пытаемся снять змею два раза 52 я не буду подходить потому что ее флангуют она сама должна валить 50 на 50 ребят есть еще лут минус змея и остается ход еще да у тебя повышение великолепно перезарядка или подходить так тут двое дезориентированы тут под защитой там оглушен я думаю подойти все таки лучше нет перезарядить лучше с богом ребят действует дезориентация снята змея идет способности нет точность хреновая овервоч ставит это тоже отступает этот идет флангует давай давай мимо попал крит минус 11 исключен был крит но ранение серьезное классная белка так надо тут влетать я думаю не стоит жадничать по гранатам здесь мантич этого упыря убивает гарантированно раз плетик даже выстрел обычным 82 да 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 убирать нас 95 где-то можно у нас же еще эвакуация слушать а может быть а у нас же еще мутон стопы можно подлечить но ты не саппорт а ты можешь подлечить можешь так хэвиком меня вот это беспокоит хэвиком скорее всего надо бомбить вот здесь вот один овервоч молниеносные рефлексы с одной стороны типа оверснимать но с другой я хочу вот этого товарища уже мочить и с него же снимать собственно да молниеносных рефлексов больше ни у кого нет а ты не докинешь гренкой о докидываем уже с места стреляем поехали главный овер снять мутон придет в себя это же это же дичь два хита осталось протоколом нападения можно добиться двумя протоколами нападения можно добиться а можно просто флангануть я думаю до эксперта должен подходить кидать светошум или отстеливать кого-то из тех дальних так а что по взлому небольшой кэш открыть дверь здесь лучше ну лучше ломать конечно дверь но сначала протоколом нападения гарантированно снять того по кому не может стрельнуть спец отсюда да давай дальнего снимаем ну сначала спецом просто стреляем на мутона ты докидываешь опять и не стреляй тогда может светошум мне этот поможет есть еще один спец который может тоже добить с высокой вероятностью что нас санатарион это делать надо наверное подходить на но сейчас придет себя просто надо берсу уводить отсюда надо уводить берсу под кавер хотя бы под какой-то кидать им светошумовую да потому что в один ход я у него такое количество хитов не сниму здесь лучше убивать протоколами потому что вероятность пробивания крайне мало у вижу ушел ладно вижен появился и еще вот отлично есть еще там вижен нет есть хорошо добиваем второго надо рейнджерами подходить то есть надо гасить его светошумом чтобы он не попал может быть дым какой-нибудь но такое количество урона я могу нанести только если подойдут у меня с дробашами товарищи изориентируем мутончиком граната не будет обхода не будет беру лут раз и сокращаю дистанцию ядро валерия ок все что ли походили пожалуй только не пооткрепу прошу дайте мне после оглушения да он дезориентирован на оглушение спало о нет нет 50 на 50 сейчас была смерть раз я могу его оглушить это такой на всякий случай но скорее дуплеты просто но после гренки гренка только у мантича надо подходить да мантич бездох снимаем единичку так а командор у нас может скомандовать пробивание брони может да ладно давай дуплет 70 крит в упор на о был крит один хит был крит так надо сразу ломать вышку я полагаю поехали не вышку а этот и может быть стоит мутона сейчас вообще оглушить чтобы не шла подкрепа навык взлома солдата увеличивается перманентно 50 на 50 прошу 50 на 50 очень нужно да ё-моё это редко встречается такая штука на имбовое лут да слева еще лут одноходовой эвакуируем випа это инженер мутона пока оглушаем лут два хода все еще то есть фаерлорд его собирает и надо валить на эвакуацию друзья модифицированный глушитель хорошо если не получится глушить а гарантированным уроном его заберу но пробуем оглушить где эвакуация справа окей вип не может дверь открыть но должен специалист конечно же это делать жалим пробуем оглушить 70% оглушение посработало так дверь нельзя открывать убежали к выходу но подойти ты можешь так подкрепа нет тут я бы в пол хода дебютом его добил бы побежали можешь скомандовать бег берс мутона добивает господин жизнь бегом на тех кто отстает а дверь не ломается что ли дверь не ломается она просто открывается давить проверим кажется нет если взламывать не надо то она не открывается все бежим на эвакуацию молимся чтоб тут ничего никто эвакуация здесь подкрепа может быть причем она может пролететь вот внезапно тихо подкрепа есть ход есть ход все успеваем идти раз два ну не всеми за раз но большинством уходим мантич даже успевает красавчик аэрлор тут верст успевает успевает то есть подкрепа будет но она же без овервочин так это инженер это миссия типа на фарм но я при этом получил ранение потому что спулил пак пак получился жесткий еще приятно лежа спасли хорошо пять ходов запасим нормальные подкрепы в лонглоре вообще жесть вы понимаете три ранения випа увели никто не умер это не самые еще жесткие жесткие подкрепы были семь человек которые преградили путь бэсу оставили три раненых ну ладно что там дают кроме нжающим может дадут но экспу могут дать мы всех полутали кого только можно два лавлапа эксперта палач меткость критически против цели потерявших половину или более базового здоровья беспокоящий чушь блин какой не очень левел то закрепление получается беспокоящий огонь для штурмовика а нет рейнджер стоп может быть тогда палача взять учитывая два выстрела по половине здоровья запомнить специалиста вы мария полевой хирург снижает время восстановления от ран для большинства солдат снижает время восстановления от ран для большинства солдат всегда на чеку в конце хода автоматом овервотч с ее меткостью очень хорошо резервирование при неудачном взломе негативные эффекты не возникают 70 взлом берем ядро и лерия модифицированный глушитель адаптация глушак лазерный прицел и вип так зона испытаний время строительства давайте на зону испытаний ее а нет она уже села что ли или на расчистку на расчистку давай круто 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 так разведданных 17 вскрытие вайпера силы пока 3 тут 5 5-5 разведданные нужны но я работаю над разведданными чего а сколько мы отдыхать интересно будем еще миссия незначительные разведданные улика предмет из хранилища очень важный таск может быть вдвоем пекаря беру предмет из хранилища но это нужно добегать одного пекаря пускать будет минималка может быть даже предмет потом эвакуация я не могу его дистанционно взять понимаете предмет это будет такой это будет опасно сейчас я броню дам хотя бы пекарю или я могу гремленам снять броню в смысле снять предмет спецом можно спереть хорошо когда мы посылаем специалиста причем аву марию или нет или кроу аву мария просто на обычной миссии хорошо заходит она более опытная давай кроу пекарю все-таки дам армор в общем-то и для кроу бы он пригодился специалист или аву мария а что у нее по навыкам в общем нет ли у нее например снижение не-не-не она боевая она боевая а вот кроу кажется есть у нее 20% на определение а у него даже призрак есть ну все тогда ему я тоже а он тоже в броне пусть будет в броне глушителем да нет глушители тут не помогут и так проникновение максимальное будет бронька пусть пусть бронька это уже товарищи серьезно они должны уходить если что разведданные и это цепочка миссии по улике в этом регионе так вскрыли вайпера военно-полевая медицина отравленные патроны газовой гранаты военно-полевую нужно будет в зоне я думаю что нужно сейчас сплавы опять потому что скорее всего в зоне испытаний будет требование по элериуму и по сплавам силы димак димак а может а может быть непоколебимость нет нет она не такой боевой бсп новый штурм пристрелочка повторная нет димага еще разок стойкость 4 дня скорее всего она титан нет ну русбрейн тоже нет он не ходил на миссию я помню что у него ничего то есть сверху проверяем на эксперта например еще призрак бомбардир при броске выстрелить граната пролетит на две клетки дальше обнаружение ему особо не нужно то есть получается что получается что димаги нужно крит дракова единичку брони снимает там основное оружие тем с основным оружием связан с нами так сплавы готовы еще препарируем все ради сплава готовы мобильная броня типа все сплавы ты тратишь и мобильную броню боевая броня силовая чтобы класс боевой брони который позволит нам ставить тяжелое вооружение чтобы сочетать защитный атакующий функционал это для наверное ракетчиков или для хэвиков для хэвиков хорошо зайдет мобильная тоже для штурмовиков просто прекрасно но я боюсь что сейчас в центре военных технологий будет больше полезных вещей я лучше дождусь когда достроится зона испытаний я уже после этого буду оценивать на что лучше потратить весьма ограниченные ресурсы денег минус 60 ё-моё может начать наверху добывать давай возобновим добычу ну потому что без денег в худшем случае я просто потеряю половину рекрутов ну инженеры еще но минус 60 это как-то вообще не очень инж есть корнирование катушки с катушки убираем так сколько там человек 12 13 чего-то не 13 всеми прям советникам убежищ поставь солдат так стоят там где нужно проникновение соточка здесь у нас что незначительные ожидаем 125 труп офицера адвента да еще сплавы и пока основы исследования после ранения восстановились двоем 125 минималочка незначительные все еще минималочка незначительные зона испытания готова так я сто лет здесь не был выберите исследование защитный жилет увеличить здоровье иммунитет к огню кислоту лазерные прицелы начать массу производства лазерных прицелов повышает вероятность крита военно-полевая медицина труп вайпера бронепластины дополнительная защита трупы солдатов не нужны боеприпасы микроскопические это крит правленные патроны газовые гранаты прицелы как здесь круто здесь другая вообще ветка магазин больше емкости короче здесь можно будет персональные боевые ой не персональные боевые апгрейды для пушек что конечно здоровье дает иммунитет к огню кислоте давайте защитный жилет это раз сюда же нужны инжа гремлина даже второго можно сделать 6 дней защитные жилеты что за жилеты такие лазерные прицелы лучшая защита хороший дамаг лазерный прицел это крит вообще чумандер и патрон ну патроны крит да это хорошо давай-ка зоны испытания здесь берем еще одного инжа поставим сюда вот зоны испытания зачем если ты можешь поставить одного инженера сюда сейчас нужно будет ротацию провести не нормально все пока так там гремлина еще дополнительный бесхозный его можно по крайней мере кинуть в станцию связи сопротивлением ну так чтобы было но это ерунда не надо этого делать так зона испытаний зона испытаний зона испытаний четыре дня защитный жилет будет лазерные прицелы позволяет начать массу производства критического попадания мне скорее просто прицелы нужны собственные прицелы видишь меткость приобычной стрельбе незрима наблюдения патронный коготь вот это крит но тут нужны тут нужны нам трупы может быть тогда в исследовании начать изучать либо боевую либо мобильную или боевую мобильную или боевая боевая броня состоятельного кла защиты восстанавливать тяжелых боеваем для хэвиков хэвиков у меня мобильная это кошка боевая это рокет дополнительный давай-ка так все-таки поехали так ресурсы уже плюс 140 но могут быть миссии тут 157 минимальное начинаем операцию и операция это два специалиста то есть один специалист один ниндзя очень важные товарищи разведданные и боевая экзоскелета с ракетами и огнеметами да-да-да коготь еще с оригинала клевый на дробаши на самом деле я пассивками разогнал крит уже может быть и зря и коготь мне особо не нужен когда ты подходишь что я уже 80 плюс что у штурмовиков что у рейнджеров поэтому сейчас главное в этой миссии не зафейлить то есть во-первых мы доходим до точки при помощи общей скрытности дальше определяем ну смотрим где находятся какие паки желательно специалистам находиться подальше потому что хотя у него тоже есть обилка он может тоже уйти на 2 хода в 7 так тут сразу пак инженера вижу что там за зам тут дома вокруг тут везде вокруг дома крайне сложно будет пробраться как-то с краем ешки матрешки 8 ходов контейнер то есть мне скорее всего нужно на крышу этого дома левого аккуратненько смотри где ой ой сразу трое сразу трое уходим направо три человека на старте с одной стороны это типа хорошо учитывая то что один пак впереди о можем сломать помехи блиц что за блиц ломать нужно в любом случае но не сразу ранен ган взять под контроль врага на 5 ходов какие тут штуки крутые прям очень крутые так так ну что так вот так раз здесь валим и главное вот так чтобы меня не фланганули валим 6-9 человек трое там и пак еще на точке то есть где-то есть третий пак скорее всего а тут с моста вообще так погоди не торопись только нет у этого специалисты нет минусу при провале это у авамарии который я не взял потому что она типа очень хороша для по боевым характеристикам что у нас там что там бутеры просто бутеры ты этим меня привлекаешь с красной игрой мы столько не зарабатываем а понятно 10 минут у тебя ниндзя второй его не спалит эвакуация зато сразу будет готова а что еще раз а ты имеешь ввиду сразу эвакуацию а сколько мне ходов на эвакуацию нужно 3 хода может быть в этом есть резон на самом деле то есть спецом спецом с полицией прямо мутон еще ждет ну короче все здесь уже давай слева еще подходит ой мутон у меня тихо чёрт возьми мне нужен вижен вижена нет тихо отсюда понятно да что ж ты вот отсюда есть вижен но я-то сразу подставлюсь мне кажется нужно их обходить назад идти куда-нибудь просто обходить сверху точно никак никак вообще никак не увидишь а справа 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 все просматривается да давайте направо уходим что ж ты выбрал то за что то ну вот они все тут проверяй есть вижу не было вижен не было вижена на спеца он спокойно ломает палец вызывает подкрепу да так и будет все они сами идут правда они сюда прибегут и то есть ты можешь ломать уже сейчас а можешь еще немножко отступить и отсюда тоже можешь ломать наверное ломать потом ой смысле наверное подходить сейчас эвакуация так сделаем ход чтобы сэкономить они мне все равно не видят помню что тебе еще халявное закрепление сейчас ломать это только их привлечь на самом деле я не думаю что это правильное действие так а если думай тут надо подходить смотреть видимо они далеко да не стоит ломать пропускаем почему они возвращаются провал сейчас скажись меня уже спеца спалят ну то есть когда я попытаюсь поломать хотя нет 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 они не могут спалить они же бы меня сейчас уже увидели то есть все мы ломаем сейчас да ломаем полностью они же меня не видят они не знают откуда дроид все хорошо так сплавы продвинуты персональные нет сплавы сплавы нужны ну есть хорошо и навык апаме еще надо вышку поломать перед эвакуацией они сейчас не должны спалиться не должны все хорошо никто ничего не видел отлично вышка где вышка справа далеко но я на эвакуацию фулкавр здесь ну вот штурмашом просто отступаем мало ли что давай вот так вот чтобы увидеться что тебя фланганули да хочешь я не хочу они прибежали типа вот и фе и никого не видно хааа кардос так все продумано в лонговоре конечно так все продумано и эти тоже такие ооо что такое паника ничего не видно я не думаю что нужно ломать я думаю надо делать закрепление думаю надо делать ханкер просто по полной программе и просто валить отсюда грамотно если в конце сентября начали теперь они применить буря не отменяется быть и продвижение латаро игра закончится так что хороший рай слил бывает бывает за спойлер сиферон прошу тебе бан прописать помощником зачем показывать что да я даже сам пропишу сиферон то есть какая какой смысл показать что ты знаешь демотивировать меня чтобы я сдавался иди ты нафиг со своими знаниями миссию выполнили это победа лично фух два лава лапа еще получили пекарь там уже вообще неуловимый хорошо и удары стене и неуловимый для миссии кроу лава резервирование обязательно теперь вот у него тоже есть страховка настройка с пуском крит инопланетные сплавы а это просто и разведанной кажется далее 49 вопрос сколько нам стоит подключить следующий регион то троечка пятерочка пятерочка 80 наверно до 80 а здесь что у нас океане черный рынок я думаю хватит сегодня и так 7 часов очередная часть жирнючая огромное количество процессов параллельно проходят тренировки разведки обучение нообранцев миссии спасения о снова продуктивно трудится отлично то есть тут еще время идет и сейчас собирает ресурсы классно классно далее будет скорее всего продолжение южного фарма развед ну развед данных и выполнение миссии здесь до получения развед данных 80 мы выбираем куда идти какой регион новый подключать фух тяжело но будем сражаться спасибо вам за внимание всем добра увидимся с вами ориентировочно завтра вечерком пока подправляйте подправлечь и мы Продолжение следует...